Доброе утро, дорогие участники конференции «Наследие Станислава Грофа». Я с удовольствием и даже таким волнением открываю эту однодневную конференцию, которая организована Московским институтом психоанализа и ассоциацией транспарсональной психологии и психотерапии. Московский институт психоанализа является не только самым большим институтом в России, готовящим специалистов в области психологии и психотерапии по самому широкому кругу психологических дисциплин, как ни в одном другом ВУЗе, но также и единственным институтом, который поддерживает весь спектр транспарсональных, интегральных и процессуальных исследований, образований. Мы с коллегами много лет ведем здесь образовательные программы по транспарсональной психотерапии, психологии и, начиная с этого года, также программы по транспарсональному коучингу. Мы благодарны нашим коллегам, сотрудникам Московского института психоанализа, его руководителю Льву Игоревичу Сурату, которые поддерживают наши усилия в предоставлении самого передового знания в мире человеческой души. На этой конференции будут выступать транспарсональный коллектив Московского института психоанализа, преподаватели, которые ведут здесь программу. Я являюсь руководителем транспарсональных программ на протяжении многих лет. И также будут выступать ведущие эксперты из транспарсональной психологии, в основном члены президиума Ассоциации транспарсональной психологии и психотерапии, известнейшие ученые, известнейшие педагоги, профессора, член-корреспондент Академии Новок Виктор Федорович Петренко, многие-многие другие великолепные ученые, а также наши коллеги из смежных дисциплин, тоже передовых направлений, коучинга, психологии, психотерапии, которые активно испытывают влияние транспарсональных исследований в своей области и по-своему развивают выдающиеся открытия, автором многих из которых является Станислав Гроф. Я Владимир Майков, президент Ассоциации транспарсональной психологии и психотерапии и руководитель образовательных программ по транспарсональной психотерапии, психологии и коучингу в Московском институте психоанализа, а также ведущий преподаватель тренинга «Наследие Грофа» в России. Мой путь, личный путь в транспарсональной психологии как раз и начался со Станислава Грофа. 41 год назад практически, осенью 1980 года, мне в руки попала книга Станислава Грофа «Области человеческого бессознательного». Это его первая книга, которая с легкой руки Василия Васильевича Налимова, известного ученого, профессора МГУ, «Человек, который развивал и продвигал транспарсональную психологию в России в 80-е, 90-е годы». Эта книга была переведена, и она распространилась в самоиздате. Я начал ее читать и не мог остановиться, пока не закончил. Несмотря на то, что я к этому времени считал себя, по крайней мере, достаточно образованным в мире гуманитарных наук, я много лет самостоятельно, учась на физтехе, кстати, занимался психологией и философией, и в 1980 году уже поступил в аспирантуру Института философии Академии наук. И так что прочитал, ну, наверное, практически все известные имеющиеся в библиотеках Советского Союза книжки, Фрейда, Юнга, российских психологов, русских религиозных философов. Все сколько-нибудь стоящее от человека, его душе, его глубинах. И, тем не менее, книга Грофа потрясла меня, потому что через его исследование, описание его открытий, я увидел новый гигантский мир. Я узнал, и это было доказано ученым, что душа человека бесконечна. Она не имеет пределов, и поэтому древние описания, которые мы имеем в великих книгах мировых религий, в Библии, в книге Загаров, в Коране, в Данжури и Ганжури, в книгах даосских великих учителей, в книгах индуизма, традиции Веданте, Адвайта Веданте. Эта истина была подтверждена впервые на языке науки Станиславом Грофом. До Грофа представления о душе ограничивались биографическим периодом. Ну, считалось, что у младенца нет еще защиты мейлиновых волокон нервных и головного мозга, и поэтому нету памяти. Память начинается где-то после рождения, ну и жизнь наша заканчивается вместе со смертью. Гроф на опыте доказал, что каждый человек, каждый, каждый из здесь, сейчас находящихся на этой конференции, все мы, каждый, независимо от возраста, образования, культуры, пола, религии, каждый человек может иметь любые переживания. Мы, ну, своего рода всеволновые приемники, которые могут настраиваться на любые программы в этой Вселенной, на любые станции и воспринимать все. Это удивительный факт, и из него следует, что единственное отличие между нами и всезнающими, просветленными учителями, основателем мировых религий, Буддой, Христом, Лао-Дзи, Махавиром, Гурунанаком, Мохаммедом, состоит в том, что мы живем в ограничениях и не знаем о своих возможностях. А великие учителя, основатели религии узнали свои возможности и раскрыли их. Именно об этом, кстати, именно с этого открытия и начались мировые религии. Истина мировых религий гласит, что мы имеем божественное в себе. Коротко это выражено в индуизме. Тат-твам-аси. Ты есть то. Атман равен Брахману. Человек – это Бог. И вот с этого начался великий проект человечества, который Хаарари, известный израильский историк и философ, назвал Хома Деус – человек божественный. И этот проект задал направление развития человечества и продолжает задавать на протяжении последних трех тысяч лет. То есть вот где-то в первом тысячелетии до нашей эры возникло большинство известных нам мировых религий – индуизм, дайсизм, буддизм, христианство и чуть позднее – ислам. И Гроф, по сути, и стал первым ученым, который доказал, что наша внутренняя вселенная бесконечна. Каждый может иметь любые переживания. И единственное отличие между нами и Буддой, нами и Христом, нами и Девой Марией, нами и Лао-Дзи стоит в том, что мы не знаем и не реализовали, а они знают и реализовали эту вселенную. Но Гроф также доказал на практике, что через обучение, через познание, через личный опыт мы можем получать это знание о бесконечности собственной души. И результаты Грофа, его исследований, которые он проводил в Праге, в Чехословакии, с 1956 года по 1967 год, и написал большую руку, пись около тысячи страниц, подводящим итог всем своим этим исследованием и представившим впервые расширенную картографию нашей души. Когда в 1967 году Гроф уехал на стажировку в Америку, он послал свои исследования, рукопись неизданной книги Абрахаму Маслову, виднейшему американскому психологу, основателю ассоциации гуманистической психологии. Она была основана, по-моему, в 1956 году. И по свидетельству жены и биографа, Маслову был потрясен теми открытиями, которые изложил Гроф. И он немедленно захотел увидеться с Таниславом Грофом. В это время у самого Маслову тоже назревал решительный поворот по направлению к новому видению человека и новой психологии. Он написал уже несколько книг «Мотивация и личность», «Дальнейшие измерения природы человека», в которых уже начал очерчивать будущие горизонты новой психологической науки. И когда Гроф приехал к Абрахаму Маслову в гости, его жена встала возле двери, защищая дорогу в дом, преграждая вход. Она боялась встречи Грофа и Масла, потому что за несколько месяцев до этого Абрахам перенес инфаркт, был еще не полностью восстановлен, и она беспокоилась, видя, как он взволнован от чтения рукописи Грофа. Ну, Стэн успокоил ее, что он тоже врач, и все будет хорошо. Они говорили целый день о новых исследованиях, о будущем психологии. Вот с этого дня Гроф стал частью узкой рабочей группы, которая разрабатывала новое направление в психологии. Были дискуссии о том, как назвать это новое направление, и в конце концов было принято предложение Станислава Грофа назвать это направление трансперсональная психология, выходящая за пределы персоны, личности, идущая дальше в области духа. И в 1967 году был написан манифест, в 1968 году был выпущен первый номер нового журнала, Journal of Transpersonal Psychology, журнал трансперсональной психологии, в котором, кстати, была опубликована статья Грофа о расширенной картографии. И была создана ассоциация трансперсональной психологии. Вот как началась история, официальная история нашего движения. Хотя, конечно, зародилась эта история очень давно. Если брать линию психологии, то еще Роберто Ассоджиоли, итальянский ученик Фрейда, впоследствии отошедший от первоначального психоанализа, как и Юн, как и Вильгельм Райх, как многие другие, от Тарант, например, кто был в чем-то не согласен с ортодоксальным психоанализом и линией жесткой достаточно Зигмунда Фрейда на продвижение психоанализа как строгой науки и защищающего его, то есть психоанализ, от любых вольностей и ненаучностей с точки зрения Фрейда. Так вот, Роберто Ассоджиоли, безусловно, один из виднейших предшественников. Отто Ранг, безусловно, который впервые ввел в психологию необходимость работы с телом, с энергией, с тонкими смыслами. И, собственно говоря, первый начал использовать дыхание, психотерапия. И в каком-то смысле он дедушка холотропного дыхания, тоже один из ярких предшественников трансперциональной психологии. Ну и, конечно, наверное, самая яркая фигура, самый яркий дедушка трансперциональной психологии – это Карл Густав Юнг, безусловно. Его аналитическая психология, учение о архетипах коллективного бессознательного и путь человека к высшему развитию, индивидуация, достижение полной зрелости, а также его конструктивный интерес и умелое использование в эзотерических учениях, мировых религий, алхимии, тибетского буддизма, христианского мистицизма для прояснения нашего понимания, научного понимания души человека, было ярким примером, конечно, для всех психологов, для всей психологии и в значительной степени помогло развитию и гуманистической, и трансперциональной психологии. Тут, конечно, интересно было бы задаться вопросом, а что, собственно говоря, не хватало Абрахаму Маслу, Стэнли Крипнеру, Энтони Сьютичу, Ролло Мэю, Джиму Будженталю и другим лидерам гуманистической и экзистенциальной психологии? Зачем Маслу, Сьютич, пригласив Майкла Мёрфи, Грофа, начали новую психологию? Дело в том, что уже в это время Маслу достроил свою пирамиду потребностей. И если раньше, в период гуманистической, на ее верхушке были ценности бытия, ценности, которые, ну, можно скалерировать с всесторонним полноценным развитием человека, творческого человека, реализованного, актуального, то поздний Маслу понял, это не вся история. Есть нечто дальше, есть у каждого из нас еще и ценности самотрансценденции, преодоления. Мы, человек – это проект, человек – это существо, которое всегда устремлено вперед, в развитии, к выходу за границы. И это и есть наша высшая ценность. Мы – люди, которые развиваются. Сахомо эволютионис, можно было бы так назвать нас. И, кстати, в этом смысле одним из, наверное, предшественников трансперсонального видения являлся великий Фридрих Ницше. Помните, в своей программной книге так говорил Заратустра, он непрестанно повторяет, «Человек есть нечто, что должно превозмочь». Человек – это мост между прежним человеком и сверхчеловеком. То есть вот такой проект безостановочного развития. Кстати, эти идеи были близки Марксу с Энгельсом, которые также говорили о человеке превозмогающем, человеке развивающемся. И именно в этом движении за пределы и выражается сущность человека. Нас с моим коллегой, тоже членом президиума Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии профессором Владимиром Васильевичем Козловым, эта мысль захватила до такой степени, что мы в этом ключе пересмотрели историю человеческого развития и знаний и вели понятие «хомо трансендус» – «человек преодолевающий». И описали также то, что мы назвали трансперсональный проект в истории человечества. Это наш двухтомник. Трансперсональный проект – это совокупность знаний и практик, которые помогают нам стать реальными, помогают нам выйти за пределы знакомого, обычного, помогают нам развиваться. И, конечно же, в этом смысле самыми древними практиками и экспертами были шаманы. Шаманизм – это 40 тысяч лет человеческой истории. Затем языческий период – 5-7 тысяч лет, по разным оценкам. И, конечно же, жрецы, мыслители, великие практики, люди искусства были великие мастера трансценденции и экстаза. Ну, естественно, основатели мировых религий были наилучшими экспертами об истинном бесконечном измерении нашей души. И в каком-то смысле мировая религия есть навигатор на пути к реализации вот этой сущностности человека, нашей бесконечности, вот в этой повседневной жизни. Мы – бесконечные существа, живущие в конкретном теле, в конкретной ситуации на планете Земля. Ну и на протяжении вот последних 50 лет развития транспарциональной психологии и родственных им направлений интегрального подхода Кеновилбера, который вышел, вырос из первоначального транспарционального движения и очень близкого транспарциональному направлению процессориентированной психологии Минделлов, которая близка и юнгу, и гештальту, и телесной работе, и сновидениям, и шаманизму, и даосизму, и является не только суммой, но и чем-то намного большим. Это процессуальная работа. Так вот, все эти родственные между собой направления развивают в очень близком направлении, по-разному, на разных языках, очень сходные представления. Я, как уже говорил, познакомился лично со Станиславом Грофом, вернее, через книги познакомился в 1980 году, а лично познакомился в 1989 году, когда Станислав и Кристина Гроф по приглашению Министерства здравоохранения СССР приехали в Москву. Гроф прочитал лекцию о целительных возможностях необычных состояний сознания в ней и психиатрии, а затем был трехдневный семинар по голотропному дыханию, на котором я участвовал и впервые узнал, что такое голотропное дыхание. Мне повезло, я получил приглашение Грофов бесплатно обучаться на трехгодичной программе транспарциональной тренинг Грофа, который готовит специалистов по голотропному дыханию. С 1990 по 1993 год я закончил эту программу и начал вести семинары по голотропному дыханию в России. И вот эти три года были годами знакомства с методом, знакомства с мировой трансперсональным сообществом и, конечно же, со Станиславом Грофом и его безбрежным миром. В настоящее время Станислав Гроф активно до сих пор работает. В прошлом году у него вышла свое родо итоговая книга «Двухтомник. Путь психонавта». Я сейчас заканчиваю редактирование этого двухтомника и скоро он появится и на русском языке. Это квинтэссенция открытий Стэна за всю свою жизнь. Главное, чем занимался Станислав Гроф, это, конечно же, исследование необычных состояний сознания, исследование их эвристических возможностей, целительных возможностей и тому, как мы можем применять вот эти возможности практически во всех сферах жизни, в творчестве, в бизнесе, в политике, в отношениях, в коучинге, ну и, разумеется, в психотерапии. И в настоящее время открыта уже новая программа Станислава и Бригитты Гроф «Тренинг наследия Грофа», которая как раз и готовит специалистов, которые профессионально применяют возможности необычных состояний сознания во всех сферах, в том числе в терапии, в том числе и в филотрубном дыхании. Так что вот мы уже начали эту программу в России, и вот наши годовые программы по психотерапии и консультированию охватывают часть этой программы, два модуля этой программы, и, соответственно, засчитываются как два модуля этой программы. И, как вы, наверное, знаете, годовые программы о дополнительном образовании дают право на работу в области трансперсональной психотерапии и консультирования согласно российским законам. Поэтому те, кто интересуется из вас, такой возможности, пожалуйста, посмотрите подробное описание на сайте Московского института психоанализа. То, что сделал Станислав Гроф, ну, невозможно рассказать в одном вступительном слове. И, собственно говоря, весь сегодняшний день будет посвящен тому, чтобы рассказывать об этом человеке, о его открытиях, о его судьбе, о мире Станислава Грофа с разных сторон на разные голоса, разные аспекты. И вас ждет удивительное приключение по миру Станислава Грофа. И в самый конец «Вишенка на торты» сегодняшнего дня у нас будет художественная программа, и вы увидите два фильма, в которых Станислав Гроф является главным героем. Они посвящены, ну, первый фильм в основном холотропному дыханию, это фильм нашего выдающегося телевизионщика Эдуарда Михайловича Сагалаева, которое старшее поколение хорошо знает, так как он был министром телевизии во имя Горбачева, Ельцина, и создателем таких программ знаковых, как «Взгляд. Двенадцатый этаж», можно сказать, наставником большинства сегодняшних активных телевизионщиков. Я помогал имел в честь помогать Эдуарду Михайловичу в проекте шести фильмов «Мистические путешествия» с Эдуардом Сагалаем, в том числе, конечно, вот в этом первом фильме «Холотропное дыхание» и «Тайна рождения». И у нас с вами также будет возможность впервые в России посмотреть фильм ученицы Грофа, замечательного кинорежиссера «Сьюзен Сьясула Джин». И фильм называется «Путь психонавта», точно так же, как завершающий двухтомник Станислава Грофа. Это замечательный фильм на невероятном художественном языке. Фильму будет предшествовать рассказ Сьюзен. Мы с ней связались по скайпу, я задал несколько вопросов. Я думаю, что это вопросы, которые задали бы и вы о фильме, о ее пути. И она вот даст такое краткое введение в фильм, и мы с вами завершим сегодняшнюю конференцию просмотром этого фильма, который много даст для понимания мира Станислава Грофа. Но также я хочу вас порадовать, вся конференция будет записана и доступна для участников, для повторного просмотра. Так что если по каким-то делам вы что-то сегодня пропустите, вы сможете затем вернуться и просмотреть. За исключением двух последних фильмов. Они защищены копирайтом, и у нас есть разрешение только на их трансляцию во время конференции, на однократный показ. Так что имейте это в виду и не пропустите. Ну что ж, нас ждет сегодня замечательное путешествие по миру Грофа. Я на время с вами прощаюсь, но ненадолго я буду мостиком между разными выступающими сегодня экспертами и великими учеными. И сейчас я предоставляю слово ректору Московского института психоанализа Льву Игоревичу Сурато, который поддерживает трансперсональное направление на протяжении многих-многих лет, и это дает возможность сотням студентов постигать тайны души. Уважаемые участники конференции, рад приветствовать вас на этом замечательном событии. Московский институт психоанализа гордится тем, что уважаемый Станислав Гроф, наш почетный профессор, лично принимает участие в этой конференции. Пользуясь случаем, я от всей души поздравляю профессора с его 90-летием, желаю дальнейших творческих успехов и продолжительного счастья с его прекрасной супругой. Психология наука многогранная, включающая в себя исследования, в том числе и измененных состояний сознания, которые обладают лечебным, трансформирующим и эволюционным потенциалом. Трансперсональная психология одно из наиболее развивающихся направлений обучения в нашем институте, и по многому это благодаря Владимиру Майкову, который вот уже более 10 лет возглавляет пул программ по трансперсональной психологии, психотерапии, консультированию и коучингу, привлекая к сотрудничеству российских и международных экспертов экстракласса. Многие из них сегодня познакомят вас с новейшими идеями и разработками данного направления. Виктор Макаров, Виктор Макаров, Алексей Ситников, Дмитрий Спивак, Владимир Козлов, Виктор Петренко, Дмитрий Шаменков, Вадим Демчок, Бронислав Виногродский, Юрий Бубеев, Римма Набиулина и многие другие. Наследие Станислава Грофа это множество книг, научных исследований, открытий, публикаций и даже голливудских фильмов на тему концептуальных изменений в понимании сознания и человеческой психики, которые представляют собой логическое дополнение к тем радикальным переменам в понимании материи, которые уже произошли в физике. Основные научные открытия Станислава Грофа относятся к таким областям, как природа сознания и его отношение к материи, новая картография человеческой психики, эффективные психотерапевтические механизмы, стратегия психотерапии и самоисследования. С этими и многими другими идеями вы познакомитесь на сегодняшней конференции. Желаю успехов в путешествии по внутреннему и внешнему миру и ждем вас снова в Московском институте психоанализа. Ждем вас снова в Московском институте психоанализа, в замечательном месте. Кстати, Московский институт психоанализа является единственным в России аккредитованным институтом по программе европейского сертификата в трансперсональной психотерапии. И наши годовые программы по трансперсональной психотерапии и консультированию засчитываются как часть большой международной программы этого сертификата. И уже несколько выпускников наших программ получили и являются признанными во всей Европе специалистами по трансперсональной психотерапии. А сейчас я хочу предоставить слово Дмитрию Леонидовичу Спиваку, выдающемуся Санкт-Петербургскому исследователю, который начал свою научную карьеру с исследований лингвистики необычных состояний сознания. Он доктор медицинских наук, старший научный советник Российского института культурологии и директор его Санкт-Петербургского отделения. Много лет работает в институте мозга человека имени Натальи Петровны Бехтеревой Академии наук. Он там ведущий научный сотрудник. И Дмитрий Леонидович тоже некоторое время обучался на программе трансперсонального тренинга Грофа. И мы даже вместе проходили пару семинаров в Финхорн. комьюнити в Шотландии. И вместе со своим отцом, который тоже много лет изучал необычные состояния сознания, он исследовал широкий спектр работы и проявлений необычных состояний сознания, в том числе у беременных женщин. Мне очень нравится его двухтомник «Метафизика Петербурга». И я горячо рекомендую. И метафизику – это ключ к глубинному, тайному Петербургу. И также Дмитрий владеет многими языками. И те, кто интересуется изучением иностранных языков, не проходите мимо его замечательной книжки «Как стать полиглотом». Дмитрий, пожалуйста. Добрый день, дорогой Владимир. Здравствуйте, дорогие коллеги. Благодарю за введение, сделанное с обычной доброжелательностью и глубиной Владимира. Я думал при этом, что Грофу повезло вообще во многих странах. Он нашел много коллег и много хороших учеников. Но у нас в стране это сложилось удивительно хорошо под определяющим воздействием личности Владимира, который одновременно представляет собой и серьезного ученого, и прекрасного организатора, и такого духовица в хорошем смысле этого слова. Поэтому для меня мысли о Грофе, они как-то сочетаются с мыслями о том, как развивалось трансперсональное и голотропное движение у нас в стране. Вот как оно у нас насаждалось и как сейчас расцвело и благополучно процветает. Я ведущий эксперт Института мозга человека имени Академика Натальи Петровны Вехтеревой. И я хорошо помню, как она закладывала этот институт около 30 лет назад. Сама Наталья Петровна очень интересовалась необычными состояниями сознания. И она была не против того, чтобы отец мой, Леонид Иванович Спивак, заложил бы в рамках института вот первую научную тему, насколько я знаю, в рамках Российской Академии Наук, которая была прямо посвящена исследованию измененных состояний сознания. А Леонид Иванович, он занялся этим тем, потому что по долгу службы он был до этого главным психиатром Министерства обороны СССР. И в частности, в своей клинике он провел целый цикл исследований психодизлептиков. В 1971 году вышла его известнейшая книга «Психот и меметики», которая была новаторская не только для России, но и для мира в целом. И получила достаточно широкую известность. Поэтому для этих двух ученых было совершенно естественным направить меня прежде всего в Соединенные Штаты, когда выезд из страны был открыт, для того, чтобы овладеть основами этого учения, так как оно преподавалось там. Я хорошо помню, как я увидел впервые Станислава Грофа, который любезно встретил меня в аэропорте в Атланте. Тогда интернета было мало, поэтому я так слабо представлял себе, как он выглядит, и неожиданно среди обычной суеты аэропорта огромного я вдруг увидел человека, который как крейсер растекал толпу, и не только потому, что он был выше всех, но и выражение лица очень спокойное, сосредоточенное. Это было не мистическое ощущение, а ощущение просто крупной личности, которая вдруг появляется. И я подошел к нему и сказал «Здравствуйте». Вот. Это было замечательное время, время основания многих вещей, которые сейчас или развернулись, а некоторые из них и увяли. Когда я вернулся от Грофа, я несколько раз докладывал на семинарах, которые проходили в кабинете Натальи Петровны, о том, что я видел, как все происходило, и даже детали учения Грофа были очень интересны для петербургских ученых. Я хорошо помню, как на одну из первых сессий голотропного дыхания пришла Наталья Петровна и была очень впечатлена, видела она много всего. Поэтому она со временем прочла и труды Станислава и очень активно выступала на тех семинарах, где я рассказывал о сущности его учения. Я помню, как однажды она задала мне вопрос, вот все-таки объясните, как ведется доказательство положений, которые выдвигает Гроф. я задумался и сказал, ну, вы знаете, ну вот как-то вот по примеру того, что делал Зигмунд Фрейд, то есть набирается материал на достаточно большом контингенте клиентов, он обобщается, ну и дальше из него строится какая-то конструкция, вот собственно и все. То есть статистики особой нету, нейрофизиологии нету, физиологические исследования не проводятся, функциональных проб нет и так далее. Постойте, сказала Наталья Петровна, значит, он исследует те симптомы комплекса, которые возникают у людей в ходе пребывания в клинике, дальше находя что-то необычное, его обобщает и дальше вносит обратно в психотерапевтическую практику или в лечебную. Я сказал, да, примерно так, это такой вот практический путь. Она сказала, ну, так так и должен работать настоящий клиницист, ни статистика, ни нейрофизиология, никакие точные данные не могут нам дать ничего решающего. Решающая нам дает практика, если вы находите у многих людей, которые проходят у вас терапию или наблюдение, похожие симптомы, вы их обобщаете и дальше находите какие-то подтверждения, в том числе и в мифологии, в культуре и так далее, и дальше приносите обратно психотерапию, психокоррекцию в вашу клиническую практику. Правда? Я сказал, да. Они переглянулись Леонидом Ивановичем с пиваком и сказали, ну, так так и работает настоящий клиницист, чего же вы хотите? Сознание нельзя изучать никаким другим образом. Безусловно, что метод доказательства в нашей науке, он является именно таким. Я задумался после этого, потому что, когда находишься в обществе крупных клиницистов, ты понимаешь, что многие вещи, которым мы привыкли доверять, какой-нибудь там кластерный анализ, он может не значить ничего. А совокупность наблюдений врача, который видит, что некоторые феномены выступают за пределы его методик, которым он обучался, вот это очень существенно. И после этого я изменил свое мнение и перечитал труды Станислава Грофа с этой новой точки зрения. Нужно сказать, что работы его оказали влияние на труды, которые проводились в рамках коллектива Бехтерева и Спивака. Я могу здесь упомянуть две вещи. Во-первых, это нейрофизиологическое обучение по методу вызванных потенциалов. Мы проводили голотропные сеансы для ограниченного контингента практически здоровых людей и дальше записывали электрическую активность мозга, возникающую у них в ответ на стимул, правильный или неправильный. Go или no go, как говорят специалисты. И вот выяснилось, что в результате сеансов голотропного дыхания резко изменялась компонента P300. Как знают специалисты в области электрической активности мозга, это компонент, который имеет отношение к когнитивной деятельности. Мы до сих пор не знаем, то ли мы что-то познаем в процессе сеанса голотропного дыхания, как хотелось бы думать, или мы готовимся к познанию чего-то после того, как он дал нам отдых и погружение в свои внутренние процессы. Но это наблюдение было очень с большим вниманием встречено Натальей Петровной как крупнейшим нейрофизиологом современности. Вторая работа, о которой уже упомянул Владимир касалась рожениц. Мы полагали, что женщины, которые готовятся к прохождению процесса родов, они каким-то образом будут активировать у себя перинатальные матрицы в процессе адаптации к предстоящим испытаниям. Этого не происходило, но мы нашли достаточно интересные сведения. В наших анкетах так получилось, что более 10% практически нормальных женщин, которые проходили роды, они развивали так называемое out-of-body experience, то есть состояние с ощущением выхода из тела. И когда мы сконцентрировались на этом контингенте, он был велик, мы исследовали около 300 рожениц и родильниц, выяснилось, что у них присутствие базовых матриц, когда мы проводили с ними сеансы голотропного дыхания, оно было совершенно очевидным. это было независимым аргументом в пользу обоснованности взглядов на 4 перинатальные матрицы, которые были высказаны Грофом. Трансперсональная теория составляла необходимый контекст наших исследований, она была наиболее существенна для отца моего, Леонида Ивановича Спивака, поскольку большинство вещей, которые он наблюдал у своих пациентов при терапии психотодизлептиками, они не могли предсказываться, исходя из существующей научной литературы предмета. Таким образом, эта линия нашла свое место в работах нашего института. Возвращаясь сейчас к пройденному пути, я полагаю, что мы могли работать более активно, но следом следующим поколениям предстоит доделать то, чего не доделили предыдущее поколение. Я же предвижу то, что труды Станислава Грофа и его удивительная личность найдут продолжение в нашей научно-исследовательской и научно-педагогической практике. И хочу поклониться ему и благодарить за все эти удивительные интуиции которые он дал мне пожелать ему многих лет. Владимир, микрофон. Владимир, микрофон. Спасибо. на этих словах пожелания многих лет жизни Дмитрий Леонидович замолк. Видимо, связь плохая. Он находится за городом под Санкт-Петербургом. Я благодарю вас, Дмитрий Леонидович, за ваш рассказ и за ваш анализ, представление столь глубоких исследований. со своей стороны желаю вам продолжения плодотворных изучений в той области, в которой вы работаете. Наш следующий докладчик Владимир Васильевич Козлов, доктор психологических наук, профессор, завкафедрой социальной психологии Ярославского государственного университета, президент Международной Академии психологических наук. Ну и, конечно, самое главное, это основатель, глава одной из фундаментальных научных школ российской психологии. Под его руководством было изучено сотни кандидатских и докторских диссертаций. Поэтому Владимир Васильевич прежде всего исследователь, очень плодотворный автор. Ну, мне повезло быть его соавтором в нескольких работах. И я знаю, насколько у него пронзительный острый взгляд и легкая рука. Но, наверное, для меня лично не менее важно, что это человек широкой души, настоящий широкий распахнутый души. Это путешественник, первооткрыватель, ну, чего стоят его такие книги, как мистические, как духовные путешествия. И, конечно, очень глубокий ученый. Владимир Васильевич, вам слово. Всем добрый день. Ну, наконец-то мы встретились. И тема удивительная, которую мне предложили, это трансперсональные психотехнологии. Все началось в 90-е годы и было связано с тем, что у нас появился ребрёфинг и мы участвовали в сессиях ребрёфинга. И я вошел в первые дыхательные процессы, они меня поразили, удивили, и во многих отношениях я пережил, я бы сказал, очень глубокую трансформацию. психотехнологии. Но в силу того, что я ко всему ещё был психологом и так, академическим психологом, в те времена я преподавал в педеринституте общей психологии, социальной психологии и многие другие курсы, психологии. То, конечно, моё отношение к психотехнологиям, оно было более, что ли, критичным, и мне было важно узнать суть самих технологий и так-то рассмотреть их с научной точки зрения, с точки зрения так-то психологии. И таким образом в 90-е годы было основное направление интенсивной интегративной психотехнологии. И по большому счёту контекст был достаточно простой. Это в том числе удовлетворять потребности человека в транссендировании и в духовных измерениях существования и смыслах существования. И для того, чтобы каким-то образом вайвешен, реберфинг, холотропное дыхание интегрировать в научные методы научной психологии, мы провели очень много исследований. Первое точное биохимическое исследование, что происходит в холотропном дыхании, других дыхательных психотехниках, были предприняты в Санкт-Петербурге. В то время с нами вместе работали в одной команде Андрей Захаревич и Сергей Сиркалов. И они предприняли первое физиологическое исследование биохимии крови и других переменных. и что касается нашей стороны, то мы провели исследование особенностей личностной трансформации, особенностей групповой динамики, и многие изменяются когнитивной сферы человека. И в конце концов, я могу сказать, что где-то к 95-му году сформировалось достаточно подробное представление о том, что происходит в измененных сознаниях, расширенных сознаниях, которые индуцируются дыхательными психотехниками и на уровне личности, когнитивной сферы, физиологии. И во многих отношениях нам было важно, чтобы многие психотехнологии в том трансперсональном характере. Изначально, конечно, многие психотехнологии в истории играли роль именно трансперсонального фокуса. Почему? Потому что человеку было важно в крайнем случае в течение последних 40 тысяч лет решить базовый каан человека. То есть это каан страдания, каан одиночества, каан негчемности человеческой жизни, каан абсурда, потери смысла, ну и каан смерти. И только трансцендируем персону, трансцендируем реальность, так называемую холотропную реальность, именно в холотропной реальности, трансцендентной реальности человек мог при помощи психотехнологии разрешить эти проблемы, соприкасаясь в конце концов с наслаждением, удовольствием, сливаясь с абсолютом, с Богом, переживая всемогущество и находя вечные смыслы и ну так-то интервестирует свое психическое пространство переживания бессмертия. И то есть трансперсональные психотехнологии, они были базовыми для того, чтобы разрешить основные кааны человеческого существования, экзистенции. И что касается значит вот как бы нашего движения, нашего движения, нам важно было, чтобы духовные психотехники, которые работали на людей тысячелетиями, они приобрели вот научное лицо. И это научное лицо как раз мы обретали при помощи исследований и интегрировали психотехники, методы трансценгенции личности, трансценгенции сознания в, ну, я бы сказал, русло психотерапии и академической практической психологии. Оба, конечно, внимания в конце 90-х годов мы уделяли исследованиям, исследованиям, имели нейрофизиологический и нейропсихологический характер. И, конечно, выдающая роль в проведении этих экспериментов принадлежит Юрию Аркадьевичу Бубееву. И я могу сказать, что все-таки физиология, нейрофизиология дыхания, нейропсихология дыхания, основные исследования, они были все-таки сделаны в 90-е годы. И в том числе и холотропного дыхания, и многих-многих других техник. Свободного дыхания, ребефинга, байвешинга, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Были проведены многомерные и очень глубокие исследования до 99-го года. И можно сказать, что 90-е годы были основными в научно-емпирическом исследовании трансперсональной феноменологии и научно-экспериментальном исследовании нейропсихологии, психофизиологии и психологии, и ну так-то герменевтика в феноменологическом подходе самой феноменологии, вот трансперсональной особенно феноменологии, расширенных состояния сознания и других измененных состояниях сознания. Ну конечно в итоге многих-многих исследований, которые мы проводили методов трансценденции, было защищено на самом деле много очень кандидатской докторской диссертации и я могу сказать, что кто в 90-е годы начинал исследование там Сергей Стрекалов он защищал меня докторскую по психологии. Андрей Захаревич при поддержке моей тоже защитил тоже докторскую по психологии. Ну у него был научный руководитель Илья Павлович Волков и многие другие вот кто занимался дыхательными психотехниками, телесно-ориативными психотехниками, музыкотерапией, медитативными практиками, холотропным дыханием и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, но по большому исчету кто занимался практической в том числе и клинической психотерапией, они получили вот через науку исследования измененного настоящее сознание и психотехнологии ну кандидатской докторской диссертации и находили признание в научных кругах. И я считаю, что это чрезвычайно важно. Почему? Потому что нормальная адаптация любой психотехники, любого практического метода происходит все-таки через исследования. И я помню проблему, которая была у нас в начале 90-х годов, почему мы занялись, например, исследованием холотропного дыхания и реберфинга и других психотехник. Во-первых, нам важно было, не вредить ли дыхание личности. Нам было важно сперва понять, насколько они работают позитивно, насколько они помогают не только личности и групповая динамика. Нам важно было соблюдать экологию психотехники. И доказательная психотехника была достаточно глубокой. И по этой причине я считаю, что все-таки работа, которую мы привели, она была хороша. Конечно, продуктом этих исследований еще было и то, что было издано много монографий, была создана достаточно большая школа интегративной психологии, которая относится к трансперсональному проекту не просто с уважением, но интегративная психология является школой, куда трансперсональное мышление и трансперсональное ведение реальности является основной. ко мне звонит очень интенсивно Виктор Петрянко. Я так думаю, он хочет спросить, выступая или нет. Извините, буквально секунду. И в конце концов, в конце концов, когда мы исследовали многие аспекты психотехнологии, трансперсональные психотехнологии, они показали не только экологичность, но и, я бы сказал, очень высокую эффективность. психотехнологии. самое важное, конечно, что есть в этих психотехнологиях, на мой взгляд, это возможность повысить интегративные способности личности. Это чрезвычайно важный момент. И, на мой взгляд, самое важное, это раскрыть человеческую потенциальность. Ну, во-первых, витальную потенциальность, то есть человек раскрывает свою жизненную энергию. Во-вторых, он становится более эмоционально лобильным и более открытым эмоционально. Третий аспект, чрезвычайно важный для меня, это все-таки высвобождение тела, гибкости тела. И чрезвычайно важный аспект еще, для меня это основной аспект, почему, потому что я занимаюсь творчеством, это индукция так называемых потоковых творческих состоянных сознаний. И вот эти компоненты, я считаю, чрезвычайно важными и они являются продуктами и возможностями, ресурсами трансперсональных психотехнологий. И я, конечно, глубоко благодарен, я благодарен чрезвычайно Станиславу, Грофу за то, что он смог сформировать такую модель расширенных фотографий бессознательного, глобальную модель. И я бы все-таки отметил, что Гроф опирался не на интуицию, Гроф хороший картизианский ученый. И так-то, извините меня, вся феноменология трансперсонального, она была сформирована, она была изучена при помощи лабораторных методов с хорошим феноменологическим писаниям. И в его трудах содержатся, я бы сказал, очень точные лабораторные эксперименты. таким образом, ну, конечно, при помощи ЛСД-25, но сами эксперименты были проведены в соответствии всеми требованиями картизианской науки. И я бы сказал, вот трансперсональный проект Станислава Грофа, он родился из науки, из научного метода. И интуиция, конечно, может быть, была важна, но важна все-таки, я бы сказал, рационально проанализированная эмпирика, на чем опирается вообще подход Стана Грофа. И Грофа я знаю очень давно, имел с ним много бесед, вот, и я в первую очередь, вот, но поклоняюсь Стану Грофу, как выдающимся как-то гению 20-го столетия в психологии, и для меня гения в 20-ом столетии, а мне есть откуда оглядываться. Всего трое, это Зигмунд Стрей, Карл Густав Юнг и Стэн Гроф. И Гроф исполняется 90 лет, это хорошая дата, очень приятная, я точно знаю, что Гроф еще в силе, и в творческой, и в энергии, и в ясном сознании. И в конце своего доклада я просто хочу сказать, Стэн, я тебя очень люблю, уважаю до глубины дыши, и я тебя считаю великим, гениальным ученым в психологии, и хочется пожелать богатство, здоровье и счастье у меня всегда есть приморки, но хочется пожелать, чтобы красота и ясность ума, творческий потенциал сопровождали Стэн Грофа еще не одно десятилетие. Почему? Потому что гениальные люди должны жить долго. Всем огромное спасибо. Если у вас есть вопросы, я отвечу. У меня огромное количество материала. Тема, которая была затронута, она если заглубиться в любую точку, она занимает многие-многие десятки часов лекций. И я сделал просто очень конспективный, очень поверхностный обзор. Владимир Васильевич, большое спасибо. У меня еще есть вопрос к тебе. У меня к тебе есть вопрос. Много специалистов, молодых ученых, студентов интересуются перспективами научного роста в транспорциональной области. У нас в ассоциации в основном это ты, профессор Бубеев и член-корреспондент Виктор Петренко ведут эти научные линии. Не можешь подробнее рассказать, какие возможности у тебя в Международной Академии диссертационных таких проектов и в Ярославском государственном университете, чтобы сориентировать наших слушателей? Так-то направлений очень много, но вот я думаю в следующем году по медитациям завершать свои исследования Наркевича. У нас есть исследования, которые продолжаются по музыкотерапии, по телесной терапии, по арт-терапии, по групповой динамике, в интенсивных интегративных технологиях. То есть у нас много очень тем, которые раскрываются. И что касается делания карьеры, то есть защиты кандидатских и докторских диссертаций, диссертаций. Я думаю, что с осени будет некоторый перерыв, потому что будут как бы все советы закрываться, открываться по новым номенклатурам. Но это продолжится, я думаю, месяца 3-4. а так у нас все работает. Хотите вы получить магистрскую степень в университете, но только на нашу кафедру 29 мест государственных поступайте. Но с аспирантурой стало тяжелее, потому что нам дают мало мест. В этом году насколько я знаю всего 2 места. У нас 5 кафедр, мы делим. Но если у вас будет высокая мотивация, то есть я могу пробить бесплатную аспирантуру для кого-то, если высокая мотивация. А так платная аспирантура тоже форма такая существует. Существует соискательство. Работает нормальный докторский совет по 3-м специалиста по 05-й специальности, 03-м по 07-м то есть педпсихология, социальная психология и организационная психология. И многие аспекты, в том числе трансперсональные движения, они хорошо вписываются и 07-ю специальность, и 05-ю специальность. Ну конечно по трансперсональной психологии у нас еще нет научной специальности, ну это уже так сказать наверное время перспективы, дело перспективы. А так я могу сказать, что реализовать свои претензии, свои желания, в том числе научных исследований в трансперсональном движении, трансперсональных феноменах вполне возможно. и в конце концов я в этом году мне 25 лет как профессор. Так-то я начинал и так-то я наверное все-таки вместе с Володей Майковым являюсь одним из патриархов уже трансперсонального движения. Володя, есть еще один вопрос конкретный от Ирины в зубе спрашивает, встречались ли в вашей практике исследования о влиянии благодарности на сознание? То есть как наша способность, практика благодарности влияет на наше сознание? Такой вопрос научное подтверждение духовных традиций, наверное. Вы так-то должны понимать очень хорошо, что влияние на обучение положительного подкрепления были сделаны в 30-е годы еще в русле биокеризма. Хорошее очень исследование. Это насчет благодарности. Те или иные аспекты, каким образом влияет благодарность на психическое состояние и темы уже исследованы. Более того, они стали законами обучения, законами отношений. Но вам наверное все кажется, какая-то фантазия в вашей голове возникает и вы думаете бы хорошая научная тема, Поройтесь. О чем она? В каком месте были приходить? К кого мы приглашаем? Это великолепное место. Я недавно, месяц назад, там провел международный конгресс психологии 21-го столетия. Несмотря на пандемию, мы собрали 100 человек. Заочного принимало участие 350 человек. И прекрасное место – это само здание 100 с лишним лет. Такое хорошее гнездо, я бы сказал, старинное, богатое. Как называется? Диевогородище в Ярославле, на берегу Волги. Рядом с церковью, там великолепная Волга, великолепное пространство, очень комфортабельные, как говорят, приличные условия, хороший зал. Ну и так-то к нам относится с любовью. Это тоже важно. Тема конференции. Давай напомним нашим слушателям. Это российская трансперсональная психология. 20 лет развития. Да, вот, то есть мы подводим итоги. Нет, 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 все-таки 30 лет развития. А 30, мы выберем всю историю. Да, конечно, да. Потому что трансперсональный проект, он возник, ну, в некотором смысле, в сумерках богов. Было время, когда потерялись, ну, так-то базовые ценности. Их приходилось людям добывать самостоятельно. И я могу сказать, что они все еще, этот поиск еще идет, поиск основ. И в этом поиск основ как раз трансперсональный проект играет, я считаю, главную роль. Вот, и, конечно, конечно, я туда приглашаю, ну, с одной стороны, конечно, ученых, вот, которые имеют исследования по трансперсональному проекту. С другой стороны, визионеров, которые имеют опыт исследования трансперсональные. Ну, и с третьей стороны, это организаторов, вот, людей, которые занимаются инициацией трансперсональной технологии и лидеров трансперсонального проекта. Ну, и еще просто, Львовка, знаешь. Давай немножко расскажем о программе конференции. Видите, 1 октября, пятницу, у нас будет семинар, однодневный семинар по холотропному дыханию. Да, это очень… На этом событии, вот, на конференции, посвященной 19-летию Станислава Грохова, это втройне приятно объявить. То есть мы начинаем по доброй традиции большую ежегодную всероссийскую конференцию, которая итоговая с дня холотропного дыхания, да, с опыта путешествия в глубинах души. И затем какая у нас структура конференции, какие главные темы? Ну, дальше, дальше, как бы, вот, вечером будет организационное собрание, я думаю, это будет одновременно интеграция холотропного опыта, вот, это начнется в 8 вечера. Вести организационное собрание буду я с Володей Майковым, вот, и мы раскроем, так сказать, вот эту программу. Почему? Потому что сама программа, вот, проведение конференции, она до конца уточняется только, вот, к вечеру, там приезжают новые люди с новыми предложениями и так далее, и так далее. И в следующий день в 10 утра, значит, у нас будет пленарное заседание, ну, как принято на конференциях, вот, и будут выступать, ну, ведущие трансперсонологи, вот, в России, вот, я думаю, что выступит Володя Майков, Викарь Петренко будут выступать, Юра Бубеев, то есть, ну, еще вот кто заявлен? Все члены предвидимой ассоциации, Евгений Пустошкин, Герман Карельский, Екатерина Юрьевна Худобина, все-все-все наши лидеры, которые много лет развивают, продвигают. Да, 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 я с удовольствием послушаю Германова Карельского, вот, давно его не слушал, научные доклады. Да, замечательно. Вот еще парочка вопросов есть, значит, нас спрашивают, а в Казани будет конференция? Мы планировали конференцию прошлого года в Казани, но в силу эпидемии ковида сделали ее онлайн. Но в Казани конференция будет, я вот пользуясь случаем тоже вам скажу, это будет глобальный трансперсональный конгресс. Дело в том, что весной, в феврале 2022 года в Казани будет происходить президиум Европейской трансперсональной ассоциации. Я же член этого президиума, и затем мы проведем однодневный международный трансперсональный конгресс в Казани, посвященный очень-очень интересным темам. Сейчас работаем над программой. И, конечно же, я очень надеюсь, что на этот конгресс сможешь и ты, Володь, приехать тоже, на один денечек в Казани. Ну, я с УВАСем, самое главное, чтобы была дырка. Заранее, да, конечно, все сделаем. Скоро вот мы сейчас дорабатываем в Европейской трансперсональной ассоциации и вывешим объявление. И, Володь, у тебя еще к тебе вопрос, как попасть к тебе на соискательство, как связаться. Ну, на сайте Владимира Васильевича Козлова, посмотрите, вот на программе, в программе конференции на сайте, кликните на Владимира Васильевича Козлов, там его сайт, zdfizkozlov.ru, там все контактные данные, как связаться, и договоритесь, пожалуйста. Нет, ну, вот вы мне напишите, просто напишите письмо на электронную почту, и я всегда отвечаю. Замечательно. Мы все решим. Есть еще вопрос, встречались ли вы с исследованиями осознанных сновидений и их влияние на психику человека? Давайте последний вопрос. Ну, вот это, что касается осознанных сновидений, была огромная плеяда исследований в 90-е годы, и были очень хорошие технологии использования осознанных сновидений. К большому сожалению, вот многие исследования, они не потеряли актуальность, просто на все методы есть какая-то мода, вот, и в некотором отношении, вот, мода использования осознанных сновидений, она вот прошла. Да, но исследования, конечно, проводились, да, вот, и вообще сомнология – это очень любопытная и очень интересная наука. Громадное спасибо, Владимир Васильевич. Прекрасного лета, удивительных новых духовных путешествий, ждем следующих книг. Я знаю, что лето не проходит бесследно, и всегда есть новые книги, основанные на новых поисках, разработках, впечатлениях. Ну, и до скорой встречи в октябре в Ярославле, в Деевом Городичи, на нашей конференции. Большое спасибо всем, и большое спасибо, Владимир. Большое спасибо. Всех благ. Хорошего дня. Всего доброго. Наш следующий выступающий известнейший российский психолог, доктор психологических наук, профессор Московского государственного университета, член-корреспондент Академии наук России Виктор Федорович Петренко. Виктор Федорович автор многих пионерских работ, широко известны его учебники и книги по психосемантике, по многомерности человеческого сознания, работы по медитации, по квантовому сознанию, по арт-терапии, по трансперсональным измерениям творчества. Виктор Федорович член президиума Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. То есть он твердо стоит в области педагогики психологической, в области самой-самой передовой большой науки, где он заложил новые направления, и в области передовых трансперсональных исследований. Виктор Федорович, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Не слышно, Виктор Федорович, не слышно. Смотрите, вам в левом углу нужно выбрать просто другой микрофон. Виктор Федорович, сможете сейчас настроить зум? Не работает, не слышно звук. Попросите, может быть, помочь. Сейчас с ним свяжусь. Техническая пауза, не беспокойтесь, сейчас мы решим этот вопрос и продолжим исследование. У нас была удивительная поездка с Виктором Федоровичем в США в 2010 году. Мы проехались по самым важным центрам трансперсональной психологии, встречались с Таниславом Грохом и с преподавательским составом института трансперсональной психологии. Мы посетили институт СЛН. Меня неправильно прислали. Все замечательно. Слышно? Слышно, Виктор Федорович. Большое спасибо. Итак, Виктор Федорович Катренко, член-корреспондент Академии наук. Я рад, что мы собрались по поводу такого значимого события, как юбилей Гроха, одного из основателей трансперсональной психологии. У меня первая встреча с Грохом была в конце 80-х годов прошлого века. Мы с таким очень хорошим гипнотизером и психологом Владимиром Кучеренко подрабатывали в 17-й наркологической больнице. Я был уже профессором университета, но тем не менее заработок, как вы помните, если кто помнит, конец 80-х, начало 90-х. Это были тяжелые в плане экономики годы, но активные в плане творчества. Вот мы подрабатывали в наркологической больнице и лечили с помощью гипноза от алкоголизма. Это была разработанная техника, в первую очередь Кучеренко, когда активно использовался гипноз и в позитивных переживаниях. Потому что если просто выработать страх к алкоголизму, то человек будет там, не знаю, в зависимости от уровня своего интеллекта, там, нюхать клей или там пить какую-нибудь гадость. То есть, вернее так, страх перед алкоголем будет, а перед другими сублимантами не будет. Вот. И давали много позитивных переживаний наряду со страхом алкоголя. Страх был сильный, например. Там дается в гипнозе образ разлагающего собственного тела, которое мерзко пахнет алкоголем. Но много было позитивных переживаний, когда человек, как демон, летал над землей, созерцал горы, моря, чувствовал себя такой уникальной личностью, поднимался, повышалась самооценка. И в частности, для того, чтобы проследить, как меняются картины мира, как меняются внутренние психические состояния, мы использовали построение многомерных семантических пространств, словопсихсемантика, идущих от Озгода и Келли. И вот после 10 сеансов гипнотерапии, когда пациенты переживали и мучительные образы, связанные с алкоголем, и очень позитивные переживания, связанные с полетом в космос, купанием в волнах эфира и так далее, делали замеры. До гипнотерапии, после 10 сеансов гипнотерапии. Пациенты отвечали на множество суждений, связанных со здоровьем, с тревожностью. Отвечали с позиции «я такой, какой я есть». Так называемые ролевые позиции у Келли. «Я в будущем», «Я в мечтах». И давались множество других ролевых позиций, типа несчастный, больной человек, преуспевающий, бизнесмен, духовный человек и так далее. То есть с позиции этих ролевых позиций надо было отвечать на множество суждений. Проводился затем факторный анализ, строилось семантическое пространство. И мы прослеживали, как соединяли точки до гипнотерапии и после 10 сеансов гипнотерапии. Получались вектора в семантическом пространстве. То есть они характеризовали сдвиг картины мира, сдвиг самоощущения, образы себя вот в этом многомерном пространстве. Эти работы опубликованы, вы можете посмотреть. Важно было подчеркнуть, что в результате гипнотерапии происходит изменение квинтативных значений, то есть позиции вот этих ролевых позиций в семантическом пространстве. То есть не просто как бронанское движение, кто куда, а как бы все эти точки закономерно трансформировались, двигались в более позитивную сторону по фактору оценки, увеличивалась потребность внутренней изменчивости. Люди часто после гипнотерапии кардинально меняли свой стиль жизни и так далее. Или другие факторы. Сейчас разбирать не буду. Вот такая, то есть на лицо были так называемые афинные преобразования, связанные со сжатием, расширением семантических пространств. То есть под влиянием гипнотерапии, под влиянием тех эмоций, пережитых человеком, менялась значительно картина мира. Собственно, Келли и изобрел эту технику репертуарных решеток для того, чтобы прослеживать, как в фоне психотерапии меняется картина мира, картина личности пациентов. Но мы несколько усовершенствовали эту методику и использовали ее для исследования динамики психических состояний при гипнотерапии. Вот, и это я не помню четко какой был год, конец 80-х. У нас было типа кружка гипнологов, где обсуждались разные интересные вещи. И туда был приглашен, я впервые видел Грофа, который провел с нами, со всеми как раз гипнотизерами, сеанс холотропного дыхания. Ну, я тогда знал только то, что Гроф, ну, выдающийся психотерапевт, что он работал раньше с ЛСД терапией, а потом, так сказать, когда ее запретили ЛСД в Штатах, он использовал технику во многом взятую, во многом, я считаю, взятую из различных индуистских практик, связанных с дыханием. И вот мы лежали на полу, Гроф колдовал над нами, звучала хорошая музыка. Я был в таком промежуточном состоянии, не погружался полностью, а еще и находился в позиции, то есть я осознавал, что я нахожусь на сеансе. В то же время такое несколько измененное состояние сознания, которое, тем не менее, позволило мне и наблюдать за окружающими. И вот каждый реагировал по-своему, то есть в ответ на холотропное интенсивное дыхание и очень такую приятную, интересную, трансцендентальную музыку. Кто-то проявлял агрессию и бил там силы, разбивая чуть ли не в кровь кулаки. Поэтому понятно, что в холотропном дыхании используется ситр, который должен как-то ограничить человека, чтобы он не принес вред самому себе. Кто-то испытывал организмические переживания, сексуальное возбуждение. Кто-то, вот я, например, когда второй раз проходил холотропное дыхание, я просто видел космос, во всем увеличении слезы текли по щекам. Просто было очень такое глубокое духовное включение интеграции с миром. То есть каждый в каком-то плане получает по потребности, что ли, по доминирующему состоянию, кому-то надо поплакать. После холотропного дыхания всегда наступает какое-то очень такое спокойное, созерцательное, по крайней мере, у меня. Я смогу судить по окружающим. То есть мне показалась техника очень интересной. И я потом уже в жизни неоднократно сталкивался уже и с Грофом, в смысле с холотропным дыханием. Когда мы с Володей Майковым находились в Калифорнии, посетили 7-8 институтов транспорциональной психологии. В основном в Калифорнии состоят в Калифорнии. И здесь холотропное дыхание, мне кажется, такая техника одна из фактических техник медитации. Посмотрите, практически в любой культуре есть сходные медитативные техники. Например, начну с афонской медитации. На афоне используется у православных монахов, когда одна и та же молитва читается многократно. И в конце концов, как вы знаете, если выполнять какое-то действие много раз, то оно перестает и осознаваться, и ощущаться. Если очень много раз произносишь одну и ту же мантру, вспомним молитвенные барабаны у буддистов, когда созерцаешь одну и ту же мантру, повторяя ее внутри себя, происходит остановка вербального сознания, идет мощная визуализация. Я впервые с этим столкнулся, когда несколько часов плясал вместе с кришнаитами под заунывную музыку, повторяя одни и те же фразы. И рано или поздно приходит состояние, как бы отключается вербальное сознание, и вдруг ты видишь множество ярких образов. В некоторых ситуациях это может быть похоже на какой-то фильм, фильм-притчу, которая повествует тебе о чем-то очень важном, значимом для тебя. Когда я говорю про афонских монахов, это повторение одной и той же молитвы, молитвы благодарности Иисусу Христу, и монахи входят в своеобразную транс. Я, правда, не был на Афоне, я это не наблюдал, но он наблюдал, например, вот в интересном варианте, и сам это испытывал. Когда мы были с Володей Майковым в Калифорнии, посещали трансперциональные институты, мы познакомились с удивительным человеком Робертом Фрейджером, и он нас пригласил на ЗИКах. Робер Фрейджер – уникальный человек, он одновременно, он одно время был директором института трансперциональной психологии, он профессор, ученый, и одновременно он суфистий шейф. Да, он еще мастер по айкидо, у него считают престижным заниматься айкидо, ну, известные, популярные деятели в Штатах, актеры, какие-нибудь там политические деятели. Вот, и он нас пригласил на ЗИКР. ЗИКР – это такой ритуальный танец. Вот чеченцы перед какими-то боевыми действиями танцевали с ЗИКР – «Мужчины становятся в круг», ритмическая музыка, там барабан работает, какие-то еще, так сказать, восточные инструменты. Ну, вот я рассказываю, как мы с Володей Майковым посетили Фрейджера. Я думал, что это просто, так сказать, какой-то, ну, форма, ну, не выпендрежа, но игры в суфизм. Ну, вот мы пришли, большое приземнистое здание, сидели на коврах. Вначале, так сказать, был какой-то, типа, завтрак или обед. Потом Фрейджер, Фрейджер поженил несколько арабов, негров, ну, то есть мусульман в Северной Африке. После этого ковры задвигали в сторону, женщины выстроились в такой подпевать мелодии. Музыканты с восточными инструментами начали исполнять такие ритмические, повторяющиеся мелодии. А мужчины встали в круг, большой круг. Так, между мной и Володей Майковым стали два здоровых чернокожих, американца, потому что сам к себе зыкр требует больших физических усилий, чтобы мы не свалились. Фрейджер стал в круг. И началось это действие. Мы, как бы, так сказать, двигались ритмически, танцевали. И он музыкой задавал ритм дыхания. Через некоторое время мы вошли в хороший такой глуботе транс. Это вот похоже, фактически, зыкр, похоже на холотропное дыхание, только в другой культуре, другими немножко средствами. Точно так же, например, можно эту парадигму увидеть, например, там у евреев, молящихся у стены плач. Они раскачиваются, и тем самым, так сказать, и ритм дыхания задается. Повторяя какие-то строчные торы, они входят тоже в трансовое состояние. То есть это можно увидеть и в православии, в афоне, и в исламе. В первую очередь в суфийском. Возьмем дервиши. Я в свое время застал еще в Бухаре в 80-х годах живые дервиши, которые, так сказать, крутились по кругу, впадали в транс, падали и испытывали какие-то, так сказать, значимые для них видения. Я так перечислил и в индуизм, буддизм, в первую очередь, с молитвенными барабанами, и в иудаизм. То есть практически любая религия использует сходные техники. и просто ценность работ Грофа, в частности, что он как-то, ну, осознанно прописал и пропагандировал эти методы. Мы потом уже встречались и с Грофом. Ну, я больше не общался, у меня большое впечатление произвел Фрейджер. И я всем очень советую почитать книжку Фрейджер Фейдеман «Психология личности». По-моему, это лучшая книга по психологии на русском языке. И вообще человек Фрейджер очень яркий, необычный. Гроф тоже, так сказать, очень яркая личность. Юбилей его мы отмечаем. Мне кажется, Гроф чуть менее доступен. Второй раз мы с... Хотя он очень внимательен и умеет как-то так духовно общаться с людьми, которые с ним входят в контакт. Второй раз мне посчастливилось общаться с Грофом. Ну, это в Калифорнии. Ну, более официально. И третий раз мы с Володей Майковым были на даче Сагалаева. Роскошная дача. Это один из лидеров массовой коммуникации 90-х годов. И было всего несколько человек. И тоже Гроф провел сеанс трансперциональной психологии. Ой, сеанс холотропного дыхания. Тоже была очень такая для меня значимое личностное переживание. Кстати, вот если говорить о холотропном дыхании, вот Володя Козлов, Владимир Васильевич Козлов, я и Володю Майкову называю по имени Козлова, по имени извините меня, если к таким мэтрам я обращаюсь просто дружески. Вот один из учеников Володи Козлова, я не успел связаться, вспомнить, Володя Козлов может быть поможет за такой очень крупный, очень крупный, очень высокий человек, один из его учеников. Он с помощью уголотропного дыхания использовал такую методику зоопарка, он назвал, когда все входили в измененные состояния сознания и должны были пережить идентификацию с каким-то животным и потом рассказать, каким животным он был. Все мы потом сидели в небольших кружках и обсуждали, кто кем был. Я вот помню, одна девочка, она видела себя в образе тенгуру. Ну, такая симпатичная, милая девочка, в нормальном состоянии, я бы не увидел в ней тенгуру, просто девочка. Но она прижалась к стенке и боялась, она как там описывала, что она боялась, что она прыгнет и пробьет другую стенку. То есть идентификация с тенгуру. Другая девочка переживала себя обезьянкой. И когда мы обсуждали этого, я видел, что она действительно обезьянка. Хотя, опять же, симпатичная просто девочка, но она себя такой ощущала. Интересно, я почему-то не отождествился ни с каким зверем и видел себя в образе китайца в традиционной одежде с шапочкой, с помпоном. И почему-то я ввел везду на цепочке или на веревке большой за собой дракона. Но дракон был такой сказочный дракон. Моя форма идентификация. Кстати, если говорить об идентификации, вот Володя Кочеренко использует иногда, чтобы поднять энергетику у пациентов, используя в гипнозе идентификацию с каким-нибудь животным. То есть, например, с мощным тигром. я сам однажды был тигром. И я чувствовал, как у тигра другое межзвозное расстояние. Я прям чувствовал, как мой череп раздвигается и смещаются глазницы. Острое переживание. Вот идентификация с животными очень забавна. Одной невротической даме, которая себя очень неуверенно чувствовала в своей ферме, когда ей был внушен образ тигра, у нее закрепилось. То есть, входя в свой офис, она всегда ощущала себя тигрицей, и, соответственно, вела себя так. Но пришла жаловаться, что при этом она все время чувствует, как стучит ее хвост о пол. Это пришлось снимать. Кстати, интересно, невротики ощущают свою мощь, свою силу, какой-то драйв с инвестикацией с мощным хищным животным. Но все равно какие-то невротические реакции проявляются. То есть, человек увидит себя мощным хищником, но при этом с какой-то больной лапой, с проплешиной, на шкуре, и так далее. Вообще, невротики забавные вещи. Если он будет кататься на горных лыжах, где-то, так сказать, в воображении с гор, то обязательно врежется в дерево и так далее. То есть, если дадут какое-то приятное переживание, появится какой-нибудь нехороший человек, который отнимет какую-то ценную вещь и так далее. То есть, невротизм все равно в гипнотической реальности проявляется. Но это немножко в сторону. Виктор Федорович, Станислав и Бригитта Гров уже здесь на конференции. И мы можем все вместе поприветствовать их и поблагодарить за их колоссальный вклад в развитие наших знаний о человеке. Громадное спасибо вам за ваше сообщение, за доклады и, конечно же, за поддержку всемирную трансперсонального движения в нашей стране. И я хотел бы показать просто парочку фотографий, связанных с визитом Станислава и Бригитты Гров в Московский государственный университет. Это, кстати, встреча с художниками и учеными. Сейчас я пролистаю. Да, вот как раз это декан факультета психологии Станислав Гров идет на свою лекцию. А это как раз выступление Станислава Грова на факультете психологии Московского государственного университета. Слева мы видим Майкла Мерфи, директора института СЛН. Сейчас еще несколько фотографий. Это выступление в Институте философии Станислава Грова. Это встреча с известными очень людьми российскими политиками, учеными. Сейчас одну минуточку еще до встречи с художниками. Эдуард Сагалаев. Это 70-летие Станислава Грова, который мы праздновали в Москве и Финифц, ребенок в капусте, который мы тогда ему подарили. А это как раз замечательная фотография, изображающая вручение диплома почетного профессора Московского государственного университета, декан факультета психологии профессора Динченко вручает этот диплом. Спасибо, Виктор Федорович. Вот мы немножко вспомнили нашу общую историю. И я рад приветствовать Станислава и Бригитту Гров, которые с нами. I am very grateful to greet Станислав and Бригитта Гров with us at this conference. Welcome. Hello, everybody. We welcome to this wonderful conference. We would like to thank very much Володя Майков. His team, his commando, as he says. I have been in the past into many international conferences and I can imagine how much energy, how much time, how much love it took to create this conference even with computers. I have been on many international conferences and I can imagine how much energy, how much time and how much love it takes to create such conference which is happening with computers. Before we say anything, I would like to say something very important. Two things. Two and a half years ago I had a stroke. I don't have paralysis. I don't problem with my mind but it really damaged very much my thinking. My speech. My speech. Not thinking. My speech. is good. Now you have many seen me in the past. I have been quite a few times in Russia in different places in conferences in breastworks and so on but you probably know that well this wonderful lady on my side. This is my new wife. We have known each other many years in this lifetime about 35 years and we have seen it in some of my past experiences. in this life we met each other in Germany at conference and then in Switzerland and from there he went to SLN and you were once year there. and this was when she was in SLN И в это время мы проводили очень много самых разных семинаров. Там были дыхательные семинары в один день. Там были такие курсы на один месяц, и Бригитт была на всех этих мероприятиях. Она училась этой технике еще до того, как, собственно, у нас появилась такая вещь, которая называется тренингом. Она была участником, она была в команде самой ранней версии GTT, и вместе с Ингой Ясццем они создали GTT в Германии. Теперь мы в личном союзе уже шесть лет, мы вступили в брак пять лет тому назад. С тех времен, с того момента мы путешествовали по всему свету, мы были в Южной Америке, мы два раза были в Китае. И затем мы, что важно, мы создали вот этот новый тренинг, тренинг наследия Грофа, в создании которого у Владимира Майкова длинная доля участия. И я надеюсь, что вы полюбите ее так, как люблю ее я. Спасибо. 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 Спасибо большое, Владимир, за вот эти фотографии. И это вызвало, вернуло меня в чудесные воспоминания, я же раз в восемь приезжал в Россию, да? И также он упомянул, что вспоминает меня, вашего покорного слугу переводчика Максима, и Виктора. И он вспомнил этот чудесный опыт с динозавром. Я надеюсь, что на следующий раз я буду говорить русский. Кстати, вчера Максим мне написал, что в английском, о чаванском, и я спросил его, если у вас есть, если у вас есть, потому что он был в России, потому что он был в русском. Я говорю, что я бы хотел иметь, потому что я бы хотел сейчас работать, чтобы вернуть мои языки. И Стэн упомянул о том, что вчера, что он надеется, что в следующий раз он будет говорить с нами уже по-русски, и вчера я послал ему свою статью о транспорциональном подходе в шаманизме, к исследованию шаманизма по-английски, которую я перевел на английский. И Стэн попросил меня прислать на русском языке, потому что, говорит Стэн, я надеюсь возродить свою способность говорить на иностранных языках. И я очень рад, что на этот раз с нами Максим с его настолько совершенным английским языком, что приходится, говорит, радоваться, что мы его понимаем. Сейчас я смотрю на программы, это выглядит очень прекрасно. Я вспомнил, что некоторые друзья, коллеги, и я смотрю, что у вас есть дискуссионный панель с ГРАФ «Легаси» тренингом. Это наш русский панель. Да, это интересно. И Стэн говорит о том, что он посмотрел программу, его она очень порадовала, все выглядит очень чудесно. Он рад увидеть множество знакомых имен и то, что на круглом столе у нас будет дискуссия, посвященная GLT, тренинг «Наследие ГРАФа». И Володя Майкл подтвердил, да, что это будет круглый стол с командой GLT, с русской командой GLT. Да, и как я поняла, говорит, Бригитта, вы покажете еще и фильм «Путь психонавта», посвященный жизни и работе, Стэна. Да. Да, да. Да, да. Это хороший прививайец konnte拍anhчその фильм быть в этот директор, 6000 в США. Это первая страßen этого фильма сегодня вечером. And I had an interview with Susan, film director, two days ago, and so she explained how she worked on film, how a lot acquired from working on this film and what is kind of her vision, idea, and how it was encouraging, difficult in many ways, Stan told us creative ways to present Stan's life journey and discoveries. So I'm very happy. And also the book, the last Stan book, two volumes of The Way of Psychonaut will be published very soon. I am finishing editing of this book. А также скоро двухтомник последний, Stan Groff, Путь психонавта, будет опубликован в России. Я сейчас заканчиваю редактуру второго тома этой книги. Бригитта, and Stan, can you tell us what is the main focus of Groff Legacy training? What is the difference of this training from the old one? Я просил Бригитту рассказать о главном фокусе, о главном направлении нового тренинга наследия Гроффа и его отличие от старого транспорционального тренинга Гроффа. Я думаю, что он очень-очень сильно отличается, особенно в текущей версии. Потому что с GTT я не сотрудничаю, я там не появлялся, я полагаю, уже шесть лет. Now, in this new legacy, you know, we will work on the psychonaut, which I work for over two years or so. And I try to create everything that people can do when they go to holotropic states of consciousness. И тренинг базируется вот на этой книге, на которой я работал уже более двух лет, «Путь психонавта». И в тренинг я включил, по возможности, все опыты, которые могут возникать у людей, когда они проживают холотропные путешествия. You know, both having the experiences that people need when they have the experience themselves or when they run sessions with other people. Причем, как с обеих сторон, да, то есть когда люди проживают опыт как дышащие, то есть они, собственно, в сессии, и так же, как они, когда они в роли тех, кто помогают дышащим в сессии. Ну, я думаю, что это самое важное, и я думаю, что Бригитта может объяснить, что это финансовая часть, и я думаю, что это все... Я буду объяснить. Дальше я, наверное, предоставлю возможность объяснить Бригитту ту разницу, которая существует, она в том числе будет и в финансовой части, и вот дальше слово берет Бригитту. Ну, я хочу добавить про теоретическую часть тренинга, говорит Бригитта, что вот теоретическая основа стала гораздо шире по сравнению с предыдущим тренингом. Это тоже, я имею в виду, это открыто для всех, но мы также очень интересны, чтобы это тоже идти в академический мир, и в университет, и в профессионалы, и в докторах, и в психологах, чтобы изменять что-то в мире. И тренинг открыт для всех, он не требует дополнительного образования в участии, при этом мы, конечно же, очень хотим, чтобы в этот тренинг пришли люди. Ученые-исследователи из академического мира, люди, поддерживающие профессии, врачи, психологи, с тем, чтобы изменить что-то, создать разницу в этом мире. То есть, с одной стороны, он по-прежнему открыт для всех, и в то же самое время, он имеет куда более высокую академическую планку. Потому что это наша цель. Еще один аспект, как бы Стэн уже начал о нем говорить, он упомянул его. У нас другая организационная структура, чем это было в GTT. И название, как торговую марку, вот то, что мы переводим, как холотропное дыхание, или практика холотропного дыхания по-английски, это холотропик breathwork. Как торговая марка, повторюсь, Стэн передал семисту Спарксов, что тут они приглянулись и сказали ошибка. Стэн сказал большая ошибка. Да, я думаю, как там было, когда они были новыми, когда они были опытные, когда они были опытными, то это было здесь. Это был ваш idea? И они были, которые были опытные, которые были опытными, то есть и опытные. Идея была в том, исходная идея, говорит Стэн, была в том, чтобы по мере того, как люди будут готовы, тренинги холотропного дыхания появились бы в каждой стране, чтобы они распространялись, чтобы в каждой стране был свой формат. Это была изначальная идея. Да, сейчас это превратилось в высокодоходную семейную корпорацию, где человек может получить этот опыт, подтвердить свои знания, только если вы хотите. Если он пройдет тренинги в двух точках земного шара, или в Калифорнии, или в Испании. То есть в этом тренинге, говорит Бригит, мы воссоздаем и сохраняем. С тем, чтобы сохранить наследие Стэна, мы создаем новую марку со словом ГРОВ, но главная задача не в том, чтобы получить сверхприбыль с этого тренинга, с тем, чтобы мы не получаем верный прибыль с него. И мы создаем ГРОВ, как такую зонтичную организацию, то есть просто, чтобы люди всегда знали, что вот так Стэн хочет, чтобы распоряжались его наследием. И я помогаю ему создавать этот тренинг и защищать его, потому что я люблю Стэна, и я люблю его работу. И мы очень внимательно отобрали тех людей, которые будут, Бригит сказала, учителями, теми, кто будут вести эти тренинги в различных частях земного шара, с тем, чтобы передача наследия произошла, и это не про бизнес. То есть только люди, которые работают в тренинговой команде, они получают оплату за свой труд, но только они получают оплату за свой труд. Это очень интересно. Мы сейчас сейчас две команды в России. Это один мы увидим на панели, и тогда мы увидим Саша и Володя, Емельяненко в Ростов. Мы не видели их в этой официальной позиции, но мы все встретимся вместе в тренинге. Кроме того, очень радостная новость добавляет Стэн, что в русскоязычном пространстве есть две команды. Вот та, с которой вы увидите на круглом столе, и вторая из Ростова, Владимир и Саша Емельяненко. Мы не увидим их в этом официальном мероприятии, но они будут участвовать в тренинге. И Владимир говорит, Бригит, мы так счастливы и благодарны тебе. За то, что ты не только, как она сказала, с изяществом организовываешь эту работу и блестяще ведешь эти мероприятия, эти тренинги, работа уже началась, но и твой гений, который появился в организации перевода и издании «Пути психонавта». Спасибо тебе большое. А также, что мы используем в тренинге, и также используем архив, трансперсиональный архив, который ты создавал. Это просто потрясающе. И также, это потрясающе, да, вот тот архив, ту видеолетопись, которую ты создал, Гарри Стена, обращаясь к Володе Майкову, вот те фильмы о духовных практиках, видеоархив, посвященный сессиям холотропного дыхания, мы будем использовать это в тренинге, и это потрясающе. Спасибо вам огромное за то, что за ваше внимание, за ваш выбор участвовать в этой конференции, говорит Бригит. за то, что вы разделяете мою любовь и мою страсть и к этому человеку, и к его работе, и я надеюсь, что когда-нибудь мы увидимся лично. Надеюсь, к этому времени я что-то узнаю еще про русский язык, пока я только знаю тост на здоровье. Я думаю, это тоже интересно, что мы сейчас делаем, каждый месяц, уже месяц, уже месяц, это Юбиквити Университет, который показывает программы, которые были сделаны вместе с Сусаном, и они появятся все разные люди, которые вы увидите в фильме. Конечно, в фильме вы увидите несколько минут, где вы увидите несколько минут, где вы увидите, например, один и половина, два часа, и это будет от первого и первого года, на 1 сентябре, на мой 1, что будет в финале. финале 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 including светохер будет делать программу и пол, мой брат и пол, мой брат это гравц-помогание также Стэн упомянул Володь Помогай мне программу в университете университет Юбиквити, Джим Гаррисон серию программ это делает серия программ которую делает как раз Сьюзан режиссер фильма она участвует в них и там вы увидите очень многих людей грандиозный финал со словом финал они сражались вдвоем это будет конечно к первому июля вот эта серия как бы там будет финализовано и там будет очень много людей общая протяженность будет где-то порядка полтора часов получается да и там будет очень много людей которые появляются в фильме Сьюзан путь психонавта который мы увидим уже буквально ну когда сегодня вечером да Володь так еще раз еще раз еще раз и Максим спасибо за твои голос и спасибо за твои голос и спасибо за твои голос и Бригитта для вас всем приветствую всем मюста всем и вам спасибо за И я не знаю, если у них русский язык, которые хотели бы хотя бы в записи поучаствовать в этой конференции, и Владимир объясняет, что, конечно, основной язык русский, но передадим. Володя объясняет, что здесь 300 человек, будет отдельный канал, будем стримить. Но в фильме не будет. Also, I want to show a couple more pictures. This is Stan and Professor Vasily Nalimov, one of the great founders of transporter psychology in Russia. And here we see Stan Grof in Moscow in 1961. It's the first Stan visit to Moscow. After Moscow, he visited Leningrad, St. Petersburg, and reported about psychedelic therapy in Bechterev Institute. This is Stan and His Holiness Dalai Lama, and also Alex Gray portrait by Stan, and also Stan with Eduard Sagalai and Natalia Andreechinka, a very famous Russian actress, and different pieces from Stan visit. It's also kind of present from the psychological department of Moscow State University. Stan is an eternal member of this university. Stan and Eduard Sagalai, film director of Holotropic Breathwalk and the Mystery of Death. Another film about Stan, his life journey and his discoveries in Holotropic Breathwalk, we will see at night. So, Stan, Brigitte, thank you again very much for you being with us, for your great love journey, for your great discoveries you've shared with the world. So, we are so, so grateful, and we will celebrate distantly your 90th anniversary at July 1st. Yes. And we'll send you our love, our support, and our best, best wish for your prosperity, your long life, and new discoveries and new journeys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 трансперсональный тренинг ГРОФа много-много лет назад. И ведут трансперсональную психотерапию по самому широкому кругу вопросов. Они поделятся также своим опытом к нам. Также подключена уже Екатерина Юрьевна Худобина. Это вместе со мной Германом Карельским, член преподавательской команды трансперсональных программ в Московском институте психоанализа. И Катя, старейшина тоже трансперсонального обучения, свыше 20 лет она в этом поле и автор многих удивительных программ. Она ведет программы по трансперсональной семейной психотерапии, по интуиции, по творчеству, по генеративному коучингу, по трансперсональному энергии и порядок других замечательных дисциплин. К нам должен подключиться также член Президиума Ассоциации Марс Сары из Казани. А он был? Врач, трансперсональный психотерапевт. Я пока не вижу Марса. А он был, убежал? Был и убежал. Я обращаюсь к техническим специалистам. Пожалуйста, если видите Марс Сары, подключите его тоже видео, чтобы мы все были здесь. Итак, у нас сейчас круглый стол. Мы только что встретились со Станиславом и Бригиттой Гроф, и дело Грофа, его наследие продолжается. И общее название и тренинга Грофа во всем мире, и нашего круглого стола, и нашей конференции – это «Наследие Грофа». То есть мы исследуем различные аспекты и рассказываем об этом открытии Грофа. И фокус нашего круглого стола – это возможности необычных состояний сознания. Вот их гигантский потенциал, который можно использовать прежде всего в творчестве, в психотерапии, в развитии, в бизнесе, в коучинге. И участники круглого стола поделятся своим опытом в этой области. Ну, прежде всего, мы все знаем о том, что необычные состояния сознания известны человечеству с древнейших времен. И, конечно же, 40 тысяч лет назад они проявились в шаманизме. Шаманские техники экстаза – это выход в большой мир, во вселенную духов. И в этом мире шаман общается напрямую со всеми духами всех миров – нижнего, среднего, верхнего мира, устанавливая контакт, заключая союзы, используя ресурсы и помощь необъятной вселенной для человека. Прежде всего, для развития. И, по сути, в необычном состоянии сознания – это синоним нашего развития. Все новое приходит нам в форме необычных состояний сознания. Этого не было, и это возникло, это пришло. Наше развитие, наше расширение всегда проявляется в формате тоже необычных состояний сознания. Для того, чтобы познать новое, нужно выйти из биличьего колеса. Великий российский философ Мирав Константинович Мордашвили метафорически описал человеческую ситуацию слоганом «Всегда уже поздно». То есть всегда уже поздно думать о чем-то, потому что мы уже знаем, что это такое. И выскочить из этого можно только через экстаз, только через расширение, только через то, что называется трансом, необычными, измененными, расширенными, холотропными состояниями сознания. Поэтому все самое замечательное, известное, фундаментальное происходит при, конечно, заметной роли необычных состояний сознания. У нас наша команда и тренинга на следе Гроха, и команда преподавателей Московского института психоанализа, известные эксперты в этой области. И я попрошу сейчас вас поделиться своими открытиями, своей областью, своими рекомендациями. Кто из вас хочет начать, пожалуйста? Герман Карельский. Герман Карельский, кандидат философских, но, между прочим, Герман защитил диссертацию по транспарциональной эстетике в Московском университете и детально исследовал эстетические аспекты измененных связей с измененными состояниями сознания, связь красоты и фундаментальных положений эстетики с открытиями Гроха и главными школами транспарциональной психологии. Ну и Герман является мастером пилотропного дыхания, который знают все, наверное, на практике дыхания, который обладает колоссальным опытом в области транспарционального лечения зависимости, транспарциональной сексологии, транспарциональной телесно-ориентированной психотерапии и во многих других невероятных областях. Герман, пожалуйста. Еще раз приветствую всех. Володь, я как раз хотел дополнить. Ты начал перечислять, скажу так, мои работы в рамках транспарционального поля и сказал про мою диссертацию в МГУ «Эстетические особенности переживаний в измененных состояниях сознания». Я также хотел бы сказать, горжусь этим, что моя магистрство по психологии называлось так – «Холотропное дыхание как базовый метод коррекции личности опинилного хромана». То есть, как раз в своей деятельности на поприще транспарционального подхода в работе с зависимостями я использовал холотропное дыхание как системообразующий метод для профилактики и реабилитации наркозависимых. Но сейчас я хотел бы рассказать пару слов о некоторых основных пунктах, связанных с целительным потенциалом измененных в состоянии сознания. Я обычно об этом рассказываю на своих семинарах и тренингах, но в этот раз на более широкую аудиторию мне хотелось бы озвучить эти пункты. Итак, неважно, каким образом мы входим в расширенное состояние сознания, всегда мы попадаем в некое внутреннее пространство, которое одинаково картографируется. То есть, всегда мы проходим сенсорный барьер, всегда мы попадаем в пространство, которое можно условно разделить на три области. Области бессознательного – это биографическая область, перинатальная и трансперсональная. И когда мы совершаем подобное путешествие, когда мы получаем доступ к бессознательному, мы имеем возможность пережить, не рассуждать, а пережить. Вот это вот единство тканей ВСЕ – это пережить целостность реальности, получить некий опыт, где исчезают границы, где мы действительно можем пережить, что нет ни одного отдельно существующего от реальности объекта, что мы сами являемся частью целого, что реальность действительно голографична, где часть отражает целое, что реально действительно фрактальна, где в какую точку не войдешь, там будет все это разворачиваться до бесконечности. И мы сами являемся неотъемлемой частью вот этой целостной реальности, которая не хорошая, не плохая, не большая, не маленькая. В этой реальности нет границ. Эта реальность становится какой-либо только тогда, когда мы ее опишем в рамках функционала своего персонального редактора реальности. То есть как мы мир увидим, а так мы его и опишем, как мы его и опишем, так мы будем с ним срочно относиться. То есть один из важных пунктов, который как раз способствует раскрытию целительного потенциала, это переживание целостности или единства реальности, где мы имеем возможность выйти за пределы дуального мышления. А именно дуальное мышление, оно и порождает конфликт. Когда мы проводим в этой реальности какие-либо границы, картографируя реальность, у нас всегда возникают комплементарные пары категорий. То есть это взаимозависимые категории, но с противоположным знаком. Лево, право, верхний, низ, мужское, женское, активное, пассивное, человеческое, божественное, так, не так, плюс, минус, да, нет. То есть где появляются границы, там всегда будет плюс и минус, там всегда будет да и нет. А так как мы все-таки животные, как-никак, любое животное стремится в зону комфорта. И мы стремимся туда, где для нас есть область со знаком плюс, в свою зону комфорта. И так получается, что убегая от минуса, борясь с минусом, мы как бы отвергаем целую половину бытия. Но она является неотъемлемой частью нашей жизни. И реально действительно целостная и бесконечная. Описание, а мы, когда разделяем реальность на плюс и минус, мы, собственно, чем занимаемся? Описанием, картографированием. Вот описание или карта реальности – это не местность. Карта не является местностью. И здесь важно именно прожить и прочувствовать, что карта – это карта, карта – это описание, это некая модель, а местность – это местность. Это две разные вещи. То есть ярлык – не объект. Карта – не местность. Это что касается первого пункта. Второй пункт, связанный с целительным потенциалом. Это то, что какую бы мы категорию не рассматривали, не переживали в измененном состоянии сознания. То есть это неважно. Это состояние, это процесс, это некая идея. То, что угодно. То есть любую категорию мы можем рассмотреть с разных ракурсов. И мы таким образом расширяем пространство смыслов, связанное с исследуемой категорией. И чем больше смыслов, тем больше свобод соотношений с этой категорией. Ну, дальше уже наше личное дело, что с этими свободами делать. У нас всегда есть выбор – выбирать свободу или безопасность. Вот. Или то и другое. Так что в измененном состоянии сознания мы действительно можем абсолютно любую категорию, абсолютно любой исследуемый объект внутренней или внешней реальности, а это, в принципе, одно и то же, потому что вся внешняя реальность отражена в нашей внутрепсихической реальности, рассмотреть с разных углов, с разных ракурсов и получить более развернутое смысловое пространство. Третий пункт. Он связан с такой известной связкой. Это связка из трех категорий. Страх по телеконтролю, страх безумия и страх от смерти. Мы с вами живем в рациональном мире, и рациональный мир – это, собственно, мир, где мы имеем возможность в большей степени не переживать, а в большей степени рассуждать, картографировать, структурировать. И мы можем рассматривать рационализацию как некую защиту. И для рационального человека действительно страшно оказаться в расширенном состоянии сознания, потому что чем глубже транс, тем меньше наши когнитивные способности, тем в большей степени распадаются все категории. Там нет опоры. Там есть только самоосознавание, там есть некое свидетельствование о том, что происходит. Но на самой большой глубине мы можем попасть в некий диссертативный опыт, где непонятно, сколько прошло времени, кто я, в каком пространстве все это разворачивается, и вообще что, собственно, происходит. И сам факт того, что человек, позволяя себе роскошь и удовольствие, совершить некое путешествие в свое внутреннее пространство, все более глубоко уходя в измененное состояние сознания, получая все больший доступ к бессознательному материалу. Ну что ж, сам по себе этот факт уже на практике, минуя аналитику, выводит человека за пределы связки из этих трех страхов. То есть страх безумный, страх потери контроля и страх смерти. Там, где есть хотя бы один из этих страхов, там есть и все остальные. Поэтому это некая связка, это констелляция. И трансовые состояния, еще раз подчеркиваю, без аналитики, имеют возможность вывести нас как раз в состояние, где мы перестаем бояться глубины, где мы идем на телесный, на чувственный, эмоциональный опыт, даже если он очень интенсивный. И постепенно-постепенно мы осваиваем пространство нашей внутренней реальности и, познавая свою внутреннюю реальность, таким же образом познаем реальность внешнюю. Потому что, еще раз напомню, что внешняя реальность отражена в нашей психической реальности. Точно так же, как в нашей психической реальности отражен наш образ тела. Следующий пункт, связанный с целительным потенциалом, это то, что все, я осмелюсь такое сказать, все трансовые технологии работают, в принципе, одинаково. Что на момент процесса, ну, допустим, дыхательного процесса, или какого-нибудь особого телесного процесса, или депривационного процесса, или процесса управляемого стресса, или инициатического опыта. То есть, неважно, может быть, все, что угодно. Депривация, гипервентиляция, сконтирование, трансовые танцы, использование генераторов бинаральных ритмов, сексуальные практики, обжорство, голодовки, термические перегрузки. То есть, все, что я сейчас перечислил, это то, что дает нам возможность так или иначе получить доступ к бессознательному и войти в расширенное состояние сознания. И что получается? Что на момент подобного опыта, из нашего бессознательного, на уровень сознания, минуя интеллектуальное ожидание, поднимается подавленный или вытесанный материал и разряжается в виде спонтанно возникающего набора симптомов. И здесь нужно помнить, что симптом имеет в себе конденцию к исцелению. В симптоме есть потенция к исцелению. Наша задача – поддержать симптом в том канале, в котором он проявлен. Через симптом происходит разрядка внутреннего конфликта. А симптом может быть разным. Это может быть телесное напряжение. Это могут быть блоки, зажимы. Это может быть какой-то мощный эмоциональный процесс, чувство, эмоции. Это может быть симптоматика, связанная с искажением восприятия по всем каналам. Это может быть изменение мыслительного процесса, когда мы одновременно можем рассматривать как бы несколько пластов реальности и несколько пластов смыслов, и объединять все это. И симптоматика может быть с любой доминантой. Сейчас телесные доминанты, сейчас чувственные, эмоциональные. Сейчас мы делаем акцент на то, что у нас меняется восприятие в каком-либо из каналах. И вот эта вот живая динамика с различными доминантами, она присуща всем трансовым процессам. Мы никогда не можем знать, какой материал, в течение какого времени, в какой форме будет поднят из бессознательного на уровень сознания и разряжен в виде симптомов. Здесь задача, как раз позволив себе роскошь выйти из предела страха, потери, контроля, безумия и смерти, позволить себе разрядить все то, что организм сам предлагает для того, чтобы избавиться от внутренних напряжений. Любой симптом – это, по сути, разрядка напряжений. Любое напряжение, можно сказать, на уровне метафоры, это блокиратор свободы. Свобода – это потенция реализовывать свои истинные потребности, глубинные потребности. Поэтому чем больше у нас напряжения, тем меньше у нас свобод. Чем меньше у нас напряжение, тем шире диапазон восприятия по всем каналам, мы более чувственны, чувствительны, и тем в большей степени мы открыты миру. Меньше напряжений – больше диапазон восприятия, больше открытости реальности. И в этот момент, собственно, контекст страха меняется на контекст смелости и любви, безусловного принятия. То есть нужно еще иметь смелость, безусловно, принимать. И прежде всего самого себя со своими внутренними процессами. Так что, если коротко говорить о некоторых основных вешках или пунктах, связанных с зрительным потенциалом, то это как раз то, что я озвучил. А дальше все это применимо к самопознанию и применимо к терапии. И занимаясь самопознанием, занимаясь самоисследованием и трансформацией, мы по-любому получаем в качестве некого побочного явления, это терапевтический эффект. Или занимаясь терапией, мы всегда получаем, опять же, в кавычках, от неких побочных эффектов, это самоисследование и трансформация. Исследуя себя, мы себя исцеляем. Исцеляя себя, мы себя исследуем. Вопрос, для чего все это нужно? Очень просто для того, чтобы сделать свою жизнь более здоровой и более успешной. А успех, напомню, по определению, это достижение поставленной цели, с получением удовольствия от достигнутого. Ну что ж, я думаю, что на этом я могу остановиться. Володя, звук включи? Спасибо. Я благодарю тебя за твой рассказ. Как всегда, элегантный, точный, структурированный и объемный. С хорошей долей космического юмора. И последние слова, конечно, и фокус потрясающий. Я попрошу сейчас тогда продолжить наш круглый стол Екатерину Юрьевну Худобину, которая ведущая преподаватель наших всех транспарсональных программ в Московском институте психоанализа. Я напомню, у нас три программы. У нас есть годовая очная программа по транспарсональной психотерапии и консультированию. У нас есть онлайн-программа по транспарсональной психотерапии и консультированию. И обе эти программы являются частью вот этой большой международной программы тренинга «Наследие Грофа». Мы специально подстроили их так, чтобы они охватывали два модуля этой программы. И это очень важно, особенно для тех россиян, у которых нет высшего образования в области медицины или психологии, потому что вот эта программа, годовая программа, и полученный диплом о дополнительном образовании удостоверяет право успешно закончивших эту программу работать по специальности трансперсональная психотерапия. А если вы к тому же закончили программу тренинг «Наследие Грофа» и у вас есть международные квалификации, подтверждающие их диплом от Грофов, то тогда вы можете вести семинары по холотропному дыханию, применять его во всех областях жизни, но также использовать полноправно и творчески развивать вот все возможности, которые нам предоставляет необычное состояние сознания. Екатерина Юрьевна – кандидат психологических наук с колоссальным опытом преподавания. Я помню, 20 лет назад, Катя, когда ты заведовала кафедрой психологии в Ульяновском государственном университете. Это было 30 лет назад. Да-да-да, 30 лет, извини, пожалуйста. Вот, и Екатерина Юрьевна тогда активно участвовала в семинарах по холотропному дыханию. Катя – доцент, опытный преподаватель и, как я говорил, специалист во многих-многих областях. Катя, расскажи, пожалуйста, о своем поле. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Я вижу знакомые лица, знакомые фамилии. Приятно вас видеть. Я рада участвовать в этой конференции. Я человек образования и всегда была в образовании. Уходы вправо-влево в бизнес и в психотерапию были, но, тем не менее, образование меня всегда возвращало назад. И поэтому в трансперсональном проекте я вот с большим удовольствием занимаюсь образовательной частью этого проекта. И вот я заинтересована вместе с вами в том, чтобы подготовить как можно больше количества людей, хороших специалистов в области трансперсонального подхода, которые владеют разными методами, разными практиками трансперсональной психотерапии и консультирования. А сейчас еще и новая программа по коучингу. В холотропное дыхание я пришла в начале 90-х. И меня привело, как бы меня направил туда очень хороший психотерапевт, доктор, который сказал мне, что я должна обязательно это пройти. Вот я с большим интересом и любовью занимаюсь холотропным дыханием уже много лет. И моя любовь и интерес к холотропному дыханию сочетается с таким же большим интересом к нейролингвистическому программированию. Это возникло одновременно. И дальше я шла по двум линиям развития. И по линии изучения и углубления знаний по НЛП, и по линии холотропного дыхания, трансперсональной психологии. Совместить эти два направления сначала было очень сложно, потому что они вот с одной стороны имеют дело и то, и другое с измененными состояниями сознания, а с другой стороны по своей методологии и по методам достаточно сильно отличаются друг от друга. К тому же у НЛП есть не очень такая приятная теневая сторона, его частенько обвиняют в манипулятивности и в некорректном использовании. И вот для того, чтобы разобраться со всеми этими интересными вещами, я предприняла свое личное героическое путешествие в Калифорнию к истокам нейролингвистического программирования и к тем его основателям, которые мне духовно ближе всего. Это Джуди Делазье, это Роберт Дилтс и это Стив Геллиган, которые представлены, вот сейчас они представляют системное НЛП третьего поколения. И вот эта самая системная НЛП третьего поколения оказалась очень созвучна тем феноменам, тем процессам, которые происходят, когда мы практикуем холотропное дыхание или какие-то другие методы трансперсонального подхода. Совместить их мне удалось в курсах, которые мы начали читать сначала вместе с Владимиром, а потом присоединилось большое количество преподавателей. И вот эту крышу для подготовки трансперсональных психологов предоставил Московский институт психоанализа, с которым мы сотрудничаем уже больше десяти лет. И первоначально существовали разные формы, разные форматы подготовки, начиная от классического академического такого подхода к подготовке трансперсонального психолога, то есть там все были курсы по необходимым видам психологии, но с акцентом на трансперсональную психологию, и заканчивая вот тем форматом, к которому мы сейчас подошли. В этой работе моя скромная роль состоит в том, что я знакомлю студентов с базовыми практиками, с базовыми приемами трансперсонального подхода, и в частности с системным НЛП третьего поколения, вот это поколение Дилтсовска, Гиллигановская и Джудит де Лазье, с такими базовыми идеями трансперсонального подхода, их объединяют очень многие вещи, в частности то, что и тот, и другой подходы ориентированы на сущностный уровень человека, то есть образ человека представлен как многомерный, целостный, многогранный, многоуровневый и бесконечный, вот, и это раз. Во-вторых, и то, и другое имеет дело с глубинными энергетическими связями, которые резонируют с эмоциями других людей, и человек является частью целостной системы, вот этих резонирующих взаимосвязей. А кроме того, системный НЛП занимается также работой с архетипическими энергиями, с измененными состояниями сознания и шаманскими практиками. Вот, и моя скромная роль состоит в том, чтобы вот тот опыт, который получают на глубинной терапии у Владимира, у Германа Карельского, вот, чтобы этот опыт был легче интегрировать в повседневную жизнь и в образовательный процесс, что бывает не всегда просто. И вот здесь как раз средства НЛП служат очень хорошую службу, да, потому что они компактные, они оперативные, они позволяют очень быстро вот эти глубинные переживания заземлить в текущую ситуацию и посмотреть, как это проявляется в ситуации здесь и теперь прямо в учебной аудитории. Да, и еще один момент для меня очень важный. Владимир всегда подвигал меня героическим действиям, которые я бы сама никогда не совершила. В частности, это были разработки новых для меня направлений и курсов, один из которых творчество, интуиция, эмпатия. Да, и я, в общем, достаточно погрязла в этой теме и с удовольствием ее преподаю для студентов. В общем, свою задачу я вижу как. Я училка, моя миссия, да, в трансперсональном проекте. Я училка, вот, и я с любовью несу вот эту свою, свой учительский крест и свою вот эту вот миссию училки и провожу, так сказать, эти идеи в народ. Ну и кроме того, мне невероятно приятно, когда студенты называют наши проекты и наш образовательный цикл чем-то похожим на Хогвартс. Вот, и первые выпускники, они, сдав выпускные экзамены, пройдя госэкзамены, они приветствовали нас в мантиях Хогвартса и увенчали нас шапками Хогвартса. Да, то есть мы такие преподаватели-волшебники. Вот, очень приятно это сознавать в конце учебного года, слушая ответы выпускников на экзамене. И еще то, что меня невероятно трогает и привлекает в этом, это то, что вот те, кто не проявлял себя, начинают проявлять. Те, кто не рисовали, вдруг начинают рисовать. И вот те, кто не писал, начинают писать. Причем начинают писать очень интересные и потрясающие истории. Вот, те, кто занимался бизнесом, продолжают заниматься бизнесом, но уже на другом уровне и продвигают идеи трансперсонального подхода к бизнесу через изменение отношений в больших системах. Вот, вот с тем я и заканчиваю. Спасибо, что меня выслушали и передаю Владимиру слово. Спасибо большое, Кать. Спасибо за это замечательное освещение. Ну и, конечно, за твою уникальную роль. Училки, бабушки. Реально, у Кати семь внуков. Замечательных, потрясающих внуков. Ну да, вот сейчас я с ними проводила большую работу и сказала, что если кто-нибудь сейчас вот пикнет, то они будут иметь дело со мной. И что позорятся на 200 человек, я им не позволю. Мила, во время твоего выступления сейчас. Да, 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 да. Они пищали. Ну, иногда бабушка должна быть строгой, как и училка. Спасибо тебе, Кать. А сейчас я хочу предоставить слово Саше Любе, да? Вы хотели? Или Марс? Кто? Как удобно будет, Володь. Могу я продолжить? Хорошо, да. Марс, Сары, член президента Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. Врач, нарколог, визионер, организатор многих конференций. Каждый год у Марса в Казани громадные конференции по академической психологии, психотерапии, по трансперсональным направлениям. И скоро, в феврале 2022 года, мы будем проводить глобальный трансперсональный симпозиум с лидерами Европейской трансперсональной ассоциации. Так что запомните Марса, потому что он будет ключевым человеком, который поможет вам попасть на это мероприятие. Марс – уникальный специалист в области трансперсональной лечения зависимости. У него, наверное, все наши команды вместе с Германом наибольший опыт в этой области. И я прошу поделиться, во-первых, твоей особой ролью в тренинге «Наследие Грофа», твоим отношением, твоим опытом трансперсональным и специфическим трансперсональным подходом к зависимости. Пожалуйста, Марс. Спасибо, Володя. Всем привет коллегам, друзьям, которые нас слушают. Рад всех видеть. И для меня большая честь выступать на такой конференции в честь 90-летия Станислава Грофа, сразу же после их выступления. И Герман уже немного начал говорить о так называемом направлении трансперсональной наркологии. Я врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, уже с 15-летним стажем. И, конечно же, моя роль как нарколога, психотерапевта, и моя работа сильно поменялась после того, как я вошел в трансперсональное направление и изучив трансперсональный подход в лечении зависимостей. И первой супруги Станислава Гроф и Кристины Гроф, изучив ее труды, ее книгу «Жажду целостности», вообще трансперсональный подход в психотерапии, в реабилитации, мне кажется, что Кристина Гроф сделала большой вклад в это направление. И последующие труды Германа Карельского, которого считаю тоже своим учителем в трансперсональной наркологии. Такая очень хорошая книга «Возрождение к жизни» Германа Карельского послужила в том числе толчком для моей трансперсональной работы в работе с зависимыми людьми. Я являюсь сотрудником реабилитационных центров наркологических, в которых привношу свои знания о трансперсональной психологии и психотерапии, о том, как можно менять всю структуру реабилитации программы. Сегодня немного хотел поговорить об этом. Веду я семинары холотропного дыхания тоже уже более 10 лет. и в том числе веду такие семинары холотропного дыхания, дыхательных практик, другие виды семинаров в реабилитационных центрах для зависимых людей. И начинаю очень часто зависимым людям рассказывать о том, что понятие зависимости, духовного опыта и дыхательных практик, она очень тесна. И вот Герман уже начинал говорить о том, что задавался вопрос таким, для чего? Для чего получение этого опыта? Для чего нам это нужно? Не только зависимым людям, а вообще всем нам получение трансперсонального опыта. Мне нравится здесь то, как говорят об этом ученые-этологи, этология наук об инстинктах, и они выделяют отдельный такой инстинкт, который называют религиозным инстинктом. То есть переживание трансцендентного опыта религиозного является нашим инстинктом, который нам достался не только от наших предков, от людей, но еще от животного мира. Насколько мы знаем, что животные тоже склонны впадать в измененные, в трансовые состояния сознания, используют для этого специальные вещества, растения. И люди, наверное, подглядели этот опыт у животных, как они этого достигают. И опыт достижения трансовых состояний сознания, он передается нам не только на уровне коры головного мозга, а вот именно на уровне самого первого отдела головного мозга – это рептильное части. То есть можно сказать, что желание переживать трансперсональный отличностный опыт – это относится к самым древним пластам нашего головного мозга, именно к рептильной части. Поэтому формирование зависимости алкогольно-наркотической, как говорила Кристина Гроф, является неким прототипом, желанием получить этот духовный опыт. И поэтому еще Карл Густав Юнг, ученик Зигмуда Фрейда, один из, как Володя говорил в самом начале сегодняшней встречи, один из старейших, наверное, все-таки предков трансперсональной психологии. Еще Карл Густав Юнг говорил о том, что зависимость, получение даже деструктивного опыта является некой жаждой целостности. И как раз таки вот термин «жажда целостности» он относится к устам Карла Густава Юнга. И он был в тесной переписке с основоположником так называемой 12-шаговой программы реабилитации зависимых. И в одном из писем Карл Густав Юнг написал основателю 12-шаговой программы такую фразу на латыни, которая звучит «spiritus contra spiritum», которую можно понимать как игру слов. Слово «spirit» латинское, если мы задумаемся об этимологии слова, можно на русский язык с латыни перевести тремя значениями. Большинство людей знают два значения. Первое – это «spirit», «алкоголь», то есть наше русское слово «spirit» произошло от латинского «spirit». Второе значение – это «дух», «spirit». Но еще есть такое древнее индоевропейское слово «spira» – «дыхание». По сути, слово «spirit» можно перевести даже тремя значениями – алкоголь, дух, дыхание. И вначале я сказал, что эти темы очень тесно, близко связаны. И работу зависимую мы начинаем в рамках трансперсональной реабилитации с объяснения всех вот этих законов и канонов. Почему даже на древнем, мертвом языке латинском эти слова звучат одним словом? И вот эта фраза, принадлежащая «юнгу», «spiritus», «contraspiritum», мы можем понимать как игру слов. Дух против алкоголя или алкоголь против духа? И согласно древним традициям, верованиям, вещества и алкоголь и наркотики никогда не были продуктом питания для нашего древнего предка. Алкоголь – это как квинтэссенция духа. Всегда вещества, изменяющие сознание, даже алкоголь, являлись лекарствами или же веществами для связи с миром духов. И алкоголь мог использовать только жрец, шаман для введения, в том числе, в необычной измененной стани сознания. И большая ошибка современного человека на сегодня, что такие вещества, в том числе алкоголь, стали продуктом питания. То есть приобрели роль такого, есть такая функция алкоголя, традиционная функция алкоголя или коммуникативная, которая со временем начала использоваться для встреч, для коммуникаций и для выполнения неких традиций. И, конечно же, вводя людей зависимых в теорию, в понимание того, как работает алкоголь, как работают вещества в нашем организме и в нашем сознании, с нашим духом, это же, конечно, предваряет весь реабилитационный процесс и направляет реабилитируемых пациентов наших в конструктивное русло. И сейчас немного скажу о тех стадиях, которые характеризуют реабилитационный процесс и как он перекликается с той теорией перинатальных матриц Танислава Грофа, которую он включил в трансперсональную психологию и психотерапию. И даже вспоминая так называемое колесо Юнга о предпочтении тех или иных веществ наркотических, характерных для фрустрации в той или иной стадии нашего жизненного цикла или внутриутробного периода. Вот Герман заговорил о таких веществах, как алкоголь и опяты, героин. Эти два вещества, они очень близки. То есть одни и те же рецепторы головного мозга отвечают за раздражение этими веществами. То есть только именно алкоголь и только опяты, героин, влияют на так называемый опятный рецептор головного мозга. А выбор в сторону именно этих веществ, мы о них говорим как самых распространенных вообще в мире вещества к зависимости, выбор этих веществ характерен для людей с нарушениями в первой перинатальной матрице, в первом перинатальном периоде. Если мы говорим о стадиях внутриутробного периода, это именно первая фаза внутриутробного периода, сама беременность. Если мы говорим уже о биографической нашей части, нашего сознательного, это первый год нашей жизни. Именно нарушение базовых потребностей в первый год жизни человека и в первом этапе периода внутриутробного характеризует в последующем выбора человеком именно этих веществ, алкоголя и опятных наркотиков. И весь реабилитационный процесс человека с зависимостью можно выстраивать в реабилитационном центре по структуре этих перинатальных матриц. Сейчас я немного их приведу. Базовый этап, первая фаза реабилитации – это обретение поддержки в реабилитационном центре или в клинике, в которой находится резидент, реабилитируемый. Первая задача, целью является формировать у пациента доверие к коллективу и реабилитационному процессу при работе с проблемным материалом. И здесь задача нас, специалистов, состоит в том, чтобы создать благоприятные и оптимальные условия для прохождения программы реабилитации. И как раз-таки на этой первой фазе происходит знакомство с состоянием первого этапа перинатального опыта, метафора рая. То есть та терапевтическая среда, в которой оказываются реабилитируемые, она должна сформировать то состояние, как сказал Станислав Гров, состояние доброй, хорошей матки, то есть и сама терапевтическая среда, в которой находится реабилитируемый, уже на первом этапе может начать трансформировать саму лично зависимого человека. И атмосфера доверия, которая формируется в нашем центре, она направлена на снятие защитных программ, которые ограничивают доступ к проблемному материалу. Вторая фаза реабилитации можно назвать испытанием безысходностью или знакомство с силой, что характерно для второй стадии перинатального опыта, так называемых схватки в закрытой матке. И здесь принятие силового воздействия самих условий реабилитационного центра, смена контекста терпения жертвенности на принятие и освобождение жизненной энергии. То есть здесь, на этой фазе, человек учится выдерживать интенсивные переживания в режиме «нет выхода», что характерно для как раз-таки второй стадии перинатального опыта. Но уже в условиях физической и психической безопасности, даже без применения психотехнологий. Применение психотехнологий, дыхательных практик мы начинаем на третьей стадии, на третьей фазе, когда происходит преодоление борьба за жизнь, движение к цели, что можно сравнить с третьей фазой перинатального опыта – это схватки в закрытой матке. И здесь как раз-таки происходит уже у реабилитируемого наработка активного аспекта воли, умения ставить цели и их достигать, находить свободу внутри рамок, потому что резиденты, реабилитируемые, зависимые, которые находятся в наших центрах, они находятся в закрытой среде, из которого нет выхода. Условно. Они могут покинуть этот процесс реабилитации, но в то же время условно двери центра закрыты для выхода. Они понимают, что находятся в некой запертой коммуне, но в коммуне, которая создает для него обстановку доверия, тепла, безопасности, из которой выходить неохота, потому что пока он находится на стадии реабилитации, за дверьми, то есть в социуме, в открытом мире для него небезопасно, для него там есть угроза жизни. И постепенно последней, четвертой фазой реабилитации, реабилитационного процесса является так называемая фаза возрождения, которую можно сравнить с четвертой фазой перинатального опыта, это уже с рождением, выход из утробы. И здесь у наших пациентов формируется принятие обучения как конструктивного стиля жизни, отказ от деструктивной зависимости и созависимости от процесса реабилитируемого, от той среды, в которой находится, нахождение новой семьи среди таких же людей, как он. И здесь очень хорошо помогает вот эта 12-шаговая программа реабилитации, которая в своем аспекте имеет как раз-таки духовно ориентированный аспект или трансперсональный. Когда, начиная с третьего шага, этих 12-шагов, идет перепоручение своей личности, высшей силе, божественной силе. И то сообщество, в котором он находится в рамках реабилитационного процесса и на выходе из реабилитации, в котором он продолжает находиться, на самом деле, годами, обеспечивает благоприятные условия для перехода уже к большой жизни, к жизни в макросоциуме, в социуме даже в той, где до этого было не очень безопасно, даже полностью небезопасно. Потом те участники, которые прошли курсы реабилитации у нас, возвращаются в центр в качестве стажеров, помощников, волонтеров, для того, чтобы помогать учить тем же знаниям уже следующим выздоравливающим. И это создает некую такую сеть, как я и называю, такую сетевую решетку, как в сетевом маркетинге, но без каких-то финансовых заинтересованностей, когда уже выздоравливающие с удовольствием приходят, объясняют весь этот процесс, помогают следующим. И не зря совсем недавно Всемирная организатор здравоохранения на юбилее этой программы, 100-летие 12-шаговой программы, объявила, что эта программа стала одной из самых эффективных за все время реабилитации зависимых, созданной не врачами, не медиками. И таким образом трансперсональная парадигма, трансперсональный поход в реабилитации зависимых, объяснение зависимому человеку, то, что процесс зависимости является не всегда патологический или даже не патологический, а процесс самой зависимости и выздоровления мы можем воспринимать и объяснять им как духовный путь, как трансцендентный путь, смещает акцент патологизации самого процесса зависимости на путь именно духовного роста. Мне кажется, для наших пациентов это является самым необходимым, самым важным. Вот я пытался быстро-быстро говорить для того, чтобы уложиться в свое время, не знаю, сколько у меня его. Герман, может, ты что-то тоже дополнишь? Я могу сказать, что ты был предельно доходчив и лаконичен, и я тут маленькое дополнение бы сделал. Про перинатальную динамику стенографа многие знают, но мало кто знает, что есть четыре фазы социальных переходов Джека Тесмера, которые, по сути, отражают то же самое, что отражают базовые перинатальные матрицы стенографа. То есть, если мы делаем какие-либо программы и базируемся на такой вот структуре, которая, я бы сказал, система образующей, это как раз структура перинатальной динамики, и если мы это делаем именно для каких-то социальных проектов, то просто у меня такая есть мысль на эту тему, что я бы все-таки совмещал бы и исследовал бы не только то, что происходит в перинатальный период, но и то, как перинатальная динамика отражается в социуме. А это очень здорово раскрыл Джек Тесмер в своих стадиях социальных переходов, их тоже четыре. И еще в тему именно методов реабилитации я хотел бы дополнить. Ты сегодня одну латинскую фразу уже употребил. Я хочу под занавес сказать еще одну. Дум сперосперо. Пока дышу, надеюсь. Да. Спасибо, Герман. Спасибо, Марс. Спасибо, Герман. Замечательное освещение темы. Так что вы знаете, куда вращаться, если у вас или у ваших знакомых, родственников возникли проблемы с зависимостями. Трансперсональный подход имеет очень широкие и надежные перспективы, надежную практику для помощи. Страдающим от этих зависимостей людям. А сейчас я с удовольствием передаю слово старинным тоже друзьям, коллегам, в прошлом, ученикам, которые закончили программу трансперсональный тренинг Грофа в 2009 или в 2012 году. В 2009 году, по-моему. С которыми вместе мы ездили потом в Швейцарию, в замок Ханс Руди Гигера на потрясающий семинар Станислава и Кристины Гроф по визионерскому искусству. Это Александр и Любовь Жвакиной, врачи, психотерапевты, сексологи. Саша также член президиума нашей ассоциации и руководитель Уральского отделения ассоциации. Невероятный эксперт в глубины истории человека, знаток петроглифов, исторических мест, мифологии, преданий, архетипов. Расскажите, пожалуйста, о вашей роли на тренинге, о вашем видении трансперсонального проекта. Ну и, конечно же, меня очень интересует, я думаю, всех слушателей, участников нашей конференции, вот те потрясающие истории. Я знаю только некоторых из них, из этих историй вашей работы. Добрый день. Володя, спасибо за такое теплое представление. Очень рады то, что видеть своих друзей, своих учителей. Во-первых, Володя, тебя, потому что мы очень благодарны тому, что ты делаешь для России и вообще для всего мира в плане трансперсональной психологии и, в частности, холотропного дыхания. Очень приятно видеть было сегодня Кристину и, прошу прощения, Бригитту и Стэна Грофа, Германа, Екатерину, Марса. Это большой праздник, который происходит сегодня. И первая встреча у нас произошла с Грофом личная, тоже благодаря, Володя, тому, что ты организовал его приезд в 2001 году под Санкт-Петербургом. Это было 70-летие Грофа. И сегодня, 20 лет спустя, мы очень рады тоже праздновать такой замечательный юбилей. Надеемся, что и столетие. Удастся тоже встретить и вновь увидеть в добром здравии Станислава Грофа. Грофа доживет. Главное, чтобы мы дожили. Мы уверены в этом. Вот. И, ну, мы просто были потрясены, когда сами прошли впервые холотропное дыхание, и я, и Люба. Потому что, ну, мы были потрясены и увидели, что вот оно что, вот то, чем стоит заниматься, чему стоит посвятить жизнь, что может действительно принести огромную пользу людям. Потому что это то, что, ну, несравнимо ни с одним методом психотерапии, своими невероятными потенциалами, своими возможностями, потому что это можно рассматривать трансферсональные практики и холотропное дыхание как, ну, резерв. То есть, как есть вот в медицине резервные антибиотики. То есть, самая большая такая возможность, которую мы можем использовать. Так же мы можем и достаточно в каких-то локальных случаях и в каких-то глобальных проблемах обращаться к холотропному дыханию и другим практикам. Ну, и нам сегодня хотелось бы с Любой вместе поделиться своим опытом, который, ну, уже более 25 лет работы с холотропными состояниями как врачам. Потому что нам приходилось видеть и быть свидетелями исцеления людей, которые проходили на холотропном дыхании из самых тяжеленных ситуаций, самых, можно сказать, даже минус ноль, да, то есть, таких состояний, из которых, ну, просто невероятно было выкарабкаться людям, да, то есть, но вот это человеческое, вот это сверхчеловеческое, которое присутствует во всем живом, то самое живое, та самая основа, которая способна возрождаться, как птица-феникс, из тлена, из пепла, из праха, оно присутствует в каждом из нас. И быть свидетелями этого, ввести холотропное дыхание, но, я не знаю, здесь присутствует много ведущих холотропного дыхания, которые неустанно присутствуют при этом. И как-то нас спрашивали наши коллеги, друзья, так скажем, из традиционных направлений психотерапии, а, собственно, вот вам не надоело 25 лет и даже больше вы занимаетесь холотропным дыханием. Мы с Любой переглядываемся, говорим о том, что это невозможно, это невозможно, чтобы это надоело, потому что ты присутствуешь при чудесных каких-то исцелениях, при чудесных восстановлениях, при всей необычности проявлений картины всего мира, ну, вот, каждый, каждый раз на каждой сессии холотропного дыхания. Вот, Люба, может быть, я тут очень много говорю, что-то ты скажешь? Ну, я, наверное, скажу про первую встречу свою со Стэном Грофом. Саша приехал тогда вот из-под Петербурга, весь, значит, окроленный, весь восторженный, привез кучу видеокассет, мы все пересмотрели дома, я потому что все сомневалась, что-то он так увлекся, как бы не к добру, не к добру. И потом я говорю, я должна посмотреть, я должна постоять рядом с Грофом, я должна посмотреть Грофа живьем, потому что вот ты говоришь всегда, Володя, про вот эту передачу, прямую передачу, прямая передача, это все равно живьем, это присутствие. Вот теперь я это могу так рассуждать. И мы поехали в каком году? В 2007 году. В 2007 году мы поехали на Цветном бульваре, ты привез Грофа, тогда были эти теракты, все так было. У нас эти все сумки, у нас все без конца проверяли, мы вышли из зала, мы зашли, у нас все опять проверяют, Гроф сидел очень далеко, весь такой изолированный, ну, как бы профилактика терактов. А я хочу постоять рядом, потому что я не понимаю, потому что все это картинка, звуки, да, а как это говорит Зинаида Миркина, Бог не в словах, и вот мне надо, чтобы побыть рядом. Саша говорит, Володя, можно постоять рядом? Володя говорит, Гроф устал, он уже устал, ему надо идти отдыхать. Я говорю, я не могу, мы приехали сюда, я должна постоять рядом. И все-таки мы выманили Грофа на одну минуточку. И вот это ощущение, которое я поймала, и которое, вот я надеюсь, все, кто будут в этой программе наследия Грофа, все-таки столкнуться, почувствуют живьем, вот эту вот прямую передачу, когда ты стоишь рядом, вот это вот ощущение, вот этой прямой передачи, оно не в словах, оно не в словах, оно вот в общем, во всем этом поле, я не знаю, как это сказать, потому что не в словах. И в дальнейшем мы там дышали уже, ну вот все, меня это убедило раз и навсегда, это то, чем надо заниматься, потому что вот, он несет в себе какую-то самую гуманистическую, самую человеческую вот эту вот идею. И еще мне очень понравилось интервью, сейчас я буду сумбурно, но зато эмоционально, интервью Виногродского Бронислава и Грофа, где какие-то островитяне рассуждают про нас, европейцев, что мы люди, которые не дышим, или вообще по-простому живые мертвецы. Вот, ну не хочу я быть живым мертвецом, и не хочу быть человеком, которым не дышим, и нам вот все равно, я понимаю, о чем они говорят, мы очень оторваны со своим социумом, со своими установками, со своими там программами, которые веками, годами наследовались, что нам надо как-то из этого выходить, что у нас это все есть, и вот сколько мы видим в людях этих возможностей, и как мы все время проходим это сами, потому что иначе это невозможно, если ты сам не в этом, ты не можешь этим заниматься, ты как бы уже живой труп, собственно говоря, ты можешь только рассуждать, а что толку, надо же быть самим, самому носителем того, о чем ты говоришь, вот я считаю, что наследие Грофа, вот оно вот в том, вот в той передаче, мы, конечно, будем понимать Грофа все по-разному, как те мудрецы, ну мудрецы, я еще громко о себе сказала, которые щупают слепцы, которые трогают слона, но мы кто как будем, наверное, пытаться донести, а лучше всего бы это передал Гроф, но поскольку он надеется, что он когда-то и живьем, и русский язык будет говорить на русском с нами, приедет к нам, все-таки это огромное счастье, что у нас такая возможность была и есть, и хочется ее... Все, что могу для этого сделаю, чтобы он по-русски заговорил, все, что могу, сделаю. Макс, надеемся на тебя, надеемся. Твоя статья – это самое начало того возрождения. Вспоминаю, как мы дышали в Грюере, мы приехали в Грюер, Володя там говорит, давайте поедем в Грюер, давайте русские поедем в Грюер. Я, значит, посмотрела гигера картинки в интернете, думаю, господи, это что ж такое? Мне схватает своих страхов, боже мой, а тут, значит, едем гигеру в музей дышать. Я сопротивлялась, Саша купил молча билеты, мы едем к гигеру. Я еще в самолете нервно тряслась, пока мы не зашли вот в этот музей гигера, и где стало понятно, какая чистая душа у гигера, это тоже вот живым присутствием ощущается, это же не... Это не передают интернет, белки-палки. И вот то, как там мы дышали в этом поле, в этом музее гигера, эти прекрасные люди там, Кармен, Ханс Руди Гигер с таким тонким юмором, с такой, я не знаю, тонко организованной, нежной душой, да, и игров. Когда я побежала там на леча моему немцу, он так меня по-русски, как ты подышала, я анимела, потому что я не ожидала такой простоты и такой человечности, потому что он у нас в самом где-то Бог, и никак я его не могу спустить на этот, на человеческий уровень, хотя вот это и есть самый, что ни на есть человеческий уровень. Давай немножко меня останови, поток. Ну, и говоря о человеческом уровне, мы можем говорить и о божественных и о демонических переживаниях, потому что человеческий уровень, это не только божественный, не только демонический, но это человеческий, который вмещает в себя все. Как сказал Карл Ясперс, я никогда не видел человека-ангела и никогда не видел человека-зверя. То и другое совмещается в нем. Вот. И опять-таки по опыту таких очень мощных переживаний, которые происходят на холотропном дыхании с людьми, например, божественных переживаний, они действительно трансформирующие, потому что переживать, сопереживать, да, то есть, потому что у нас у всех есть зеркальные нейроны и присутствие в этом, мы просто не можем не плакать вместе с теми людьми, которые рождаются, которые умирают, которые чувствуют себя распятым Иисусом. И очень интересная ситуация, когда человек, который исповедует ислам и посещает мечеть, переживает себя Иисусом, распятым, чувствует одновременно необыкновенную, огромную боль и страданий, в то же время любовь, которая наполняет все вокруг. И тут он вырывает себя из этого переживания и говорит, Рустам, этого не может быть, это Бог, это нет, и он силой выдернул себя из этого переживания. То есть, нет разницы, то есть, исповедуешь ты ислам, исповедуешь ты христианство, это могут быть любые переживания, которые могут трансформировать тебя. Также мы как-то работали с Ингушской диаспорой в Ижевске, они проходили холотропное дыхание, и они были потрясены сходством Зикра, о чем сегодня Петренко как раз говорил, и все говорит, как на Зикре у нас происходит, и такие же состояния, и даже работа с телом, когда мы во время дыхания работаем холотропным с телом, то, как сказали эти ребята, это очень похоже, когда шейх накладывает руки для того, чтобы изгонять джиннов из человека. Это универсальность, она потрясает, конечно же, и когда люди, исповедующие христианство, рыдают, когда переживают свет Ислама, свет Всевышнего, который сопровождается во время дыхания арабской музыкой и песнопениями суфийскими, это, конечно, удивляет. Но о демонических переживаниях, которые тоже являются очень мощными и очень трансформирующими, это отдельная тема. Мы всегда очень приятно смотреть на Грофа, когда в зале у кого-то происходят демонические переживания, демонических энергий, и с какой любовью Стэн подходит к человеку, присаживается, и с какой любовью он смотрит на этого человека, который испытывает демонические переживания, потому что, во-первых, это большой терапевтический прорыв всегда, и, во-вторых, это большое доверие пространству, большое доверие методу, потому что то, что называется демонические энергии, этого, наверное, есть у нас у всех, но все это спрятано, все это где-то затаяно, все это, да, на цепях сидит Кащеевых, об этом Герман очень хорошо рассказывает в своей работе с Тенью, но и здесь, когда соприкасается вот человек с этими демоническими переживаниями, впервые мы, когда с Любой столкнулись с этим, конечно, это было чувство какой-то внутренней паники и ужаса, когда... Я вообще пришла первый раз, и такая миловидная женщина, преподаватель, да, и вдруг такой, я, правда, ей сама еще сказала, дышите поглубже, ну что ж вы так, что ж вы так, экономите, и как она у нас задышала, как она, ну только по стенкам не бегала, по потолку, а так я прямо села, прижала хвост и смотрю, что дальше будет. Это было примерно как фильм Константин про экзорцизм. Смотрю, Саша спокойный, ну думаю, значит, все нормально, все хорошо, и думаю, будем держать дальше оборону. Мы начали ее поддерживать, и этот червяк из нее выползал с такими звуками, конечно, я думаю, как там люди рядом дышат, страшно, страшно. Да, потому что это было, так скажем, сидишь, когда сидишь рядом и держишь ее за руку, шепчешь на ухо, продолжай, не бойся, поддерживаешь ее, вдруг раздается такой гортанный голос, конечно же, из нее. Не трожь ее, она моя. И здесь же повизгивание, хлюканье, еще что-то, но после этого женщина испытала, когда этот червяк, когда этот змей вылез и уплыл куда-то в болото, она испытала необыкновенное облегчение, до этого она страдала суицидальными попытками и суицидальными мыслями, которые навязчиво не давали ей жизни. Она терзалась неимоверной завистью к замужним и женатым людям, потому что ее муж ушел к другой женщине, и она чувствовала себя брошенной. И вот этот червь, этот змей душил ее и терзал ее, и нечто, этот образ вышел, и после этого жизнь ее восстановилась. Через пять лет она пришла вновь на холотропное дыхание. Я, говорит, боялась прийти, потому что боялась, что это повторится, но это, конечно же, не повторилось. У нее были проблемы на работе тогда, и она пришла дышать. Во время дыхания она пережила себя львицей, и когда она открыла глаза после дыхания, она была счастлива. Я, говорит, поняла, я львица, но веду себя на работе как корова. Много разных ситуаций, связанные с демоническими переживаниями, и, например, тоже один из примеров, когда человек, страдающий героиновой зависимостью, депрессиями. Тяжелой болезнью, не поддающейся уже антибиотикам, там такая резистентность. Во время холотропного дыхания, это уже была его не первая сессия холотропного дыхания, он встал и на староарамейском кричал какие-то проклятия. То, что это были демонические переживания, это не вызывало сомнений никаких в группе. Но после этого соединение вот с этой силой, оно вывело его из депрессивных состояний. Сейчас это успешный врач и замечательный наш хороший друг. Поэтому это могут быть божественные, это могут быть и демонические переживания, но это все связано с нашим человеческим. И отдельно хотелось бы поговорить о заболеваниях, которые... Или это неинтересно уже, наверное? Лучше какие-нибудь примеры еще интересные. Ну, например... Про развязывание кармических узлов, очень красивая история, расскажи. Ну, это такая история, она случилась несколько лет назад, когда два очень скромных человека, очень застенчивых человека, познакомились по объявлениям. Вот, и их ко мне направили как к врачу-сексологу, гинекологе в связи с их бесплодием. Ну, надо сказать, что у нас большой опыт работы с бесплодием, благодаря холотропному дыханию, у нас с Любой мы помогли появиться на свет более 150 ребятишкам, да, то есть у пар, у женщин, у мужчин, которые страдали бесплодием, и это благодаря холотропному дыханию. В 2001 году я спросил у Стэна, то есть заметив, что это очень хорошо воздействует на детородную функцию, как у мужчин, так и у женщин, вот эта способность рождать, да, то есть бесплодие, потому что на сегодняшний день оно является очень большой проблемой во всем нашем обществе российском. Огромный процент, на самом деле, людей, которые страдают от этого. И холотропное дыхание, оно действительно помогает. И в 2001 году у нас была разная беседа с Грофом, и вот одна из этих бесед была посвящена тому, что я спросил Стэна, Стэн, а вот я заметил, что влияет холотропное дыхание на деторождение очень благоприятное. Чем это связано? На что он сказал о том, что способность рождать и способность рождаться, это одно и то же. То есть включая вот эти перинатальные матрицы собственные, проживая их, активизируя, исправляя их в ходе холотропного дыхания, мы способствуем тому, что исправляется что-то нарушенное в ходе жизни, в ходе каких-то родовых программ. то есть вот этот ритуал, который называется холотропное дыхание, а ритуал, его смысл, перевод этого слова то, как должно быть, то есть оно становится действительно то, как должно быть. И вот эта история, когда развязывание кармических узлов, она закончилась рождением, но немножко попозже расскажу, как это случилось. То есть эти люди... Саша, Люба, спасибо вам, нам нужно заканчивать, я должен еще как ведущий круглого стола функции полицейский использовать. Я знаю, что у вас как потрясающих практиков мешок удивительных историй, много пациентов, колоссальный клинический опыт. Спасибо вам громадное за ваш рассказ. И мы сделали ссылочку на сайт Древогрипп, так что желающие могут сконтактировать и пройти лично у вас целительные путешествия. Да-да-да. И сейчас я предоставляю слово Максиму Ашуркову голосу Грофов, который вот с самого начала, с самого первого семинара Грофа в России всегда их переводит. И, конечно же, на всех конференциях, на всех семинарах, на сессиях элотропного дыхания, но Макс не только замечательный переводчик, который, между прочим, вот в лихое время перевел сотни фильмов с английского языка и мультфильмов. Но он еще и не только член президиума трансперсональной ассоциации, которая уже 30 лет развивает это направление, но и сертифицированный тренинг Рексинянского университета гипноза. Старший преподаватель, коуч и так далее. То есть у него колоссальные экспертные знания и в этих областях. Ну и, конечно же, он является экспортом в мире традиционных практик, в мире шаманизма. И он лично, я помню, переводил Майкла Харнера, когда Майкл приезжал на международную конференцию по изучению шаманизма в Москву. Пожалуйста, Макс. Спасибо большое, Володя. Это я изображаю, как я снимаю корону, которую Володя на меня надевает. Благодарю за эту возможность выступить. Буду максимально краток, потому что сейчас сбежал как раз с тренинга, то есть с одного виртуального пространства в другое. И хочу сказать, господи, друзья мои, как же я рад вас всех видеть. Я до сих пор помню, Саша, Жвакиной, я помню те пермяцкие узоры, которые вы мне прислали. Да, Володя, Гер, ну вот про вас отдельные истории про взаимодействие с вами. Катя Худобина, я до сих пор помню ту сессию, которую ты не проводил там в квартире на Фрунзенске. И, естественно, вот видите, который выступал перед этим, да, то есть вот в первой части в 12 часов. Конечно же, я все это помню. Да, Витя Петренко, наш совместный визит к Сгалаевым, вот то, что Витя назвал дачей, вообще так, скромно говоря, поместье, да. Но дело-то вот в чем. Максим Ширков, полный 60 лет, гуманитарий в третьем поколении, и первая моя сессия квадрокного дыхания была в 92-м году. И я до сих пор помню это ощущение, я не понимаю, что это такое, но это мое. Что значит мое, я тоже тогда не очень понимал. Но вот отвечая чуть-чуть на вопрос, который задал Артур Яковлев, да, то есть, сейчас можно сказать просто, все лучшему в себе, всему лучшему в себе я обязан книгам Грофа и сессиям квадрокного дыхания. Нет, конечно же, там еще много чего есть. Но благодаря тому, что я получил на этих сессиях, я сейчас не буду повторять или добавлять своих вот этих ощущений чудесности, магичности происходящего в квадрокном пространстве, но я могу сказать, что я не ушел от установок социума, от них невозможно уйти, и как бы это, как уйти от потребности пить воду дышать воздухом. Но я начал выбирать между ними. И то, что вот те титулы, которые Володя перечислил, это был осознанный выбор. То есть, а что если я все-таки могу в том лихом социуме конца 90-х, начала нулевых, найти себе и создать свой собственный этически ориентированный бизнес? Он создан, он работает. Он начинался с трех человек, сейчас там работает только в московском офисе 33. И это те люди, которые вместе вот через все кризисы. А как это в 40 лет сесть и подумать? А они не восстановили академическую карьеру? Помните, Бригитта говорила о том, что тренинг ориентирован на людей, связанных с наукой? И это получилось. И я знаю, что вот та статья, которую мы тогда обсуждали, она написана именно благодаря тем подходам, которые создался. Не то, что он писал в книгах, а то, что я проживаю в опыте сессии, и то, что возникло в беседах с ним. Поэтому для меня это вот про... это вот про это. Это тот способ, который позволяет... Именно поэтому вы можете увидеть меня на всех фотографиях. И да, я как герой сказочного путешествия, который все время жар птиц берет и клетку сберел, и весь путь начинается сначала. Я взорвал яблочко молодильное, но листики задел. поэтому я многократно проходил эту программу, не дофиналил ее до сертификата, но сейчас в большом намерении это сделать. И, наверное, там у меня была красивая презентация приготовлена. И богу с ним. Ладно, сейчас не буду занимать ваше время. А, вот Катя появилась. Она и была. А ты была. Вот черный квадрат Малевича. Вот люблю я это дело. И для меня еще завершая, вот Гроф, если так вот, начало, завершение. Первое. Как гуманитарий в третьем поколении говорю, есть такая чудесная штука в математике, решение уравнений со многими известными, когда там есть x, y, а еще что-то. Есть такое допущение. А что, если x равно а? на меня вот то, что предлагал Гроф, то есть отсутствие каких-то жестких доктрин, вот это вот просто не карта, а система координат многомерная. То, что он предлагал как теорию, которая вышла из практики, я специально не читал в его книге до того, как продышал первую сессию холотропного дыхания. Чтобы не было вот этой индукции, чтобы не было, как Витя Петренко говорил, вот это был действительно опыт, а не невротическая компенсирующая фантазия. Гроф, кстати, различает, когда он пишет о том, как эти опыты происходят, разницу между биографической компенсатурикой и действительно трансферсиональный опыт проживания себя как животного. Ну, это так, заметка на полях. Но вот этот опыт, он для меня был про то, что я понял, что есть способ решать это уравнение. Я еще до сих пор его не дорешал. Но я знаю, что оно в принципе решаемое. Это первая вещь. А второе, для меня Стэн это воплощение человека, который нормально живет в условиях синдрома Нобелевской премии. Поставьте плюсики. Кто знает, что Альберт Эйнштейн был лауреатом Нобелевской премии? Поставьте плюсики в чат, пожалуйста, чтобы я знал. Семь экранов черных пятен. Вот. Напишите, пожалуйста, а за что ему Нобелевку тогда или кто знает? Максим, пока вы ждите обратную связь, ваша презентация готова. Скажите, когда ее нужно будет запустить. Спасибо большое. Да уж бог вкуснее. Ладно, сейчас не буду брать время. давайте, запускай. Я сейчас тогда буду просто говорить, какие славы искать. Там есть как раз синдром Нобелевской премии. Вот это то, что мы обсудили. Следующий слайд. Это мое ощущение от холотропности и голографичность. Целое разделенное на фрагменты сохраняется в этих фрагментах. Это верно как для пары общества, например, традиционное общество и индивид, шаман, выражающий интерес это общество, так и для разных частей нашей души. То, что Гроф назвал системой конденсированного опыта, оно так или иначе отражается в любом секторе, в любой области нашей души. Следующий слайд. И то, что, как я для себя понял, что предлагает, почему мне так вцепился лично я, потому что для меня свобода личного выбора, чтобы мы не понимали под личностью и под свободой, всегда была очень важна. Потому что холотропный подход это не еще один духовный путь. Это архетип всех инициировщих 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 ритуалов. То есть ритуал, помните, Саша Журакин сказал, ритуал это то, как должно быть. То есть когда мы запускаем себе вот эту возможность, актуализируем потенциал поиска духовного, вот то, что предлагается Стэном, как практика холотропного дыхания, вот для меня это про это. Следующий слайд. Ага, вот. Так вот. он не за теорию относительности Анистейн получил Нобелевскую премию. Ему четко сказали, что вы знаете, научно придраться не к чему, но уж больно экстравагантно. Не поймут нас, если мы вам премию дадим. И он получил за исследование феномена фотоэлектричества. Тоже очень интересная важная вещь, но не за теорию относительности. Это то, что Стэн, все время пока его знает, воспринимаемый научным мейнстримом, ну, как бы, вот, так, как маргинал, как аутсайдер. Ему регулярно вручают антипремии, особенно чехи почему-то это любят делать. Кто эти чудесные чехи? Это, конечно, известный колыбель медицинской мудрости, философии, культурологии. Они два раза вручали вот такую антипремию. Стэн, для меня это пример того, как ты можешь продолжать методично в любом возрасте собирать данные, которые подкрепляют твою теорию. и честно встречать то, что ее обрушивает. И именно глядя на то, как делать стэн, я использовал тот метод, который применил к результатам своих полевых исследований. Да, кстати, я получил грант от шведского королевского фонда для своей диссертации тогда, и вот поехал в поле. диссертацию тоже не завершил, она была слишком экстравагантной. Я получил то, что я хотел, отчитался за грант, но диссертацию в институте Миклуха Маклая уже дозащищать тогда не стал. И опять-таки это был мой осознанный выбор. Следующий слайд. Если можно. Ну, так быстро по верхам. Да, это еще одна вещь, которая для меня, для вас, возможно, я звучу как капитан очевидность, дорогая команда. То, что мы называем архетипами, приходит в коллективное, индивидуальное, бессознательное, вот такими пакетами. То, что звучало у Саши, у Любы, не бывает так, что мы можем взять одну светлую сторону, а вот демоническую отставить, что фу-фу-фу, это не так. На уровне социумов, на уровне малых социальных групп, индивидуальных семейных историй проживается пакетами. И всегда интересно посмотреть, что остается, что стирается. Следующий слайд. Да, именно благодаря интересу, который возбудил во мне Стэн, я стал общаться с учеными, работающими в области квантовой механики. И уже умозрительно и в опыте проживать этот момент, что время, когда мы проживаем на трансферсиональном уровне, оно объективно, нелинейно и обратимо. А значит, это к вопросу, как это действует на уровне терапии. Следующий слайд. Спасибо. А меняет вот эти пакеты, замещают друг друга. И это не про то, что мы что-то забываем. Наша внутренняя реальность меняется, как физических экспериментов. Изменив события здесь, а в квантовой механике это можно сделать путем простого наблюдения, мы меняем всю цепочку предыдущих событий. Мир и Гинез. Да. И это отслеживается уже теперь на цепочках длиной в миллиарды лет на минуточку. Мы реально можем менять не только будущее, но и прошлое. Макс, одна минутка, чтобы завершить. И это все уже. То, что для меня, как для человека, но вот такого все-таки вечного студента, полностью признающего доказательную науку, Стэн в целом приближает психологию и все исследования человеческого сознания к уровню естественных наук, то есть, когда есть возможность верифицировать или фальсифицировать. То есть, мы можем уже какие-то психологические вещи принимать не как работающие предположения, но как научные теории и гипотезы. Вот это то, что делал, делает, я надеюсь, еще многие я лето будет делать для нас стенд гров, поэтому вот приду и переводить, и дышать, и сертифицироваться у этих прекрасных, замечательных людей, которых вы видите вот на этой плашке сбоку экрана. Спасибо вам еще раз огромное, спасибо за эту возможность, надеюсь, что это будет очень полезно. Спасибо за обратную связь. Спасибо, Макс, спасибо все участники круглого стола, замечательные команды трансперсонального тренинга Грофа и трансперсональных программ Московского Института психоанализа. И я с радостью представляю вам следующего докладчика Дмитрия Шеменкова, который тоже колоссальный опыт в расширенных необычных состояниях сознания. Дмитрий врач с невероятным даже для врача опытом, основатель системы управления здоровьем. И последний его гигантский проект это школа открытого диалога, который охватывает связь вообще всей жизни, качества жизни, этики жизни со здоровьем и будущим человечества. Дима ветеран, можно сказать, тоже и голотропного дыхания, движения. У Димы потрясающий центр на Алтае возле Беловодья. И пожалуйста, Дим, тебе слово. Спасибо огромное, Володь, за такое теплое представление и за вообще за все то, что ты сделал в моей жизни и за все, что сделали в моей жизни. Ну, в общем, наверное, и Стэн тоже, и вообще само психотрубное дыхание, и трансферсиональная психология в целом, потому что для меня это очень, скажем так, ну, это то, что поменяло мою жизнь, скажем так, кардинально, это то, что меня зарядило на развитие, то, что меня сделало, не повысить этого слова, наверное, сильным. Вот, и сейчас хочу какую-то часть, такую, небольшую презентацию такую показать, да. Значит, что бы мне хотелось сказать про дыхание вообще в целом и про трансперсональный подход вообще в целом к жизни и к здоровью, так или иначе. Вот высветить одну очень важную, мне кажется, параллель, которая, собравшимся, может быть весьма интересна на самом деле. То есть, когда мы говорим про дыхание, ну, чаще всего с реалистического человека это ассоциируется с физической определенной функцией, как вот мы дышим, насыщаем себя кислородом и все. То есть, редко, когда мы воспринимаем дыхание, как такой обменный процесс или энергетический, процесс или процесс, который связывает нас с чем-то высшим, то есть, как правило, вот такая утилитарная функция дыхания где-то оказывается на первом месте. Во всяком случае, я так всегда думал, когда не был посвящен, так сказать, в тайны, в глубину дыхания. Но если смотреть на нашу эволюцию, на эволюцию человека, то мы увидим то, что мы постоянно находились в каких-то сочетании условий. С одной стороны, воспроизводились какие-то циклы определенные, которые мы адаптировались и сохраняли для себя память об этих повторяющихся условиях среды, а с другой стороны, мы как бы находились в условиях неопределенности. То есть, мы всегда сталкивались с чем-то таким, чего еще не было в нашем прошлом опыте. Условия неопределенности, так называемый сложный мир, нестабильный, неоднозначный, неопределенный, и мы научились справляться с этими условиями неопределенности, и вот здесь возникла очень интересная связь такая с дыханием. Ну, вот посмотрите, муравьи, которые по одиночке тоном, вместе объединяясь, они превращаются в муравьиный плод, который перестает тонуть. Возникает эмерджентное, внезапно возникшее свойство в системе за счет сотрудничества и объединения отдельных особей, и это свойство становится критичным для выживания живой системы. Поэтому, если мы посмотрим на эволюционный процесс, с одной стороны, у каждого из нас есть какой-то определенный базовый метаболизм, мы обмениваемся своим веществом с внешней средой, у нас есть циклы принятия, есть циклы отдачи, такое базовое, фундаментальное дыхание жизни, фундаментальный метаболизм. При этом для нас дыхание играет очень важную роль, то есть мы, как бы, оно запускает цепи, перенос электронов внутри организма, и мы, как бы, таким образом поддерживаем внутри вот этот реактор жизни, скажем так, да, то есть это такая базовая метаболическая функция. Но, что интересно, что в ходе эволюции сложились основания для того, чтобы мы выживали за счет взаимодействия в условиях неопределенности. И здесь потребовалось объединить усилия с другими системами. Вот если мы смотрим на бактериальную культуру, например, бактериальная культура, бактерии взаимодействуют друг с другом, защищают друг друга от воздействия антибиотиков. И при таком вот защите, при такой защите формируется метаболическая созависимость. То есть бактерии связаны друг с другом метаболическими цепочками. И мы связаны друг с другом метаболическими цепочками. И вот смотрите, что интересно и парадоксально получается. Получается, что в процессе эволюции для того, чтобы выживать, вот как говорит выдающийся исследователь профессор Мартин Ноук из Гарбовского университета, он говорит, что люди склонны считать, что эволюция беспощадная борьба за выживание, но в действительности движущей силы эволюции всегда было сотрудничество. Так вот, для того, чтобы выжить, нужно было сотрудничать, нужно было объединяться друг с другом. И здесь, как бы, без коммуникации, коллаборации и формирования вот такого сообщества нам бы нечего было делать. И так сложилось, что именно в процессе эволюции не только вот это сотрудничество появилось, не только, скажем так, основанное на каких-то базовых примитивных функциях метаболизма. То есть мы, как бы, объединяясь друг с другом, где-то далеко, вот начиная с самых мелких элементов эволюции, мы, объединяясь друг с другом, вступали в так называемую метаболическую созависимость. Объединяли метаболические цепочки и дальше развивались. Так вот, получилось так, что сформировались специальные системы, вот сейчас зеркальные системы, которые помогают человеку поддерживать свою сеть. То есть каждый человек, он по большому счету, представляет себя своеобразную сеть взаимоотношений. И вот за счет такого явления изначально метаболического, такого эмоционального, дистантного резонанса мы поддерживаем эту связь друг с другом непрерывно. И вот, как говорят следатели, мы не одиноки, а биологически устроены, созданы эволюции таким образом, чтобы быть глубоко связаны между собой. При этом модель отделения своего «я» ошибочно основывалась на предположении, что мы мотивированы, как будто бы от природы создавать более прочные границы или получать власть над другими, конкурировать, но взаимозависимость помогает нам понять, что мы процветаем в отношениях, которые дают возможность развиваться и вносить свой вклад в формирование благоприятной связи друг с другом. Получается, что мы все в непрерывном масштабе времени связаны друг с другом, волны, происходящие с людьми, постоянно проходят по этой сети взаимоотношений, и то, что мы чувствуем, думаем, делаем, зависит буквально от людей, которые нас окружают, и ключевой фактор, который определяет наше здоровье, здоровье окружающего. Так вот, представьте себе теперь самое важное, что дыхание стало вот этим ключевым связующим элементом друг с другом. Вот мы связались за счет дыхания, за счет, с помощью дыхания мы способны не просто передавать друг другу какие-то сигналы на расстоянии, мы передаем друг другу энергию по большому счету на расстоянии, мы связаны в непрерывном масштабе времени через эту важнейшую функцию с одной стороны, с самими собой, с тем, что происходит внутри организма, это универсальный стержень, на котором держится вся физиология, то есть она как бы это ключевой процесс по сути физиологический, обмена со средой, такой метаболический процесс, за счет которого поддерживается горение, то есть мы можем долго не есть, например, мы можем какие-то другие функции физиологические полностью заблокировать, но дышать долго мы не можем, то есть не дышать, вот, это, наверное, такой один из сутевых, стержневых процессов, и одновременно с этим, вот здесь доверие, какое у нас как бы к жизни формируется, вот с одной стороны, дыхание регулируется автоматически полностью, и даже если мы потеряем сознание, мы все равно будем продолжать дышать, а с другой стороны, дыхание регулируется сознательно, поэтому дыхание становится таким своеобразным мостом между сознательным и бессознательным и становится ключевым механизмом регуляции внутренней функции, и если, допустим, мы не осознаем это значение дыхания, если мы не осознаем само описи дыхания, если мы недостаточно внимательны к нему, если мы недостаточно внимательны к тому эффекту, который он оказывает на наш организм, то мы можем не замечать то, как сбои где-то в коммуникациях, сбои на уровне сознания, как они отражаются на дыхании, как это все связано, и как это отражается дальше в физиологии нашего организма. И вот для меня лично в свое время было, наверное, фундаментальным открытием понимание вот этой стержневой роли дыхания. Я воспринимаю сейчас так, что дыхание – это действительно такая ось своеобразная, ось индивидуального мира человека, на котором все держится. Потому что если, с одной стороны, это инструмент, который мне позволяет быть связанным с собой, с внутренней частью себя, это вот с тем, что ниже находится поведенческий, гомеостатический, генетический уровень. А с другой стороны, дыхание для меня является ключом вообще к вертикали жизни, восходящей спирали этой жизни, к тем системам, которые выше меня находятся. Потому что мы называем трансперсональным уровнем, я не побоюсь даже более высоким уровнем, там, сознания и коммуникации. То есть это такие непрерывные, абсолютно бесконечные метасистемные переходы в бесконечность. Высших систем, скажем так. И вот в самом все дыхание, где-то на стыке между сознанием и автоматической регуляцией формируется то, что мы для себя определяем как жизнь, то, что мы определяем собой, то, что мы идентифицируем как некий уникальный наш опыт, уникальную личность. Именно на стыке между автоматизмом, между, по сути, прошлым воспроизводством прошлого, между новизной, инновацией, творческим рождением, вот где-то на стыке есть вот то, что мы из себя представляем. И когда мы в достаточной степени внимательны к тому, что происходит вот прямо здесь, сейчас именно на волне дыхания, то для нас это открывает дверь восприятия. Нас это автоматически выводит с одной стороны в баланс и гармонию внутри, а с другой стороны дает нам возможность открыться и начать воспринимать те сигналы информационные, то, что происходит на уровне более высоких систем. Безусловно, это может быть в том числе и восприниматься нами как некий, в каком-то смысле, болезненный процесс. Потому что когда мы начинаем практиковать, когда мы начинаем осознавать дыхание, когда мы начинаем работать с этим инструментом, безусловно, большое количество вытесненного опыта, причем как личного, так и трансперсонального, приходит в жизнь. Но мы ради этого и идем туда, потому что мы как бы идем в сторону целостности, исцеления с помощью дыхания. И, как бы, не знаю, у меня, вот я вспоминаю сейчас первый, наверное, первый свой самый важный опыт какой-то вот такой трансперсональный, вот он был связан все-таки с холотропным дыханием. Я помню, как я к Володе, Володь, тебе пришел на семинары, наверное, был в открытом мире. Вот, я тогда думал, что я много что-то понимаю уже там в здравоохранении, там здоровье, вот как-то так. Я уже был знаком, допустим, с проноявами, да, все это как бы было в моей жизни, присутствовало. Но именно там, я помню, я поймал вот этот эффект. Причем самое интересное, я помню, что я был ситтером вначале. То есть я начал не с дышащего, а я вот прям ситтером. Видимо, это моя миссия какая-то, что-то по жизни. Вот, в каком-то смысле, да. И я именно в роли ситтера почувствовал вот этот трансперсональный эффект. То есть я прям почувствовал вот эту связь, контакт, вот это какое-то доверие, потому что дышащий человек, особенно в патрубном дыхании, это очень интимный процесс такой, очень трогательный, в котором человек раскрывается. И вы знаете, поразительно то, что он прост, он чист. То есть не надо использовать какие-то психоактивные вещества для того, чтобы попасть в это состояние. Вот. И я тогда для себя вот понял, насколько вот эта связка вся, причем социальный контекст, в котором это происходит. То есть я же пробовал, в том числе, дышать, допустим, в одиночку. И я понимаю то, что есть большая разница. Я сейчас понимаю, занявшись, уже пройдя большой опыт работы социальными системами, поняв вот этот трансперсональный уровень, создав действительно там школу, целый открытый диалог, я понимаю, что такое социальный реактор. Почему вместе, когда мы находимся вместе, вместе дышим, вместе воспринимаем через вот это дыхание, находимся в такой удивительной связке друг с другом. И мы как бы, получается, через вот этот процесс, через вот это соприкосновение, искреннее открытие к этому процессу, мы подключаемся, получается, к мета-системе, к мета-уровню, к следующему уровню систем. И уж что там дальше, это уже вопрос уже следующий, как с этим разобраться, как идти, но для того, чтобы все получилось, требуется сохранять присутствие духа или присутствие в том числе в дыхании, присутствие в контакте с тем, что нас по большому счету, ну, как бы окружает. Поэтому это вот мое, скажем так, восприятие того, как я чувствую, как я воспринимаю дыхание. Если совсем подвести такой короткий итог, значит, роли, роли дыхания для здоровья, то есть, ну, во-первых, самое, наверное, важное, то, что все-таки дыхание – это такой важнейший метаболический процесс, процесс связи, обмена. То есть мы отдаем, мы получаем, где-то есть в этом процессе пауза, и это такой своеобразный двоичный код жизни. Единицы нули, как можно сказать, да, и состояние ИИ, через которое мы связаны с самими собой, и мы связаны через эти состояния друг с другом. Вот, поэтому в этом смысле для меня дыхание – это в том числе и квантование действительности, от потребности к удовлетворению, как физиологии живых систем. То есть потребность такой своеобразной, необходимо сделать вдох, удовлетворение, отдача, выдох. И вот в таком процессе вдоха-выдоха непрерывного обмена своим веществом с внешним миром мы, как бы, получается, живем. То есть мы перестаем жить, как только где-то этот процесс залипает, как где-то он там только прерывается. И за счет этого процесса, получается, мы настраиваем связь где-то с глубиной внутреннего своего присутствия и с отдачей на внешнем уровне. Поэтому самым простым ключом к обретению здоровья, я считаю, что это база, фундаментальная база, на которой все строится, безусловно, является осознание, роли дыхания в коммуникации, потому что именно через него проходят все сигналы. И если этот канал в недостаточной степени чист, то где-то происходит прерывание. Поэтому чрезвычайно важна этика процесса дыхания и этика того, что мы вкладываем в этот процесс. Этика нашего намерения здесь играет огромное значение, с одной стороны. А с другой стороны, предельно просто можно наладить свою связь с духом за счет простого внимания, уважения, дружбы с дыханием. То есть, как только я уделяю внимание на сознательном уровне самому процессу дыхания и позволяю ему произойти, в этот момент происходит синхронизация двух воздействий. С одной стороны, подсознательно-автоматической регуляции дыхания, а с другой стороны, сознательной регуляции дыхания. Как только я сознательно, не убирая сознание, но сознательно разрешаю подсознательному осуществляться, работать, и в этот момент происходит гармонизация всех процессов внутри организма, потому что они автоматически. Наш организм склонен к саморегуляции. Это основная функция, ну, то есть, это основная задача наших систем саморегуляции. Мы так про них и говорим. Системы саморегуляции отвечают за нашу жизнедеятельность. Так вот, как только мы даем сознательно возможность им отсаморегулироваться, они реально саморегулируются. И парадокс в том, что сейчас люди задают вопрос, слушай, а как правильно это сделать? Хочешь сказать, слушай, никто не знает, как правильно это сделать. Единственное правильное в этом процессе – это довериться этому процессу. Когда ты доверяешься этому процессу и понимаешь, что он по определению неправильный. То есть, он не должен быть, он безумно творческий, он безумно неопределенный, он безумно неправильный по определению. Когда только ты этому позволяешь произойти, случиться этому дыханию, то оно реально случается, и он уже становится дыханием жизни. И в этот момент происходит действительно саморегуляция. Не ты сознательно регулируешь этот процесс, а он автоматически регулируется. Как только сигнал поступает, что ты отпускаешь контрольный процесс, происходит саморегуляция. И одновременно с этим возникает эффект этой саморегуляции, и возникает восходящее влияние на кору головного мозга через ретикулярную формацию. И автоматически вот этот эффект гармонизации распространяется и на то, что происходит в нашем сознании, и на наши отношения, на других людей, на близких и так далее. Поэтому вот в этом смысле дыхание является такой, с одной стороны, стержневой функцией, на которой все построено. Обмена веществ, взаимодействие, связи, как на локальном уровне, так и на глобальном. Мостом между индивидуальным уровнем, трансперсональным, между субперсональным даже уровнем, на котором все мы связаны. Здесь дышим, обмениваемся молекулами, и в каждом из нас есть там уже по многу атомов того же Чингисхана, который когда-то тогда дышал, или Христа, или Будды, или Магомеда, кого угодно, да, то есть как злодеев, так и самых величайших людей в истории, да. Поэтому мы все, по сути, есть часть одного, вот этого, это как бы субперсональный уровень. Есть трансперсональный уровень систем, более тонких систем информационных, с которыми мы тоже можем поддерживать вот эту непрерывную связь. Сейчас еще раз покажу слайд своей презентации, вот, такое, чтобы наглядно было видно. Вот, иерархи функциональных систем. Вот эта связка, она работает на всех уровнях, и поэтому, как бы, простое очень действие, оно дает возможность как ключ, оттворить двери восприятия, как во внутрь себя, так и во внешний мир. И когда эта связь работает уже довольно устойчиво, и мы в любой момент времени можем по, скажем так, намеренно зайти в это состояние гармонии, то открываются возможности для экспериментов, для игры, в которую можно играть с большим любопытством. Игры как с помощью коммуникации, на уровне слов, образов, и как внутренних, так и внешних, как индивидуальных, так и коллективных. И здесь открывается целый, я не знаю, глядишь на Вадим, хочешь сказать, спектакль «Театр жизни», потому что, значит, да, привет. Ну, вот, потому что здесь рождается вот уже эта искра Божия, которая на следующем уровне, сказать, систем. Вот. И как бы вот такой чуть взгляд на жизнь. Володь, я, наверное, вот на этом, как бы своей стороны, то, что мне хотел сказать, там завершу. Спасибо за внимание, да, друзья. Вот. Готов, если есть, может, какое-то что-то ты хочешь, может, там, уточнить, задать, поспросить. Готов? Спасибо. Спасибо, Вадима, за то, что ты блестяще провел нас вот по установлению этих новых отношений, включая открытого диалога, и показал нам взгляд на дыхание как нашего постоянного открытого диалога с миром, с людьми. Ведь когда мы говорим, мы тоже дышим. Мы выдыхаем себя, модулируем. Когда мы воспринимаем, мы вдыхаем, вбираем, наполняемся, вдохновляемся, обновляемся, воодушевляемся. И это потрясающий процесс, да. Отдыхаем. Отдыхаем, да. Вдох, выдох и вздыхаем, в конце концов. Да, да. Когда путь... То есть это действительно фантастический, непрерывный, открытый диалог всех со всеми, со всей вселенной, который имеет вот столько много уровней, в которых мы на стольких в аспектах участвуем. Дим, может быть, ты просто расскажешь, а как дышится на Алтае? Что у вас там происходит? Ой, слушай, Алтай – это, конечно, песня. Я жду в гости и тебя там, и ребят, всех, кто здесь. Да, мы... Для нас... Вот ты знаешь, я вот, кстати, важный вопрос, Володь, ты как это... Я тебе, кстати, безумно благодарен. Помнишь, ты мне как-то музыку дал для сессии? Я почувствовал невероятное какое-то... Как-то сказать... Я прям твой дух увидел, вот этот, знаешь, как такого смелого шамана, значит, который идет где-то впереди, поэтому я сейчас вспомнил об этом, потому что Алтай-шаманизм – это же, ну, как бы место трансперсонального развития. Вот. Я первый раз, когда приехал на Алтай, мы, на самом деле, здесь уже пять лет живем, вот. Но первый раз, когда я появился, меня поразила вот эта вибрация глубинная, которая здесь присутствует. Мы приехали, и я очень рационально мыслящий человек, несмотря на свой глубокий трансперсональный опыт, я, так сказать, ну, как бы всегда стремлюсь, наоборот, отметать какие-то свои, такие, знаешь, не очаровываются, вот. Местами, ничем по миру. Много где были в мире, жили в Азии очень долго, на Пангане, на Бали, и центр у нас там революционный был. В то же время Сколково, школа, сечества, университета, спикер Теда и учитель многих людей, бизнесменов, да, в нашем обществе. Так что это замечательно, что объединяешь и визионеры, и потрясающая практика. Да, 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 ну вот смотри, когда мы приехали на Алтай, вот я помню первый момент такой, я почувствовал какую-то очень глубинную вибрацию, и я подумал сначала, слушай, ну, может быть, мне это просто, я слышал про Алтай что-то, может быть, это что-то как-то на меня навевает, скажем так, но потом с каждым разом, вот приезжая сюда, я чувствую очень важный эффект. Я поделюсь им, мне кажется, причем то, что возможно, наверное, требуется внутренняя подготовка, чтобы это почувствовать, потому что я помню, что я первый раз здесь оказался в 2008 году, когда работал в большой корпорации, воевка с тем, был директором по развитию бизнес-направления целого, и я тогда поймал это, но почувствовал на уровне, знаешь, отдыха, что тут хорошо. Но вот этот вайб, вайб глубинный какой-то, я почувствовал только вот пять лет назад, когда я был готов, достаточно чист, чтобы это ухватить. И потом, я думаю, так нет, ну так не бывает, в общем, когда я прижал карты в следующий раз, я чувствовал, особенно когда из самолета выходишь, удивительный совершенно эффект, который я очень всем рекомендую почувствовать, ты когда выходишь и подключаешься к этой системе, если ты способен услышать и впитать в себя это дыхание, ты начинаешь чувствовать, что ты дышишь большим полем, пространством прям. Вот здесь дыхание другое, здесь ты дышишь природой всей. Вот такое ощущение, я выходишь к самолету, как будто бы я разворачиваюсь, мои легкие подключаются где-то минимум 50 километров, где-то квадратным дыханием, и я начинаю дышать вот этим гигантским полем, вообще горами, реками, лесом. И я потом уже узнал, что здесь оказывается лечебно-оздоровительная местность, вот сейчас в этом районе мы живем, Аскат называется «Деревня мастеров», и Аскат переводится как «счастливейший из счастливейших». И рядом, да, ну вот это назвалось в Чемальском районе, он лечебно-оздоровительная местность. Здесь оказывается настолько уникальная среда, которая как бы используется для лечения легочных болезней. И здесь поэтому в моменты ковида здесь очень мало было болезни, реально и смерти очень невысокая, потому что вот бор вот этот, сосны, пихты, кедр, вот то, что растет вокруг, и какая-то уникальная совершенно вот эта среда, она создает особый эффект дыхания. Может быть, с этим связано, не знаю. Но здесь, конечно, только начинается мое исследование глубины, какого-то погружения в себя, в жизнь. И, в общем, приглашаю всех у нас. Спасибо. Дим, я сбросил ссылочку вот на Open Dialog Space и Шаминков.ру. Там есть маршруты, как попасть на Алтай? Люди спрашивают. Вот я сейчас скину, да, home. или дом открытого диалога РФ. Ребята, приезжайте. Вот только-только мы его вот открыли. Диалог Space. Пожалуйста, спасибо. Вот еще ссылку на дом открытого диалога скинул. Вот, спасибо. Большое. Спасибо. Спасибо за эту возможность и за приглашение нас всех. Удачи тебе и до встречи. Слушай, вот пишут фамилию ваша, Шаман. Еще прямо одну секунду. У меня все детство была, значит, очень обидная кличка Шаман. Значит, вот я сколько себя помню. Я поменял 12 школ вместе с музыкальными. И был младший всегда в себе в классе. Меня постоянно вот так вот звали. И, блин, а сейчас здесь вот уже как-то это пришлось к месту. И Юля, моя супруга, сделала бренд своей одежды сейчас. И она украшение делает удивительное совершенно. У нее Шаман называется, как сокращенно фамилию. Так что вот история, она все-таки... Шаменков, Шаманков. Шаманков. Есть такое, да. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, мы продолжаем дальше наше празднование 90-летия Грофа, наш интеллектуальный и духовный пир. И следующий выступающий тоже очень близкий мне человек, дорогой друг на протяжении последних двух десятилетий. И человек, который вдохновляет меня всегда. Когда я беседую с ним, когда я думаю о нем, когда я хожу на его спектакли, когда я читаю его вдохновенные книги, когда я слушаю его голос в приложении Димчок, где он начитал гигабайты выдающихся книг, самых, наверное, потрясающих книг, которые написала человечество. И, между прочим, обещал, я знаю, что он сделает это, начитать последнюю книжку Грофа «Путь психонавта». Очень скоро я пошлю тебе первый том досмотря. И я представляю вам всем маэстро Вадима Димчога, Фрэнки Шоу, Безумного Фрэнки, и также удивительного, парадоксального учителя человечества Мистера Фримена, и голос Мистера Фримена, создателя, вместе с друзьями и коллегами всех выпусков. Пожалуйста, Вадик, тебе слово. Володя, я надеюсь, ты меня немножко сейчас откорректируешь и направишь, потому что я в водовороте курса, который у меня сейчас проходит. Спасибо, что сбежал на время к нам, чтобы выступить. Сбежал, да, из этой эйфории, и мне очень понравилось название, которое ты сейчас использовал. Это пир, праздник, это, ну, я не думаю, что это вакханалия, но, тем не менее, вакханалия чувств, наверное, да. И здесь творится примерно то же самое, 80 человек, которые находятся в водовороте, вот, третьей ступени школы игры. И я, конечно же, в потоке этих переживаний. И, пожалуйста, направь меня в контексте того, чем бы я мог быть полезен, так скажем, вот непосредственно в этой встрече. Понятно, что мы сейчас празднуем вот это грандиозное имя, да, и я могу немножечко рассказать о том, как на меня повлияла эта личность, да. Именно это мы и ждем от тебя. Расскажи, пожалуйста. Великолепно, да. И вообще, что для тебя вот это состояние экстаза, транса, козлинных песен, дионисийских мистерий, и что это для театра вообще? Почему ты являешься проводником для своих студентов, учеников и в театральной школе, и в тренингах жизни, и так широко и мастерски используешь эти двери в расширенный мир? Ты ласкаешь мое сердце, перечисляя вот эти феномены человечества, которые я действительно с невероятным азартом и с какой-то глубинной страстью исследую. Вероятно, есть какие-то связи на более глубоких уровнях, чем эта жизнь, да, куда меня тянет и засасывает как воронку. Это, конечно же, и Левсинские мистерии, и Дионисийский театр, оздоровительные комплексы Асклепия, да, вот этот вот греческий контент, да, и рождение непосредственно театра, когда в утробе человечества вдруг родилась эта грандиозная идея, а она тоже не была вечно, она в какой-то момент возникла, да, и то, что смотрит, то, что играет, и то, во что играют, зритель, актер, роль вдруг вспучились, да, и проманифестировали свое это изумительное единство, да, то есть есть тот, кто осознает, тот, кто творит, и есть форма, которая творится в процессе осознавания, да, что, собственно, и, ну, является феноменом театра, и понятно, что каждый из нас представляет из себя этот феномен, и на этом, распаковывая это явление, изучая, вылизывая его со всех сторон, и блаженствуя в этом процессе, конечно же, и пытаясь найти теперь точку отсчета, когда же вдруг запустился этот двигатель в моем уме и в процессе моей жизни, то я, конечно же, утыкаюсь в колени, в ладони, в объятия Станислава Грофа, да, когда впервые привез из Москвы книжку «За пределами мозга», которая только-только вот вышла, новоиспеченная, и с обожаемым мной Дегтяревым мы впервые прошли холотропную сессию, и я впервые был шокирован, я к тому времени уже закончил институт, я уже работал в театре, но что-то неудовлетворительное сосало под ложечкой, и мне казалось, что театр не может быть таким узким, таким поверхностным, таким личиночным, таким плоскостным и так далее, и, конечно же, душа стремилась к чему-то более глубокому, более широкому, масштабному и так далее. И вот произошла первая сессия холотропного дыхания, когда у меня свело все, и мы прекрасно, все, что возможно, да, и эти ручки трогательные, динозаврные, да, и эти спазмы, боль в икрах, и ножки вытянутые, как струнки, и сосательный рефлекс, и все это набрякло, и я представлял из себя вот это вот трогательное существо, которое параллельно со всем ужасом, которое сопровождается в этих состояниях, я еще и ржал, ржал от какого-то глубинного восторга того, что это вообще возможно. И вот этот вот феномен, о котором я тебе много раз говорил, и ты, и сам, ну, и все прекрасно, кто проходит и проводит холотропное дыхание, постоянно говорят, как о классике, да, когда я смотрю на то, как я рожаю себя. То есть я вижу, я это огромное поле осознанности, которое творит, да, запрос, скрытый в самом себе, и я же это явление, которое в данный момент творится, рождается, да, и вот этот феномен, то, что смотрит, то, что играет, и то, во что играют, да, эта стройная модель, она на самом деле тогда и потрясла, и опечатала весь мой организм, и прошилась в нервных окончаниях, и на самом деле это и послужило толчковой идеей, или распахнуло двери выхода за пределы личиночного театра, узкого понимания того, что такое театр, да, и такого зашагивания в мистериальный театр, и дальше потянулись ниточки, паутинка задрожала, да, и стали притягиваться аналогии, опять же, и из книг Гроффа, и из книг Хэмббелла, и из книг всевозможных других мастеров, из общения с тобой, которые бесконечно исследуют природу творчества, и так далее, и так далее, и наше колображение, бесконечное смешение мозгов, да, чтобы развернуть разными гранями этот изумительный феномен, сори, здесь прохаживаются люди тоже, поэтому немножко отвлекаюсь, вот, и, конечно же, когда ты начинаешь исследовать этот феномен, но знаешь его самим своим нутром, воплощая его телом, то, что смотрит, то, что играет, то, во что играют, это феномен игры, и я являюсь этим невероятным феноменом, способным осознавать, подключаться к невероятным просторам пространства, да, которые хранятся в недрах возможности, да, умею, получаю и знаю, и мой мозг опечатан способностью использовать этот потенциал, я могу творить, создавать свою реальность, и я же сам, сама форма, которая творится, да, и отсылаясь, конечно же, уже к Эллипсинским мистериям и к Дионисийскому театру, можно провести эти изумительные аналогии, как в истории человечества возник этот уникальный феномен, и возникли целые культы и культурные пласты, которые уже апеллируют к осознанности, к творчеству, да, и к пониманию того, что мы не есть наше тело, не есть наша мысль, но мы способны творить из всего этого потенциала тот задуманный образ, да, игру, и на самом деле мы не замкнуты в тех обстоятельствах, которые достались нам по наследству, но на самом деле мы творцы. И на самом деле это самый главный манифест, наверное, который можно извлечь из театра как явление, а дальше рассматривать его во всевозможных ракурсах, и я знаю, что огромное количество мастеров, и вот Дима, да, Шеменков, которые основывают на дыхании, и такой потрясающий гимн воспевает этой дыхательной основе всего живого и так далее, и есть пластические комплексы и так далее, но все в итоге упирается, как мне кажется, в эту тройственную модель, потенциал пространства, пробужденную творческую силу, которая способна оформлять этот потенциал в огромное количество всевозможных драматургий, да, и исследования и самой формы. Зритель, актер, роль. Это, по крайней мере, то, на что я опираю свой взгляд и свой путь по жизни, вскрывая потенциал творчества. Вот. А импульсом к этому послужил вот этот период, когда мой мозг взорвался, да, разбрызгался этим переживанием, и на какой-то период я перестал спать, настолько я был воодушевлен этим переживанием, и пазл начал складываться. Поэтому, дорогой Станислав, низкий тебе поклон за этот шлепок по ягодицам, да, после которого творческая личность начинает парить и притягивать к себе уже свои модели мира, и вот за это право, то, что ты сам вправе создавать свою реальность. Вот. Я хочу, как бы, выразить эту огромную благодарность. Вадим, я хотел спросить бы тебя об одном персонаже, безумного Фрэнка. Ты же жил в этом безумии семь лет, по-моему, да, на Серверином дожде, и через себя проявились, ну, две с половиной сотни, по-моему, или даже три сотни удивительных персонажей. Триста шестнадцать жизней, триста шестнадцать ракурсов. Триста шестнадцать безумцев. Слушай, как тебе этоилось? Как ты сам не сошел с ума? Или, может быть, ты уже давно сошел с ума и вошел в сознание, являясь этим духовно помешанным Фрэнки Рликиниадом, который играет роль Вадима Демчога, нормального режиссера, мультиинструменталиста в человеческих ролях. Я помню твои программы о грофе, о рождении. Ну и вот эти вот муки рождения. Скажи, пожалуйста, тебе удалось что-то вот вспомнить там, когда ты вот изображал безумного грофа? Я не думаю, что здесь вообще можно употребить слово изображал, потому что все, что касается феномена Фрэнки, и чуть позже, уже спустя почти два десятилетия, я оформил этот феномен в контент, который называют «Даймон». И ты был свидетелем рождения этой книги, и мы даже проводили несколько интервью на эту тему, и я каждый раз, когда мне не хватало информации, бросался в твои объятия, чтобы выпросить еще какое-то направление, и ты помогала мне с огромным подбором материала, и за это тебе низкий поклон. И на самом деле вот этот творящий, безумный, позволяющий выходить за границы знаемого и бросаться в бездну мрака, так скажем, непознаваемого, изучая ту или иную биографию, влюбляясь в тех или иных персонажей. Или, знаешь, есть такая потрясающая цитата, которая крушит мне мозг. Вернир Гейзендерг атомы, не объекты. То есть, как только мы делаем атом объектом исследования, он тут же сбегает от самого себя и начинает прикрываться некой личиной. Он прячется от исследования. Атом невозможно исследовать, чтобы понять природу атома, им надо стать. То есть, преодолеть вот это вот двойственное исследовательское разделение. Нужно сыграть атом. Нужно превратиться в сам атом. Нужно уйти от дистанции некоторой, потому что дистанция сразу же превращает все в ложь. И вот здесь начинается фиглярство, кривляние. Театр сразу же рушится. И я думаю, что это очень хорошая метафора и прекрасная цитата, которая очень простая. Атомы не объекты. И это отсылка к великому исследователю, физику и так далее. И я думаю, что это может стать логотипом для очень многих входов в очень многие теории и исследовательские разные. И в этом смысле мы могли бы назвать сценографа режиссером вот этого великого спектакля, который называется «Космическая игра». Это название его книги и вообще название в значительной степени его мировоззрения. Ведь Стэн по сути доказал, что каждый человек может пережить то, что переживает атом, то, что переживает электрон, то, что переживает вся вселенная, беременный кит, душа Земли, мать Земли. То есть он по сути дал нам, показал путь и дал нам право. Он сказал, это наша нераздельная способность каждого из нас. То есть по сути Грофф открыл, что каждый человек по самой своей природе является артистом, художником, актером. Мы все можем пережить и выразить абсолютно все. Я не ошибаюсь? Скажи, маестре. И вот подхватывая тебя, я, наверное, и льщу себя надеждой, что мой вклад вот в эту грандиозную кампанию, на территории которой я сейчас имею честь разбрызгиваться разными метафорами, как раз это и есть вот это заявление об необходимости проживать объект исследования. Чего бы это ни касалось. И когда ты на территории сердца, это уже технологический момент, видишь все изначально неделимым, извините, машинки проезжают, неделимым, то есть на территории сердца есть масса практик и так далее, и так далее, то есть на некой внутренней сцене ты с объектом един. И вот это единство внутреннего видения, конечно же, ускоряет все процессы уже внешних проекций, да, ты смотришь на мир, на людей, как изначально неотделимый от людей, которых воспринимаешь, от ситуаций, которые не воспринимаешь, да, и это на самом деле и является так называемым артистическим подходом, да, ты набрасываешь на потенцию, которую предлагает тебе реальность, так называемое целостное видение, ты изначально и есть этот потенциал, ты изначально и есть то, что смотрит, то, что играет, то, во что играют, да, единый монолит, это неделимое, да, и скорости увеличиваются до такого, что ты просто входишь в ситуацию, становясь ею, да, и она взрывается изнутри твоей творческой активностью, да, ну, это фактически контент школы игры, который мы так любим с моей командой и о котором бесконечно говорим и приглашаем на тренинги, вот сейчас я присутствую на одном из них и так далее, и, конечно же, Станислав Гров, снова возвращаясь к празднованию, да, и спасибо тебе еще раз за то, что ты создал, собрал этот букет, да, и об этом, конечно же, нужно говорить и праздновать, потому что достижения совершены невероятные и семена, которые он посадил, сейчас взрастают, да, и распаковываются через уже другие системы, уже более такую подробную инфрустацию и в артистических контекстах и во многих других и так далее, и так далее. Вот. Вадик, а скажи, пожалуйста, вот зачем вообще нужны вот эти вот экстравагантные, трансовые, необычные состояния сознания для современного человека? может быть, без них как-нибудь прожить? Для творческого я понимаю, а вот... Ты ласкаешь мое сердце, оно сейчас выпрыгнет наружу, и я даже начитал одну из книг, очень воодушевляющая, и меня в момент начитки, и всех, кто к ней прикасается, я получаю массу писем благодарности за эту начитку. Это Джулс Эванс, «Выход за пределы контроля», по-моему, так называется эта книга. У меня в трансдисциплинарные игры, вот в приложении Демчок, о котором ты сказал, начитана эта книга, и она как раз акцентируется на... Вот, она отвечает на этот вопрос. Зачем в истории культуры во всевозможных проявлениях, и он там большой акцент делает на рок-н-ролл, на музыку, на всевозможные психоделические действия, естественно, касается театральных, эллипсинские мистерии, дионисийские, мои любимые, и так далее. И, конечно же, если говорить вот так вот скользь очень быстро, то, конечно же, это так терзающая нас всех жажда грубо скажем, слиться с утробным изначальным импринтом, который мы переживали в единстве с матерью, отмотать, протоптать дорожку через все пренатальные матрицы обратно к единству со вселенной, и получить этот невероятный оздоровительный, целительный эффект, потому что, когда мы сливаемся с целостностью или притягиваем мастеров, или разные техники, которые дарят нам, инициируют нас в эту целостность, то почему-то очень эти странные и психологические, и физиологические, и разного рода болезни и отклонения, они вдруг взрываются, как хлопушки. Мы перестаем быть собой, мы становимся целостными, и то, что смотрит, то, что играет, то, во что играют, снова сливаются в едином экстатическом слиянии, и происходят какие-то потрясающие чудеса, которые можно констатировать как блаженство. То есть мы вдруг переживаем эти экстатические состояния блаженства, которые, помимо того, что они целительны, они просто наполняют нас осмысленностью и переживанием благости живого, жизни, о которой Дима тоже передо мной говорил об этом и касался этого феномена, что в основе все равно лежит это невероятное неуничтожимое счастье жить, счастье пульсировать, счастье дышать, счастье ощущать тактильное ощущение, счастье мыслить, счастье чувствовать, счастье переживать все это многообразие впечатлений, да, и понятно, что когда мы отождествляемся, скукоживаемся и становимся саньмой эмоцией, да, то появляется, конечно же, сразу же то, с чем мы боремся и так далее, и так далее, но стоит немножко расшириться и пережить целостные состояния, то эта активность вдруг начинает приносить блаженство, да, и театр, столь любимый мной и манифестируемый мной уже как духовная практика, как некая нейронная мистерия, я люблю сейчас вот называть действо, которое касается уже открывая даймона или даймон за пределами света, как нейронное действие, мистерия, да, это мистериальный контекст, инициирующий контекст, и он инициирует, конечно же, в целостность, да, в умение играть с потенциалами пространства, с потенциалом пространства, который иррационален, это выход за пределы понимания, и как только мы выходим за пределы понимания, нас, конечно же, обуревает страх, как же встретиться с тем, чего я не понимаю, давайте сначала поймем, а потом я поверю и выйду в эти пространства, нет, так не работает, да, сначала нужно влюбиться и выйти в открытый океан этой черноты, этой бездны, этого мрака за пределы иррациональности, и там ты понимаешь, что это невероятное плодородие, что это потрясающая нефть, избыток энергии, из которой можно лепить, и она любит, она готова отдаться, да, здесь можно привлечь эти любимые наши с тобой термины из юнга, анимус, анима, да, это разлитое черное пространство, аниме, которое так нуждается, чтобы кто-то поставил в него точку, да, зажег свет, чтобы с помощью этого освещения это женское пространство смогло бы осознавать свое плодородие, и так начинает прощаться колесо творчества, и так далее, и так далее, то есть, сори, что я сейчас разболтался, разговорился, у тебя такие распахнутые уши, я чувствую, что меня слышат, меня понимают, да, это бальзам на душу, бальзам на душу, говори, говори нам, мы с тобой любим вращать это бесконечное колесо блаженства, вот, как бы, я надеюсь, что это был ответ на твой вопрос, почему мы, люди, нуждаемся в этой экстатике, да, в этих ритуальных конструкциях, которые позволяли бы нам вспомнить то, кто мы на самом деле, да, мы не потребительская конструкция, которая вот нацелена на использование друг друга, да, и понятно, что наша культура и социальные организмы, они построены в этих традициях, да, потребительских обменов энергии, да, что мы гораздо больше, и понятно, что благодаря определенным условиям эти традиции, они исчезли, исчерпали себя, вот эти вот инициационные, да, конструкты, которые позволяют переживать, переживать человек у себя целостным, вспоминать, да, и недаром холотропия, да, холос и тропос, да, путь к целостности, путь к инсайту, путь к шоковому узнаванию того, что я такое, бог мой, я свечусь, я парю, у меня из кончиков пальцев стреляет энергия, Володя, объясни, что происходит, и так далее, да, то есть, и поэтому, и снова, и снова низкий поклон Грофу, что он запустил, и он возродил на самом деле, хотя не только он, и там, конечно же, есть прекрасные пласты культурные, о которых ты с таким воодушевлением рассказываешь, и касающиеся, и сексуальной революции, и рок-революции, и психоделической революции, и массы-массы других пластов, контр-культуры эволюции, контр-культуры, всего того, что перепахало, переворошило, и дало опору для новых росков, для нашего будущего, да, и сейчас вот распускаются, как я наблюдаю, потрясающей красоты цветы, а семена засеяны, конечно же, щедрой рукой этого мастера, и снова, и снова, ему низкий поклон, бесконечный, и так далее. Вадик, у меня еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, вот помимо таких, ну, более или менее, я бы сказал, оформленных, контролируемых практик, в твоих тренингах, я имею в виду, в школе игры, я ссылочку дал, вот на playschool.ru, ты также ведь иногда используешь практики провокативные, ну, я понимаю, что в каком-то смысле игров провокатор, который так вот мягко, но очень тонкий, точно и уверенно оспорил и показал границы прежней парадигмы и возможности нового взгляда на мир. Но ты ведь на этом не остановился, ты же ведь так хлестко и жестко во Фримене вместе с друзьями, с Володей и другими просто-напросто поставил человечество, я не ошибаюсь, человечество перед фактом, какие же мы дураки, какие же мы идиоты, какие же мы спящие, какие же мы зашоренные, какие же мы пропавшие, вы хотите жить в этом? Или все-таки, может быть, лучше проснуться, развиваться, снять грязь и начать не только очищаться, но и расти? Вот скажи, пожалуйста, провокации и Димчок, провокации Арли Киняда, мистер Фримен, вообще, что для тебя мистер Фримен? Для меня это провокатор. В одном ряду с Ницше, Оше, Кришнамурти, я так его вижу. Поделись. Да, я, конечно же, счастлив всем тем фантикам, в которые ты сейчас обернул это явление, и оно, конечно же, глубинно резолирует и ласкает мое самолюбие, потому что действительно в определенный момент выплеснулся в интернет-пространство эта дикая, наглая, кричащая, вопящая, плюющаяся слюнями рожа, которая проманифестировала этот дикий ор относительно того, что душно, невозможно в тех средах, которые на тот момент, а это конец первого десятилетия этого века и так далее, я с таким наслаждением отдался этой фигуре, которая разрывает материю резким, таким рвущим, безжалостно, ревом, и вот дальше потянулась целая серия, и поэтому, да, конечно же, провокативность, она, ну, как-то она наличествует в природе творческого человека, и здесь нужно понять, что мы персонажи, конечно же, ненаучного, и хотя я кокетничаю тем, что я исследователь, и я отдаю должное исследованию природы творчества и так далее, но в первую очередь я понтуюсь и горжусь тем, что я все-таки ориентирован на женские методы, да, то есть на интуитивное постижение, то есть и дерзаю видеть себя наконечником копья, да, который пробивает плотные структуры мира, уже устоявшиеся, да, и от этого испытываю дичайший экстаз, и в интуитивном своем раже, конечно же, нахожу эти формы, и это касается всех наших театральных экспериментов, сейчас выйдет потрясающий спектакль «Бездна» в нашем театре Орликиниада, да, и название, опять же, провокативное «Бездна», да, и это о женской природе, играют четыре моих потрясающих дивы, это и Анна Зарянкина, и Александра Грин, и Юлия Лазерсон, и Маргарита Быстрякова, и они вчетвером, ну, прорывают ткань этих убеждений и этих стереотипов относительно понимания женского, и вообще, что такое женщина в социальном мире, и начинаясь вроде бы с такого безобидного стендапа, вдруг ткань начинает трещать по швам, и возникают такие глубинные уровни пробуждения к тому, что мы такое женщины, женское, ну, и со всеми вытекающими из этого философскими обобщениями в контексте анимы, в контексте бессознательного, в контексте коллективного бессознательного, в контексте мести, которая бессознательная накопила в женской форме относительно мужских подавлений и вообще исторического процесса и так далее, и так далее. Одним словом, я всех приглашаю на этот спектакль, 6-7 июля на сцене Театра Луны. Билеты, крохи какие-то еще остались, поэтому наберите в интернете, и можно будет попасть. И, конечно же, я в ожидании выхода следующей нашей работы в театре – это «Кто Гамлет?», и это, конечно же, непосредственная трикстерская технология, которые воплощены, и это абсолютно творение художников без головы. То есть это абсолютное отсутствие интеллектуального осмысления процессов, это тот самый наконечник копья, где мы уже понтуемся и бравируем абсолютно нерациональным подходом, потому что это наборы, взрывы всевозможных цитат, эмоций, склеенные каким-то действом. И это, можно сказать, использовать слово «это трип», это путешествие, которое дышит изначальной глубинной психоделией. Sorry, что я использую этот термин, но и вся деятельность Грофа, она тоже психоделична в своей основе, так как касается расширенных состояний сознания, измененных состояний сознания и так далее. Sorry, что я сейчас так разболтался, да ты меня завел на эту тему, потому что нет большего блаженства, чем говорить о нерациональном творчестве. Нет большего блаженства, чем говорить о заныривании во мрак, заныривании в то, что мы не можем схватить, не можем назвать, не можем определить, не можем, мы еще не знаем, жутко боимся, жутко. Да, и этот трепет, этот тремл наполняет тебя целиком, и тем не менее ты заныриваешь, и там обнаруживаешь такое блаженство, такую эрекцию, такой кайф, такой неугасаемый ритм, экстаз. Можно использовать слово оргазмического характера и так далее, и так далее, и так далее. То есть речь, конечно же, об этом. И опять, и опять низкие поклоны Грофу, который дал этот шлепок по ягодицам, да, и многие творческие личности просто взлетели от этого звонкого шлепка. Спасибо, дорогой маэстро. У нас у всех поднялась кундалини от копчика аж до сахасрары. Он распахнул свое пространство, жизнь так широко, открыто, и поделился всем. Потрясающе. Я говорю, что нам с тобой, конечно же, нужно организовывать вот эти вот беседы в гораздо более открытом формате, и призываю тебя, и снова повторяю, провозглашаю эту нашу с тобой идею, которая взросла в нашем общении. Потому что мне кажется, что это воодушевляет очень многих людей, и наша задача, конечно же, воодушевление. Нам можно не доверять, но нами нельзя не воодушевляться. Все, встречаемся сразу после твоего тренинга и начинаем. Спасибо, друзья. Удачи в тренинге. Привет всем. И спасибо, что ты меня как бы вот сейчас вот провел в моем монологе, потому что невероятное наслаждение общаться с тобой. Всем низкий поклон. Всего хорошего. Итак, я хочу спросить, здесь ли у нас следующий выступающий, профессор Виктор Викторович Макаров. Я здесь, не видишь меня? Да, все, включай видео тогда, Вить, пожалуйста. У тебя только звук виден. Почему? У меня изображение тоже, я вижу себя. Мы тебя не видим. Мы тебя не видим. Что я должен сделать, чтобы вы меня увидели? В левом углу вас. Я себе вижу. Послушай технического специалиста. В левом углу рядом со значком микрофона у вас есть значок камеры. Он у вас сейчас перечеркнут, надо на него нажать. Нет, у меня значок камеры не перечеркнут. Вот сейчас перечеркнуто. Вот сейчас. Вот сейчас мы видим. Все замечательно. Замечательно. Я рад представить следующего выступающего на нашей конференции, посвященной наследию Станислава Грофа и приуроченной к его 90-летию. Это тоже старинный друг, я бы сказал, Виктора Викторовича Макаров Станислава Грофа, который знает его тоже не один десяток лет. Виктор Викторович приглашал Станислава и Кристина Грофа на конференцию Европейской ассоциации психотерапии в 2001 году. И мы вместе праздновали 70-летие Станислава Грофа. Профессор Макаров является лидером отечественной психотерапии, президентом общероссийской профессиональной психотерапической ассоциации. Руководит образованием в области психотерапии в Российской медицинской академии. Он главный редактор журнала «Психотерапия». И много-много-много-много-много чего еще делает Виктор Викторович Макаров. Скоро, кстати, осенью будет замечательная конференция, где также будет представлена и секция трансперсональной и более широко духовно ориентированной психотерапии. Виктор Викторович, вам слово. Спасибо за такое подробное представление. Я рассчитывал выступить только с приветствием, и поэтому буду говорить не так длинно, но в течение 15 минут. Дорогие коллеги, вот я встречался с Грофом, со Станиславом два раза. Вот Владимир Майков встречался с ним, наверное, 200 раз. И благодаря Владимиру Майкову переведены все книги у нас в нашей стране. И большое спасибо за это. И ни в одной другой области психотерапии, ни в одной такой модальности этого не произошло. Я встречался с Грофом два раза. Первый раз на Втором Всемирном Конгрессе по психотерапии в 1989 году в Вене. У нас была очень большая делегация, нас было около 200 человек из России. И мы пошли на вечер перед Конгрессом. И там увидели Грофа, который стоял с Альфредом Придсом, президентом Всемирного Совета. Мы пытались говорить с ним, с Грофом на ломаном английском. Он сказал, ну ладно, давайте лучше по-русски. И получалось так, что у него по-русски значительно лучше, чем у нас по-английски. Гроф когда-то учился в институте имени Бехтерева в Петербурге. Уже будучи психиатром, он приезжал и учился в институте имени Бехтерева в Петербурге. Второй раз я встречался с Грофом в 2001 году, когда мы на нашем Конгрессе, Европейском Конгрессе праздновали его 70-летие. Мы наградили, он стал почетным членом нашей организации Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. И Гроф всегда производил впечатление человека очень достойного, очень надежного, очень умного, очень умного и очень уверенного в себе. И вот сейчас, когда отмечается новый всплеск интереса, новый всплеск интереса к той части психотерапии, которой он занимался, ну, больше пока к психоделической психотерапии. Этот всплеск интереса отмечается на Западе, и на Западе, и есть уже такой штат в Соединенных Штатах, где первым отменили запрет на марихуану, а сейчас и грибы, псилобицин стали использовать в медицинских целях, в целях проведения времени. Это уже как бы не медицинские цели. И все больше и больше клиентов рассказывает о том, что в разных странах мира предлагают путешествия, все соответствующие с использованием психотропных средств. То есть это вот все возвращается. Все возвращается. Ну, по мере того, как изменяется мир. Ведь Гроф работал сначала в пространстве, где все было очень стандартизовано, и очень многое было под запретом. Психоанализ, которым он занимался, проживая в Чехии, в Чехословакии тогда, был уголовно преследуемым и уголовно наказуемым в то время. Это была такая политическая деятельность. То, что в последующем Гроф принес в психотерапию, большую мировую психотерапию, ну, реально он один из тех, кто принес духовность в мировую психотерапию. И я немножко об этом хочу сказать. В советское время мы работали в двухчастной парадигме. У человека было тело, и у человека была нервная система. И психика. Нервная система и психика – это психика порождения нервной системы. Это двухчастная парадигма. Затем, благодаря работе известного венского исследователя, у нас появилась трехчастная парадигма. Био-психо-социальная. Вот до сих пор наши коллеги, психиатры, такие наиболее продвинутые психиатры в нашей стране, из Национального центра имени Бехтерева, до сих пор работают в трехчастной парадигме, сообщая о ней как о нечто новом. Вместе с тем, в недрах нашей отечественной психотерапии родилась четырехчастная парадигма – био-психо-социо-духовная. И вот когда родилась четырехчастная парадигма, и когда мы стали смотреть на духовность, у нас была конференция, даже первая конференция технологии и духовное измерение в психотерапии. Это было 13 лет назад уже, и на конференции был большой круглый стол, и этот круглый стол вел я, профессор Бурно Марк Евгеньевич, классик нашей психотерапии, и профессор Эйды Миллер из Петербурга, ушедшие из жизни, классик нашей психотерапии. Вот именно Эйды Миллер, Эдмон Георгиевич, когда я приезжал в Петербурге с докладами, именно он всегда пытался защитить те позиции, которые я говорил о духовности, а в зале обязательно находился человек, который поднимал руку и говорит, Викторович, дайте точное определение духовности. Не можете? Ну тогда мы же здесь наукой занимаемся, о чем мы говорим? Тогда ваш доклад лишен смысла. И вот на этом собрании, на этом конгрессе у нас был круглый стол по духовному измерению психотерапии. И вот именно там я чаще всего вспоминал и цитировал Грофа, потому что это было 13 лет назад, потому что там были разные высказывания. В том числе дама, психотерапевт, которую я бесконечно давно знаю, она встала и сказала, вот я была кодировщиком, ну то есть кодировала от зависимости, потом стала трансперсональщиком, потом стала транзактником, потом я занялась телеской, а теперь я занимаюсь духовкой. Я говорю, я все понимаю, но не понимаю, что значит последнее. Она говорит, ну как, то, о чем вы говорите. И я осознал, что в нашей практике, в нашей жизни легко заболтать. И вот мы являемся учениками учеников, и мы многие десятилетия должны изучать наследие Станислава Грофа и то, что им создано и будет еще опубликовано для того, чтобы войти в пространство духовности. Мы пока ученики учеников. И мы остаемся в нашем пространстве, в пространстве психотерапии, в пространстве психологии, но вместе с тем работаем по био-психо-социо-духовной парадигме. Что происходит в мире и в России? Происходит следующее. Происходит следующее. Есть психические расстройства. Есть психические расстройства. Есть норма. И есть большое пространство между психическими расстройствами и нормой. Особенности людей. Так вот, в традиционное советское время все особенности относились к психиатрии. вяло-текущая психиатрия, шизофрения, шизофрения, без шизофрения, там все, 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 все. Сегодня все относится к норме. Все относится к норме. Границы нормы постоянно расширяются, с каждым годом расширяются. Границы патологии с каждым годом суживаются. Особенности людей стали учитываться в границах нормы. Еще недавно в границах патологии. В границах патологии. И вот здесь, конечно, учение Грофа имеет особое значение, потому что вот те люди, люди с особенностями, они нуждаются в нашей помощи, нуждаются в нашей поддержке. И еще хочу сказать, что в этом году, совсем недавно, мы начали большую кампанию по аккредитации профессионалов, работающих в области психотерапии и психологии. Мы аккредитируем через нашу национальную организацию «Союз психотерапевтов и психологов». Эта аккредитация, согласно соответствующему 315 закону Российской Федерации, дает право работы в данной модальности в течение трех лет. Потом надо будет снова пройти аккредитацию. Сегодня у нас заявлены процедуры гранд-перентинга, когда можно аккредитоваться за прежние заслуги. Для этого нужно быть действительным членом лиги или членом саморегулируемой организации и предоставить соответствующий документ, который называется профессиональная биография. Аккредитоваться можно также и без процедуры за прежние заслуги, а обычным путем. Можно пройти первичную аккредитацию. Для этого нужно представить портфолио, показать ваше соответствующее образование, показать ваши часы теории, практики, личной терапии, супервизии и соответствующим образом получить аккредитацию. То есть мы вышли на официальное признание, вышли на официальное признание, и это наша победа, и это результаты нашего очень длинного пути. Очень длинного пути. Вот мы, наконец, вышли на этот уровень, и, думая о тех, у кого мы учились, думая о Станиславе Грофе, а у нас в стране о Владимире Майкове, мы понимаем, какой длинный и трудный путь прошли эти господа. Мы понимаем, что мы стоим на плечах у мощных людей, у титанов, и что наш путь будет очень интересным, очень результативным. И я готов ответить на тот вопрос, который много лет назад мне задавали на Конгрессе по трансперсональной психотерапии в Большом Всемирном Конгрессе по поводу того, что могут ли люди, не имеющие медицинского или психологического образования, заниматься трансперсональной психотерапией. Я отвечаю, да, могут. Согласно новых представлений, согласно возможности аккредитации, могут, получив соответствующую аккредитацию, аккредитационной комиссии будет, конечно, Владимир Майков по этой модальности будет, и соответствующим образом это все легитимизируется. Завершая свое выступление короткое, я хочу сказать, что в психотерапии и в психологии все больше и больше духовных измерений. Но с учетом того, что именно в трансперсональной психотерапии и психологии, трансперсональной она состоит просто из духовности, являясь частью духовности, мы, создавая соответствующие структуры, конечно, всегда будем привлекать профессионалов по трансперсональной психотерапии, психологии, будем учиться у вас, будем вместе с вами достигать поставленные цели. Благодарю за внимание и завершаю мое выступление. Благодарю, Виктор, за замечательное освещение всего поля и, конечно же, прежде всего за твои многолетние усилия и лидерство в развитии нашей психотерапии как уникальной дисциплины, которая отлично от профессии врача и вбирает в себя все богатство гуманитарной культуры и наших знаний о том, что такое человек, насколько бездонна его душа, чтобы сохранить все это богатство возможностей. Спасибо большое. Итак, у нас перед следующим докладом, следующий доклад у нас Бронислава Виногродского. Есть некоторое время, которое я также займу, для того, чтобы рассказать немножко вам о своих направлениях, которые я развиваю последние годы. Я пожертвовал свое время на круглом столе своим коллегам, потому что знал, что у меня к ведущему будет больше возможностей. Я давно занимаюсь холотропным дыханием, преподаванием трансперсональной дисциплины. Главное место – это Московский институт психоанализа. И сейчас я бегло вам покажу, что у нас там происходит в Московском институте психоанализа. Покажу демонстрацию экрана. Так, так, так. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это сайт Московского института психоанализа. И в разделе психологическое консультирование вы можете найти вот целых три трансперсональных программы. Трансперсональное консультирование и психотерапия очная. То же самое – дистантное. И трансперсональный коучинг, начиная с этого года. Вот, пожалуйста, самая большая программа – очная. Примерно два раза в неделю у нас очные занятия по трансперсональной психотерапии. На сайте вы можете посмотреть структуру программы, условия поступления, стоимость, преподаватели и так далее. И, кстати, ссылочка на мой фильм «Танец бесконечности». Рекомендую всем, кто интересуется его посмотреть. Станислав Грофт – один из ключевых героев. Вторая программа – это онлайн. Программа по трансперсональному консультированию и психотерапии. Но программа-то онлайн, но у нас есть две очных пятидневки. Это необходимо для того, чтобы программа была засчитана, эта программа тоже, как два модуля в международной программе «Тренинг наследия Грофа». И вот, наконец, третья программа, которая стартует в этом году – это трансперсональный коучинг. И мы свели воедино все знания и практики развития из этих дисциплин. Дальше. Другое мое детище – это проект «Homo Realitas», то есть «Человек реальный», «Мастерская эволюционных знаний и практик» Владимира Майкова, так это называется. И здесь мои авторские курсы. Эти курсы родились во мне, они проявились через меня. Я не придумывал, не старался что-то специально развить, но я просто не мог удержаться. Это лилось через меня. И, в общем-то, все курсы имеют долгую историю, они вырастали во мне, вот в том пространстве моей жизни, формировались, имеют такой вот как бы внутренний испытательный полигон. Это инструменты эволюции, знаний и практик, которые делают нас реальными, шестинедельный курс. И квинтэссенция этого курса в художественном виде изложена в моей программе, в моем фильме, извините, с одноименным названием «Инструменты эволюции». Затем курс «Сам себе психотерапевт. 12 древних практик заботы о душе». Я спрашивал себя много лет, чем была психотерапия. До психотерапии, как люди заботились о душе, решали проблемы. И вот ко мне пришел ответ, в конце концов. За 25 лет я открыл 12 древних практик заботы о душе и понял, как мы можем применять, практиковать их в своей жизни самостоятельно, тем самым решая очень многие проблемы, которые заставляют нас идти к психотерапевту самостоятельно. Следующий курс – это «Путешествие героев. Восемь историй, которыми мы живем». И это дальнейшее развитие гениальных работ Джосефа Кэмпела, который первым показал о том, что героизм – это ключевая, главная энергия нашей жизни. Это то, что движет нами. И на основании многочисленных исследований, исследований Грофа, работ Минделла, работ Кеновилбера и всего спектра исследований развития, творчества, отношений, я построил, наверное, самую объемную, большую карту человеческой жизни и наших путешествий в этом мире. И знакомлю с восьми измерениями героизма, главной энергией, которая движет нами. Этот семинар полезен всем людям, но особенно людям творческим и лидерам. Следующий семинар – творцы, артисты и художники в каждом из нас – это творчество. Это о том, как раскрыть своего творца, своего артиста, своего художника. Я только что этот семинар недавно в этом году закончил, ну и, надеюсь, в следующем году тоже повторю. И пятый семинар, я над ним сейчас работаю, большую часть я уже записал. Это о духовности повседневной жизни. Это квинтэссенция и моего личного опыта духовных практик, опыта духовности. И я обобщил также все, что мне известно из духовных традиций и из исследований. У истоков – это 20 моих бесед с великими мастерами. Эволюционный кинотеатр Владимира Майкова – это три моих документальных фильма. «Танец бесконечности. Инструменты эволюции» и «Тайда» Карлоса Кастанеда. И, наконец, здесь же дана ссылочка на другой проект, который я веду. Это международный тренинг «Наследие Грофа», который имеет и вот свой сайт. Этот тренинг продолжается. На него еще можно записываться, подключиться. Первые два модуля мы в теоретическом формате и практически раздельно ведем в связи с ситуацией с ковидом. Поэтому можно подключиться, пройти теорию. И мы надеемся, осенью состоится два семинара первого и второго уровня, первого и второго модуля «Практика». Здесь на сайте вы найдете ответ на все вопросы, подробную структуру модуля, контакты и так далее. Как на него записаться. Вот, наверное, очень коротко о моих учебных программах. Ну и также у меня есть другой сайт. Сейчас я вам покажу. Transpersonal.ru. Где? Так, русскими буквами набрал. Сейчас. Transpersonal.ru – это тоже мой старый сайт. И здесь вся информация, в общем-то, о моих программах, о моих семинарах, все сведено. Здесь же вход, Стэн Грофф это упоминал, наверное, в самый большой трансперсональный архив, видеоархив в YouTube собраны все семинары мастеров, все конференции здесь. Так что вы просто кликайте YouTube и оказывайтесь здесь, включаете видео и смотрите много-много-много. Тут свыше 500 различных видео, конференции, мастера и так далее, онлайны. И встретитесь с многих своих хороших знакомых. Ну вот, наверное, вкратце все. 15-25. Здесь ли уже Бронислав? Бронислав, ты здесь? Пока не вижу, не слышу. Следующий наш выступающий Бронислав Брониславович Виногродский. Бронислав на подходе. Сейчас мы его вызвоним. А пока давайте я поставлю видео Станислава и Бригитты Грофф, где они рассказывают о трансперсональном тренинге Гроффа. Бронислав Брониславович Виногродский тренинг. Бронислав Брониславович Виногродский тренинг. Брониславович Виногродский тренинг. Бронислав, Бронислав, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, конечно же, сам дышит всю свою даотскую жизнь и дышит очень здорово. Я надеюсь, что ты расскажешь нам о тайнах дыхания и что-то ноу-хау из твоего видения того большого мира, который в том числе олицетворяется и открытиями Грофа. Пожалуйста, Продолжение следует... Ну, значит, у нас тема дыхания. А сколько раз... А вообще, на самом деле, все вот эти вот мои... Это всегда были мои любимые выступления, Волочка, у тебя. Значит, и, в принципе, я всю свою, по сути дела, там полуосознанную жизнь, я на этом дыхании и сам, собственно говоря, и вешу. Почему? Потому что, в принципе, по китайской традиционной парадигме, которая состоит из трех аспектов основных, это учение о сознании, учение о времени и учение о теле. То есть, собственно говоря, медицина, календарь и книга перемен. Вот три единицы, которые составляют такую целостную конструкцию, в которой там человек пребывает. И по китайской химии это, собственно говоря, тело, сознание, дух. Это есть, по сути дела, там ощущение тела, есть переживание о дыхании и есть действие духа, действие сознания. Значит, и вся любого рода вообще технология работы с собой, значит, китайской традиции, она обязательно строится вокруг управления дыханием. То есть, собственно говоря, понятие яйчигун, хотя само понятие яйчигун – это понятие позднее довольно, само понятие, но существовало понятие нейгун – работы с внутренним. Значит, и вот эта работа на яйкун, работа с внутренним, значит, она подразумевала, что ты в любом случае делаешь, проходишь пять этапов, значит, основных работы с собой. Это ты занимаешься тем, что ты, значит, из трех вот этих аспектов – вещество ощущения, вещество дыхания, вещество духа, да, собственно говоря, это есть тело, дыхание и сознание. Значит, ты выходишь на более высокие уровни, значит, и первый, на первом уровне ты совершенствуешь вещество своего, своих ощущений, то есть тело как таковое ощущение тела, превращая его в дыхание, значит. Значит, и на следующем этапе, значит, ты занимаешься тем, что ты управляешь, значит, совершенствуешь. Там иероглиф такой «лянь» означает он «рафинировать, утончать», то есть, собственно говоря, ты все время утончаешь качество своих ощущений, ты движешься в сторону как бы более глубокого и более тонкого восприятия реальности, расширяешь диапазон реальности, расширяешь границы реальности. И на первом этапе, следовательно, ты очень внимательно отслеживаешь свои ощущения и понимаешь, что каждое ощущение – это есть единица дыхания, она вне дыхания не существует. Каждая единица – это ощущение любого, куда бы ты ни направил свое внимание в теле, оно все время дышит, это происходит расширение и сужение. И само понятие духа, вот этого вещества сознания в китайской традиции иероглифшень трактуется как то, что постоянно сокращается и разжимается и сжимается, растягивается и сжимается. И поэтому, когда ты начинаешь отслеживать последовательность во времени своих ощущений, ты неизбежно смещаешь фокус свой на управление дыханием, собственно говоря. Потому что при этом, как говорится в моей любимой книжке Дао Дэдзин, когда ты на пути, все происходит само собой, значит, и ты в любом случае будешь выходить на то, чтобы попасть в этот поток. Потому что суть вообще человеческого, она состоит именно в том, что ты все время выпадаешь из потока. То есть в обычной аврамической парадигме нам кажется, что это наши уникальные характеристики нашего характера, это качество личности, значит. А по большому счету это там полная фигня, это как раз показывает в том, что мы никак не можем, собственно, обрести лад ни с самими собой, ни с природой, значит, с природой этого мира. То есть по одной делу ты попадаешь в поток возможности взаимодействия, значит, в каком-нибудь едином каком-нибудь столе какого-нибудь этого там, значит, или с гаишниками на дорогах, значит, или научаешься там бюджеты разделять куда-то правильным образом. Значит, это тоже попадание в поток, но это локальные потоки, да, как таковые, значит, эти локальные потоки, по-китайски это называется с, в отличие от гун, это корыстные какие-то, когда у тебя цели есть. Значит, высшее бескорыстие достигается только через то, что у тебя появляется высшая цель, которая единственная у человека высшая цель существует, это абсолютное познание себя. Потому что вообще познавать больше ничего нельзя. И если ты, собственно говоря, имеешь достаточно дерзости, чтобы поставить себе такую цель, несмотря на то, что, ну, все тебе все время говорит, что сколько ты не суетись, все равно ни хрена ты себя не познаешь, да, но с этой точки зрения я люблю вот эту чудесную историю с Кастанедой, там еще там из детства, идущая из нашего, да, вот когда говорится про четыре врага на пути человека силы, и последним врагом я опущу первые, значит, хотя они интересные, не будем их сейчас трогать, это смерть, с которой ты никогда не справишься, но только-то в том случае, если ты будешь, тем не менее, с этим врагом бороться так, как будто у тебя есть шансы, зная, что таких шансов нет, вот это ты делаешь такой дабл-пайнт, я очень люблю вот это вот понятие бейтсоновское, дабл-пайнт, двойной обусловленности, да, то, что делает шизофриногенным сознание этого мира, потому что в мире, в котором мы живем, есть множество вещей, которые нельзя делать, но их нельзя не делать. То есть мы все время создаем и живем в поле таких законов, которые мы создаем таким образом, что мы их вынуждены нарушать, и вынуждены жить с этим чувством того, что мы можем в любой момент попасться. И вот этот вот дабл-пайнт, по сути дела, как раз он может размагнититься только через эту тему, когда ты начинаешь бороться с тем, когда ты делаешь то, чего ты не можешь делать, не делать, но его тебе нельзя делать, потому что оно бесполезное делание абсолютно. Вот это уже джуанзе такое начинается. Как только ты начинаешь делать бесполезное делание, когда ты начинаешь делать это действие, которое говорит о том, что ты его никогда не достигнешь успеха, но делать ты его должен именно так, как будто у тебя этот шанс есть, но при знании, что нет, тогда у тебя появляется шанс этот дабл-пайнт разомкнуть. То есть, по сути дела, потому что, конечно, мы так все умные, и очень все время хочется думать, что таки я один не попался, все здесь остальные попались немножечко, а я один, а мы здесь все трогательные, убогие, забавные, очень нелепые такие, в общем-то, сущности. Все мы люди, да, и все мы в равной степени здесь инвалиды какие-то вот этой всей этой истории. Это и есть здоровое существование современного человеческого сознания, шизофрения, как таковая. И только когда ты выходишь, когда ты начинаешь, ставишь вот эту вот задачу полного постижения себя, а полное постижение себя возможно только через овладение потоком времени, овладение потоком времени, которое движется в одну сторону, и ты не можешь в нем остановиться, невозможность остановиться в потоке времени, по сути дела. И это точно так же, как поток дыхания, который идет, и который у тебя на самом деле никакой необходимости осознанно контролировать, нет у тебя этой истории. Ты попадаешься, там тебе начинают рассказывать какие-то люди, дыши так, дыши эдак, значит, ты начинаешь честно дышать, понимаешь, что все это, опять же, конечно, очень хорошо, но оно не решает базовых задач, но в процессе этой работы, в процессе этой работы, ты делаешь какие-то такие усилия, да, вот эти вот совершенно сумасшедшие, нереальные, которые такие тебя меняют, несмотря на то, что ты себя меняешь так, что ты ставишь заранее предпосылкой, что ты меняться-то не будешь, понимаешь, такая штука. И вот это вот хитрость, поэтому вот это первое действие, в котором ты сосредоточенно следишь за своими ощущениями, по сути дела, випассана такая, да, по сути, таким словом можно описать. Следишь, отслеживаешь эти ощущения тела, значит, чуть-чуть меняешь свое положение, там, где расположение во времени, меньше спишь, там, я не знаю, там, меньше ешь, значит, ты начинаешь, у тебя начинают появляться какие-то ощущения, которые ты можешь уловить только с более тонким дыханием. То есть, по сути дела, на самом деле, ты можешь ловить свои ощущения только через дыхание, нет никаких других способов ловить эти ощущения, да. Но есть, у тебя есть вот это вот грубое ощущение, и ты говоришь, я люблю острую пищу, понимаешь, какая штука, я люблю, если сладко, так чтобы аж вот это, так чтобы оно, ого, какое было соленое, да. То есть, густота вкусов, это то, о чем говорит Лаудзе в своем Даудзе-зине, что, типа, там люди, чем больше густого они стремятся поглотить, тем быстрее они приближают себя к смерти, к своей гибели как таковой, потому что, конечно, достижение пресности видения, да, и пресности переживания этого мира, только в этой пресности и прозрачности видна вот эта вот глубочайшая тайна, когда ты в эти прозрачные воды вглядываешься, там, смотришь туда, тогда вот эта вот история как-то у тебя проявляется. Значит, и, следовательно, вот это вот первое действие, в котором ты начинаешь утончать свои ощущения, превращая их в дыхание. На следующем этапе ты понимаешь, что у тебя никаких ощущений, кроме дыхания, это и нету больше никаких, только дыхание есть, и поэтому однажды-таки ты приходишь к этой точке, в которой ты начинаешь направлять свое ощущение на вот это вот самое дыхание свое, возвращаешь это ощущение, которое стало дыханием, на ощущение дыхания. Но и то, и другое, все говоря, ты и приходишь к этой точке, когда у тебя происходит, когда у тебя дыхание становится твоим сознанием в следующем этапе. Ты начинаешь делать все тоньше и тоньше свое дыхание, и ты понимаешь, что дыхание состоит из образов и переживаний, что вот это вот так называемое ощущение движения воздуха постепенно исчезает. То есть, знаешь, когда отдаешь какие-то упражнения тигуновские на первом этапе и говоришь, что вот сюда ты двигаешь руки на вдохе, а сюда на выдохе, и человек старательно делает так, чтобы ему было слышно свой вдох и выдох. Тогда как основное требование заключается в том, чтобы дыхание для начала перестало быть слышным, перестало быть слышным вообще, да, а на следующем этапе перестало быть ощутимым, чтобы ты его вообще перестал ощущать. Вообще понятие ощущения и чувства, когда они становятся терминами, значит, они распределяются ощущения, связанные с понятием щупать, с осязательной функцией, а чувства связаны с понятием чуять. Чуять – это нюхать и слышать, да, чувать. Значит, вот эти два распределения, с одной стороны, щупать и зреть, видеть, как таковая, это направленные вовне движения твоего внимания. И нюхать и слушать, чуять, они объединяются одним словом, это направленные вовнутрь движения твоего внимания. И посерединке у тебя остается еще два – это вкус и дыхание. Вкус и дыхание, потому что дыхание тоже является этим самым инструментом основным. Значит, и поэтому ты вот работаешь в этой точке с дыханием своим, а ощущения уже у тебя к тому моменту становятся дыханием, а дыхание начинает превращаться все тоньше, тоньше и тоньше вот в эти переживаемые образы, из которых строится ткань, ткань твоего сознания, ткань знаковой системы бытия, ибо знаки в сознании твоей – это невероятно тонко ощутимые единицы вот этой вот реальности, я не знаю, там фотоны, кванты, я не знаю, кварки, значит, как их ни назови, все равно ты не определишь словом, как говорится опять же в Дао Дзине, что подбирая произвольное, оно невыразимо ни в каких именах, но выбирая произвольное название, назову его Дао, назову его путь, значит, назову его истина. Кстати, опять же, вот это понятие Дао, оно эквивалентно греческому «логос», по сути дела, да, и вот когда говорится в Евангелии от Иоанна вначале было слово, где стоит в греческом тексте оригинале слово «логос», то переводят они его словом «дао», значит, на китайский язык, когда переводят Евангелие, вначале было слово, то есть вначале было Дао, значит, вот, и это Дао было шень, это очень интересно, и Дао – это было шень, а шень – это которое Бог, это вот и есть тот самый Дух, это то сознание, с помощью которого ты воспринимаешь дыхание и ощущение, да, значит, следовательно, и слово было «Бог», и Дао было, вот видите, какие изменения происходят, когда ты переводишь, значит, этот христианский текст, значит, один из самых знаменитых, же цитат вначале было слово, да, как таковое слово было, и слово было к Богу, и слово было к Богу, значит, в переводе-в-переводе, слово было к Богу, значит, там говорится, и Бог был словом, и это было вначале, значит, как таковое. Вот эти вещи, но там появляются в китайском языке вот как раз эти понятия Дао и шень, значит, и вот это вот Дао, которое следует самому себе, и ты с помощью этого вещества сознания, вещества силы сознания и качества сознания, ты начинаешь делать что-то с дыханием. Ты более внимательный, и следующий этап, он находится, вот если помните, упражняешь ощущение, превращая дыхание, упражняешь дыхание, превращая его в сознание. Дальше ты упражняешь сознание – это дух, упражняешь этот самый дух, это сознание, возвращаясь в пустоту, то есть ты дальше расчищаешь это пространство, убирая постепенно самого себя из самого себя, значит, в конечном счете, таким образом, приходишь к ощущению пустоты всего, есть только пустота и форма, значит, ты приходишь к ощущению пустоты или к пустоте ощущений одновременно, здесь вот эта тема обратных этих смысловых единиц, она всегда такая, что вот если есть ощущение пустоты, то есть и пустота ощущений, ты понимаешь, что вот когда ты доходишь до предела, вот этих допредельных оснований, да, ты обязательно, они начинают превращаться в друг друга, значит, и когда ты начинаешь все ощущать как пустоту, и быть в ощущении пустоты во всем абсолютно, когда ты упражняешь, еще утончаешь эту пустоту, делаешь дальнейшее движение, и когда ты наконец возвращаешься к понятию дау, когда последнее действие это ты упал, но при всех вот этих вот раскладах, значит, у нас есть до этого ощущение и дыхание, это вот наше человечество, дыхание, значит, небесная история, по сути дела, и там ты почти, там нас нету, к сожалению, но мы себе воображение, мы себе представить можем все что угодно, да, вот эта вот история, нам выдан такой вот этот вот аппарат воображения, которое называется, мы можем себя представить, там, бессмертными, летающими, там, пишущими и так далее, но в реальности актуализировать, ибо людей на уровне, значит, ментальном сносит, и им кажется, что они уже что-то постигли, поймали какие-то там вот это вот птицу феник за хвост, я все время предлагаю проверить адекватность своих переживаний по поводу своей святости, зависанием на две секунды в двух миллиметрах от пола, все, вот этого, вот этого достаточно, чтобы действительно, если такое у тебя получается, такой трюк как таковой, то в той области, в которой это получается, потому что это может быть еще и галлюцинация, кстати говоря, в той области, в которой получается, ты уже святой, можешь требовать там компенсацию, премию, значит, я знаю, у меня в одной из сторон есть там такие достижения, вот, поэтому в следующем раскладе, когда ты, вот эти, вот у тебя получается ощущение дыхания, дыхание, сознание, сознание, пустота, пустота, путь, вот это вот, вот, собственно говоря, структура, в которой ты оперируешь всем, вот этой всей конструкцией дыхания, дыхание, по сути дела, это вдох и выдох, и дыхание, это одновременно вход и выход, дыхание, это то, что позволяет тебе ощущать время, и поэтому современный человек, вот в аврамической парадигме, так как дыхание у него очень практически выключено, да, как аппарат отслеживания реальности, то есть он с помощью дыхания не оценивает реальность, у него нет ощущения, вот это, как сказать, глубины дыхания мира, то есть, в принципе, человек дышит миром, но не позволяет миру дышать собой, вот это очень важная история, а здесь надо понимать, что каждый раз, когда ты выдыхаешь, выдыхаешь, мир вдыхает тебя, вот это очень важная единица, когда ты вдыхаешь, то мир выдыхает тебя, и, собственно говоря, точно так же, как дыхание ночи и дня, да, да, день – это выдох ночи, а ночь – это выдох дня, они друг друга вдыхают и выдыхают. Опять, если мы придем к чудесному джуанзе, то все предметы живые, все дышат друг другом и все выдыхают и выдыхают друг друга, то есть, собственно говоря, и вот это понятие китайское ци, которое состоит из двух единиц, одна единица – это поток вообще троичный бытия, вот это вот самого тела, тело, дыхание и духа. Значит, а второй, значит, это девятиклеточная матрица, собственно говоря, девять полей восприятия человеческого сознания, да, вот девятиклеточная матрица, девятиклеточный квадрат, в котором мы оперируем этим миром. Это направление, по сути дела, два типа направления, это направление влево-вправо, значит, три лет назад, ну, собственно говоря, восемь сторон света и центр, это девятиклеточная матрица. А в теле, в человеческом опять, если приходить, то девятиклеточная матрица записывается, это поиск равновесия, что это за действие, потому что любая ментальная конструкция, она представляет собой один из типов действия. Это моему Кенарю нравится, что я говорю, он тоже мне, значит, помогает вещать. Значит, поэтому девятиклеточная матрица – это равновесие между верхом и низом в теле в твоем, это равновесие между передним и задним твоим положением, это между лево и право и между внутренним и внешним. Вот это оси, по которым ты распределяешься, и твое дыхание распределяется по этим осям. По сути дела, если ты правильно будешь отслеживать, если ты научишься, если ты на этом первом этапе научишься улавливать вот эти вот свои тенденции дыхания, и если у тебя получится внимательно не терять внимание на ощущение дыхания, не терять внимание на ощущение дыхания, тогда ты точно увидишь, что один раз ты делаешь вверх-вниз, лево-право, перед-зад, внутреннее-внешнее. Они у тебя чередуются, вот эти вот смены дыхания. И реально твое внимание все время проскакивает через центр. А задача заключается, чтобы в конечном щеке оказаться в этом центре, который по китайской, значит, традиции называется даньхянь, или центр средоточия, поле средоточия. Этих центров средоточия в человеческом теле рассматривается три основных. Это точка гуань-юань, это на чуть-чуть на полтора-два сантиметра ниже пупка, в центре, там, в глубине. Вторая точка — это вот между сосцами, значит, если провести вот эту линию, это середина груди. Шанчжун — это точка в китайской медицине называется. И третья точка — это точка между дубровями, она называется миндхан или зал просветления, по сути дела. Вот эти вот три единицы, о которых я говорил, тело, значит, ощущений, переживания, дыхания и осознания духа — три единицы, они вот как раз и находятся по этим трем центрам. Но вот этот вот центр главный, нижний как таковой, потому что здесь нас и так слишком много, значит, у современного человека, если представить его ментальную проекцию, здесь у него огромный колобок такой, который уже съел и лису, и бабушку, и дедушку, я не знаю, и самого себя пожрал несколько раз, и катится как вот этот скоробей со своим навозом, по сути дела, как скоробей, который превратился в навозный ком. Это наша такая конструкция истории. И в этой конструкции истории вот мы проживаем в этом колобке, и нам очень трудно опуститься вот здесь у нас, поэтому, значит, так как мы здесь все, вот здесь нас еще достают эти волны, но это в основном волны переживаний, потому что вот эти переживания — это, собственно говоря, гневливость, радостность, задумчивость, печаль и страх — это есть тоже в модуляции дыхания. Обязательно модуляции дыхания, значит, когда человек гневается, например, гневается, а его дыхание резко поднимается вверх из печени. Когда человек, значит, веселится, его дыхание рассеивается вовне сердца и так далее. То есть если человек, значит, зависает на страх, оно его связывает, это внутреннее дыхание, например. Значит, и если ты на этих вещах зависаешь, да, вот на какой-то... Ну, по-другому, 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 людей в связи с ян, нам все время не хватает, нам нужно больше сосредоточить вот это в качестве главных. Значит, вот эта вот история, если ты с этими вещами работаешь по-настоящему, то ты уходишь от этих вещей, у тебя смещают в центре приоритетов, то есть с этими иными центрами приоритетов, когда ты работаешь вот с тремя этими центрами основными, то у тебя совершенно другое становится переживательным. Ты понимаешь, что там гневаться ни в коем случае нельзя по причине того, что каждое, каждое твое раздражение – это уменьшение количества и качества жизни впереди. Уменьшение количества и качества жизни, более того, чувство количественно уменьшения качественной жизни впереди. То есть ты можешь ещё там, может быть, и сохраниться, но очень некачественно, чего я никому не рекомендую, потому что сохранять нужно себя здесь подольше и качественно. А это связано как раз... Ну, все же наблюдают, что когда у нас начинает это вот это вкрячивать по эмоционалке по какой-то типа там а еще тебе же рассказывает все время этот мир что типа там ну вот депрессия стресс это же любой человек подвержен фигушки понимаешь типа там идите нафиг это вы никто не подвержен сами выбираем надо нам депрессию или не надо потому что если ты занимаешься практиками управления дыханием а тут и конечно же не попадаешь в эти состояния у тебя дыхание всегда будет характеризоваться шестью основными качественными характеристиками дыхание твое всегда будет ровным плавным мягким длинным глубоким и тонким ровным плавным мягким длинным глубоким и тонким и ты никогда не будешь а у современного человека дыхание что Поэтому, значит, там все эти сопутствующие тебе астмы, бронхиты, ну и COVID с поражением легких. Здесь, конечно, сейчас мы на актуалочку, значит, благодаря тому, что Сергей Семенович нам дал новые эти поводы для размышления об актуальности происходящего, то, значит, про это тоже нужно чуть-чуть зацепить. Значит, вообще вся эта COVID-19 тема, она абсолютно стопроцентно связана с недооцененностью дыхания, потому что дыханием управляет в организме легкие, значит, а легкие они одновременно управляют совестью и осознанностью. Что такое совесть? Значит, два базовых понятия нравственных чувства – это совесть и доброта. Совесть соответствует легким, доброта соответствует печени. Значит, и совесть, она же, она и есть consciousness, она и есть совесть, она и есть сознание, да, по сути дела. Вот это очень интересное английское слово consciousness, которое означает consciousness as a consciousness, and at the same time, pricks of consciousness, уколы совести, да, вот эти вот, по сути дела. Значит, и одновременно это осознанность, то есть ты поступаешь по совести, ты всегда поступаешь осознанно, нет других вариантов. То есть по совести всегда поступать осознанно. И вот эта вот тема, в силу того, что это очень сильно ушла, совесть, она все время противопоставляется выгоде. То есть, собственно говоря, это основное отличие вот этого человека осознанного, дзюньцзэ, благородного человека осознанного, от человека маленького. Потому что маленький человек, если нет выгоды, то он и не пошевелится никогда. То есть, когда он не видит личную выгоду, он не будет шевелиться. А человек, осознающий себя, тюньцзэ, да, вот этот вот повелитель себя, тюньцзэ, это можно сказать повелитель себя, повелитель своего порождения, если перевести так дословно. Он не будет действовать, если не по совести, если нет осознанности, если нечто его заставляет терять осознанность, а следовательно нарушать процессы дыхания, то он не будет делать этих действий. Вот таким образом это устроено. Значит, и вот эти вот любого рода эмоциональные качества, вот эти вот я потрогал, они, так как их перевес происходит, периодически, так как мы сейчас живем в конце 1080-летнего цикла, завершаем его, да, последняя единичка, 30-леточка подходит к концу. Значит, скоро, да, в 44-м году, значит, будет последняя разборочка. Значит, после 44-го года запустится новый год, если еще 80 лет, чему можно зачистить поля, чтобы было легче переходить человечеству сюда. Потому что если ты не готовишься к будущим событиям, то будущие события к тебе уже всегда готовы, понимаешь? Они с тобой разберутся точно, а ты должен быть только в соответствующем состоянии, которое ты умеешь контролировать и управлять. Передать эту историю своим детям, научить их объяснить, что это будет такое. Тогда это будет все спокойно, нормально, просто и чудесно. Значит, вот такие вот дела, значит, про COVID у нас, что чем более осознанно ты дышишь, тем у тебя вообще никаких шансов. Вирус, человек, сущность добрая, понимаете, какая штука. Вирус тебя просто так жрать не будет, ему нахрен не нужен. Вирус в тебе поедает больное, вот что я тебе хочу сказать. Если ты это замещаешь здоровым каким-то, а здоровое есть у тебя только осознанность и сознание, вирус тебе скажет спасибо и пойдет дальше, понимаете, какая штука. А если ты переживаешь страх, вот там и прикол-то, да, вот эта вот ловушка-то двойная, дабл-байн, тебе с одной стороны этим вирусом пугает, а ему только этого и надо, потому что как только у тебя страх рождается, страх – это то, что порождается, собственно говоря, в легких, у тебя это живет осознанность, и если осознанности нет, там появляется питание, это страх. Страх – это почки, значит, почки порождают гневливость, страх порождает гневливость, гневливость порождает веселость, веселость порождает задумчивость. И у тебя, когда ты перекошенный, а мы все мальца перекошены с самого начала, по сути дела, потому что мы люди, и то, куда нас запустили, это отнюдь не благодарность нам дана, а наоборот, в этот, как его называется, с тем, чтобы мы здесь немножко поработали над собой и исправили себя, потому что основным корнем является исправление личности, а корнем исправления личности является работа с дыханием. Всем спасибо, я все сказал. А я тебя не слышу. Вообще ни одного слова твоего. Так прекрасно звучит это, но не слышно. Да, я от всей души благодарю, Бравиславович, я слышно. Слушай, вот да, у дыхания более или менее легло на место. Скажи, вот против этих самых вирусов, за то, чтобы они за тебя твою работу не делали, есть какое-то дыхание, фишка? Конечно. Во всех абсолютно случаях ровная, плавная, мягкая, длинная, глубокая, тонкая. Рецепт без рецепта стопроцентный, безотказный, работает стопроцентный. Вот за это особое спасибо. С вирусами надо дружить. И больше всего нужно дружить с коронавирусом, потому что он сейчас типа на этом в топе, он в топе стоит, его просто надо полюбить и с ним подружиться. Это тоже вся вселенная разумна, а мы за разумностью, с разумностью мы дружим, хотя в себе с разумом не дружим. Володенька, спасибо тебе за вопрос. Спасибо, до встречи, дорогой. Люблю тебя, давай, дорогой. Давай. До свидания. Я приглашаю нашего следующего выступающего, Алексея Петровича Ситникова, человек, который привнес очень много инноваций в Россию. Это и знакомство россиян с нейролингвистическим программированием, с коучингом, с применением новаторских методов в пиаре, в рекламе, в бизнесе, в очень многих-очень многих вещах. Алексей – доктор психологических наук, доктор экономических наук, мастер во многих областях и, наверное, немаловажно, человек большой души и знаний. Проект «Кармолоджик» – его рук дело. Два потрясающих тома, куча учебных пособий, метафорических карт, консультаций и так далее. Так что, Алексей, вам слово. Володь, спасибо большое. Слышно меня, дорогой? Да, великолепно. Вижу там Дима, очень много знакомых висят здесь в эфире. Замечательный эфир, потрясающая была идея отметить так день рождения великого человека, нашего коллегу, учителя. Тем более, я часто бываю, я преподаю много в Америке, часто бываю в Иссалине, соответственно, он профессор Иссалина и дружу с Майклом Мерфи, которого мы с тобой оба знаем, Волынка. Поэтому давайте отметим действительно день рождения великого психолога, великого мыслителя и гуманиста, как он достоин мыслями, идеями и дружбой. Хочу рассказать, как я вижу, как изменила вообще трансперсональная психология, современный консалтинг и, в частности, современный коучинг. На чем базируется вообще коучинг? Что такое коучинг в современном понимании? Это фактически работа со смыслами. Работа со смыслами и работа с целями. И как только мы уходим в смыслы и цели, мы тоже должны понимать, что человек, когда начинает работать со своими целями, а цели они откуда? Они же из мечты всегда, да? Если это твоя цель, то это одновременно еще и твоя мечта. То в этой связи сразу возникает необходимость прокачки вот этого канала работы с бессознательным для того, чтобы все-таки человек смог отличать свои цели от хотелок, которые ему внесли через социальные инструменты, через пропаганду, через идеологию, социальные группы, в которые он входит. Чтобы не получилось так, что он 15-20 лет потратил на достижение каких-то целей, и через 15-20 лет вдруг оказалось, что цель-то была не его. А мы знаем прекрасно, особенно те, кто занимается психотерапией, коучингом, что когда человек идет не к своей цели, не той цели, которая, так сказать, внутренне ему, ему как личности, ему как специалисту, физиологически, психофизиологически идентично, не к тому, что нужно ему самому, а он ловит это через установки общества, моральный кодекс, строители коммунизма, вот родители так воспитали, а все считают, что выгодно этим заниматься, а это очень выгодный проект, наверное, перспективный. И если вдруг оказывается, что человек работает в течение длительного времени не над своей целью, то мы знаем, что бессознательно его в этом не поддерживает. Бессознательно не поддерживает, не дает ему, с одной стороны, внимание и неправильно помогает расставлять приоритеты, во-вторых, оно начинает его удерживать чисто физиологически, то есть это травмы, это позвоночник, это остеохондрозы, это суставы, это постоянные какие-то аварии на машинах, это опаздывание и спотыкание. А если вдруг человек идет дальше к своей цели, несмотря на то, что не заметил этих знаков, что забывает ключи, забывает паспорта, опаздывает на самолет, ломает ногу и продолжает идти к той цели, которая не его по сути, то бессознательно делает следующее, что оно находится в состоянии такой стрессированности, человек не замечает, что он просыпается стрессированным, засыпает стрессированным, потому что не свои цели реализует, то просто за счет вот этого высокого уровня кортизола, который, как мы знаем, накапливается, и адреналина, и повышенной глюкозы, возникает, во-первых, огромное количество болезней, а во-вторых, существенно снижается иммунитет. Мы знаем, что при повышении кортизола вместе с адреналином соотношение ТХЛ-ПРФТ-супрессоров приводит к снижению иммунитета. И вот откуда и начинаются онкология, там 45, инфаркты, инсульты 50, а вот откуда аутоиммунные заболевания, постоянные простуды, в том числе и подверженность вирусам, инфекциям, там, и гриппом, и ковиду, если он с ними сталкивается. И в результате основная проблема коуча – это помочь человеку все-таки найти правильные его собственные цели. А где их искать? Ведь иногда возникают вот эти вот родовые ограничения, и возникают вот эти ограничения, навязанные ему в период жизни, и вот эти ограничивающие убеждения. Он даже мечтать-то не может о том, что, в принципе, мог бы мечтать. Вот стать бы мне мастером спорта, а почему не чемпионом мира? А вот мне бы заработать миллион, а почему не миллиард? А вот мне бы построить дом на Кипре. Стоп-стоп-стоп, уже можно где угодно построить дом. Почему ты в 90-е мечтаешь на Кипре? И тут же возникает потребность расширить его диапазон, его собственных образов, мыслей, мечт с помощью неких инструментов. И вот тут как раз наработанное в трансперсональной психологии, наработанные инструменты расширения сознания, трансовые техники, в которых есть возможность получать обратную связь, и снять вот эти ограничения в мечте, снять ограничения в представлении своего будущего. Мало того, техники, которые мы используем сейчас, если раньше пытались применять различного рода препараты, то сейчас ведь огромное количество инструментов для того, чтобы в этих трансовых техниках не надо было применять даже никакую химию. И мы активно используем эти инструменты для того, чтобы разработать его собственную траекторию с точкой реабилитации, где он может максимально подключить свою интуицию. Следующий шаг – это прокачка вот этих инструментов работы с интуицией. Помните, Фрейд когда-то сказал фразу «свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле». Человек, который прокачал свою интуицию, он становится свободен, потому что он знает, что он на самом деле хочет. Ведь наше европейское воспитание, оно приводит к тому, что мы, в общем, даже иногда, приходя в ресторан, даже не очень знаем, мы хотим мясо или рыбу. Потому что нет вот этого сигнала изнутри, что я хочу. Это, кстати, и серьезный прорыв произошел бы и в области диетологии, и лонгивити, и миохакинга, если бы человек действительно начал чувствовать то, что ему на самом деле нужно, то, о чем говорит интуитивное питание. Но перейти на интуитивное питание, не прокачав канал диалога с бессознательным, это, в общем, большая ошибка. Потому что совершенно очевидно, что человек вот в этом информационном мире, когда он просыпается утром, смотрит телевизор, в телевизоре он видит какие-то наводнения, пожары, криминальную хронику, а бессознательное улавливает сигналы, как то, что он сейчас после обеда пойдет туда с этим бороться. Соответственно, совершенно другие продукты и совершенно другое количество будет потреблять еды. То, что я рассказывал, помните, на прошлом нашем эфире «Еда как медитация». Действительно, самое главное время для медитации, на самом деле, это время приема пищи. Не случайно и на Руси, и в Европе вот эта поговорка «Когда я ем, я глухонем», или там в семье, даже в деревенской семье на Руси можно было ложку от отца получить за то, что ты там слово сказал во время обеда. Мало того, вот эта настройка на еду, то, что раньше молились перед едой в религиозных семьях, да и сейчас многие это делают, то это настройка на еду, а если еще все вместе готовили, вот он вход в медитацию, то возникает возможность действительно услышать, что есть, когда есть, сколько есть. Это совсем другой подход уже к качеству жизни, к потреблению. И то же самое можно сказать и по поводу деятельности человека. Если он прокачал вот этот канал работать бессознательным, если этот канал работает на его цели, то этот канал способен давать ему ответы, ответы на вопросы, которые, в общем, логика сознания могут не дать. Это и интуитивно почувствовать. Что такое интуиция? Это же неосознанная компетентность, да, а у бессознательного компетентность копится гораздо в большем объеме, ведь гораздо большее количество сенсорных датчиков у бессознательного, да, и совершенно другой объем информации. И поэтому, когда человек прокачал вот этот канал диалога с бессознательным, когда он имеет возможность получить интуитивный ответ, и каждое его действие сопровождается вот этой поддержкой бессознательного, то он, в общем, может почувствовать покупать вот эти акции, не покупать, с этим человеком работать, не работать, вступать в этот проект и не вступать. Вот только что в одном из инвестиционных журналов вышла моя статья, интервью, они сами удивились, когда начали со мной разговаривать по поводу того, какие бывают инвесторы, ну, психология инвестора, да, так сказать, есть инвесторы консервативного типа мышления, есть инвесторы рискующие, есть инвесторы, которые там не кладут в одну корзину, а распределяют свои инвестиции. А когда мы начали с ними разговаривать, я им рассказал про типа инвесторов, но говорю, вы, наверное, даже не ожидаете, что я вам расскажу, как устроен инвестиционный рынок, ведь если ты вкладываешь какие-то акции в какое-то предприятие, то надо понимать, что если люди, которые создали это предприятие, заработали для создания этого предприятия для инвестиций не совсем корректные деньги, если ты где-то взял больше, чем отдал в этот мир, то через эти акции тебя и накажет мир, восстанавливая равновесие, да, а с другой стороны, если ты где-то недополучил, как раз через лотерейный билет, через акции тебе мир это вернет. Даже можно билет не покупать, у тебя это просто свалится. В результате получается история, что не от деятельности завода часто зависит то, как растут акции, а от того, кто вложил, какие деньги вложил. И когда я вкладываю, я должен понимать, что это инструмент восстановления равновесия в мире. Да, вот и кризисы, и курсы валют, и рост, и падение акций различного рода компаний, это на самом деле восстановление равновесия отдал и взял в этот мир. И чувствование вот этого, вот это чутье, которое у многих консультантов инвестиционных либо инвесторов существует, оно базируется не только на ощущении рынка, да, но и на ощущении вот этих энергетик мира, да, так сказать, кто в этом мире отдает, кто в этом мире получает. И вот это чувствование вот этих энергий – это тоже важная вещь. И вот проект «Кармолоджик», про который Володя рассказал, он как раз о том, что в мире есть некие вселенские законы. Ведь я напомню, вот эта книжка «Кармолоджик», она же написана вместе с 300 тысячами… Да, спасибо, вы хорошие. 300 тысячами человек со всего мира, которые на шести языках прислали свои соображения, как устроен этот мир, и когда они три года присылали различного рода закономерности, кто-то присылал религиозные, кто-то присылал бытовые, там и про пятачок под пятку было, да, но кто-то присылал свои мировоззреческие, кто-то строчки из кабалы, кто-то там какие-то строчки из каких-то современных психологий, в том числе из МЛП, из психоанализа пришли, пришли туда идеи, пресс-уппозиции МЛП, например, были присланы кем-то. И 300 тысяч человек это обсуждали, а потом проголосовали. Оказалось, что 54 вот этих закономерностей, за них проголосовало большинство из этих 300 тысяч человек. И когда мы начали изучать, что это за закономерности, что это за законы, вдруг оказалось, что, во-первых, они есть во всех основных религиозных текстах и в Коране, и в Библии, и в Ветхом Новом Завете, и в Талмуде, и в Кабале, и в буддийских, индуистских текстах, а с другой стороны, когда мы пошли к физикам, химикам, генетикам, историкам, искусствоведам, вдруг оказалось, что это вообще, говоря, законы природы. То есть там физик нашел свои законы, говорит, ну это же закон сохранения, а это второй закон термодинамики. И Генщик говорит, так это древгенов. А историк вдруг говорит, так потому и победил, попроиграл Ватерлоу, Наполеон, потому что нарушил этот закон. И вот когда мы подошли вот к этому фактически трансрелигиозному даже, общечеловеческому такому набору законов, поняв, что мир так устроен и просто в человеческом мире это проявляется, то сразу же возникла идея создать вот вторую книгу «Карма Мэджик», которая, Володь, тоже у тебя есть, это анализ ресурсов, которые нужны человеку для того, чтобы реализовывать свою жизнь, свою судьбу. И когда мы начали работать с ресурсами и анализировать, а в чем вот эта сила, мощность человека, empowerment, да, так сказать, вот эта жизненная энергия, с помощью которой он выстраивает свою судьбу, то как раз мы очень много внимания уделили таким вещам, которые, в общем, в учебниках часто не, там, бизнес-литературе часто не обращают на это внимания, таким вещам, как интуиция, таким вещам, как умение работать с энергиями, таким вещам, как понимание сущности, вот это инь-янь взаимодействия внутри любого объекта, человека, семьи, и даже вот этого взаимодействия, взаимодействия мужчина-женщина, так сказать, в мужской, женской энергии, там, в семье, в человеческом обществе, не только в мире. И работа, в том числе, и отдельная глоба, вот мне было очень приятно, как ученику и бывшему соратнику, и даже лаборанту Константина Путейко, было приятно слышать предыдущего, предыдущего, там, коллегу, потому что, действительно, дыхание – это, там, основной энергетический ресурс человека, и правильное дыхание, именно правильное, не глубокое, да, как часто говорят, а именно правильное. Мне очень понравилась классификация, которая прозвучала, именно правильное дыхание является ресурсом, одним из ресурсов выстраивания своей судьбы. Это не только про, там, там, легочные болезни, это не только про иммунитет, это вообще про энергию, энергию человека в деятельности, это и про, это и про то, как дыхание влияет, и мы знаем из книг того же, там, Грофа, да, как дыхание влияет на наше мышление, поэтому это и про чистка мышления, это и взаимодействие, как неррофизиолог, да, с лимбической системой мозга, да, а если добавить сюда еще такие вещи, как солнце, да, и там, ну, а солнце, значит, режим дня, то уже человек способен, способен управлять своим состоянием для того, чтобы, для того, чтобы это состояние формировало в нем, там, позитивный настрой, позитивное отношение к людям, там, уверенность в себе, способность чувствовать свои собственные цели. Мы же помним, что нейрофизиологические исследования последние показывают, что состояние человека, восприятие окружающего мира, на 50% это генетика, ну, генетика в формате базового состояния, четырех нейромедиаторных систем, да, серотонина, дофамина, окситоцина и эндорфина. А на 40% состояние восприятия мира, полупустой или полуполный стакан, зависит от того, насколько у него развита дофаминовая система, способность управлять дофаминовой системой, соответственно, это все, что связано с постановкой целей, мотивированием себя, предвкушением, упаковкой этой цели, соответственно, прелюдией достижения цели, подготовкой себя, действиями, потому что если человек начинает ставить цели и действовать, то оказывается, как раз соотношение Т-хелперов и Т-супрессоров в организме перемещается в сторону повышения иммунитета. То есть человек помогает даже своему иммунитету, а мы помним, что из фенилонина производится не только дофамин, но и норадреналин, то сразу возникает норадреналиновая реакция на стресс, а норадреналиновая реакция на стресс, как мы помним, это и есть творчество, гениальность, да, и человек фактически управляет через эту нейрохимию своим процессом творчества, а серотонин главный фактически нейромедиатор состояния и отношения к этому миру, это и толерантность, это и спокойствие, это и память, это и позитивные отношения к окружающему миру, мы помним, да, что, например, я когда диплом писал, диссертацию по серотонину, мы изучали мозг серийных убийц, и оказалось, что у серийных убийц с серотонин практически нет, то есть это вот состояние вот этого взрывного, взрывной агрессии, когда человек даже переступает через какие-то внутренние, заложенные на бессознательном уровне вот эти границы ну, общечеловеческих нормальных ценностей, да, помните, когда в фильмах мы видим, что если человек впервые в жизни кого-то убил, да, вот возникает некий даже рвотный рефлекс, потому что он переступает через некие заложенные на очень глубоком уровне границы дозволенного человека, да, и только на 10% восприятие окружающего мира зависит от этого самого мира, только от обстоятельств, и получается, что 90% у нас внутри, и вот правильно управлять этим своим состоянием через правильное дыхание, через правильную работу вот нервно-бедиаторных систем, через тренировку своей дофаминовой, серотониновой системы, которая тренируется либо целями и постоянным мотивированием себя, самомотивированием, либо теми же медитативными практиками и дыхательными практиками, которые развивают серотониновую систему. И человек реально управляет таким образом своей судьбой, и коучинговые инструменты, работа со смыслами, работа с целями существенно за последние 50 лет обогатились как раз инструментами, очень много для коучинга дали и психолингвистика, и психосемантика, но и очень много дали вот эти трансперсиональные техники. Мир Европа в основном недооценивала важность и глубину вот этих холистических подходов к человеку. И действительно, Европа работала и медицина, и психология по автоматическому принципу. Если симптом, надо его убрать. Не забывая о том, симптом, то симптом-то появился потому, что в организме человека, а в организме это физиология и психика вместе, создались условия, при которых возникла язва, либо повысилась давление, либо понизился иммунитет. И надо создавать ситуацию, при которой мы восстановим внутренний баланс и уберем ситуацию, которая приводит к появлению этого симптома, повышению температуры, либо изъявлению желудочно-кишечного тракта. И, к сожалению, недооценка вот этой системности человеческого организма и связей всех процессов с психикой сейчас благодаря как раз таким, как Станислав Гроф и другим гением современного мира, и Майклом Мерфи в том числе. Волонька, ты в этом ряду стоишь, дорогой мой. Сейчас как раз восстанавливается это равновесие. Все больше внимания мы уделяем вот этим холистическим подходам к единому вот такому синтетическому знанию как раз вот те специалисты, кто глубоко изучил восточные методы и при этом являются подготовленными на Западе специалистами в области психологии, психотерапии, психиатрии, терапии. Они сейчас и я в том числе мы пытаемся фактически не физически сложить вместе, а как-то интегрированные и восточные подходы. И вот современный коучинг, современная психотерапия в общем имеет огромный потенциал в этом. Надо еще понимать, что перехода в 21 век сложилась еще очень интересная ситуация в мире. Похоже, речь идет о создании фактически новой антропологии. Если в середине 20 века прогресс человечества оказался связанным с тем, что точные науки пришли в естественные гуманитарные науки, ну как-то компьютерное моделирование генома человека, это же различного рода электронное устройство и плюс к этому серьезнейшая вычислительная техника нужна для того, чтобы расшифровать геном. Я не говорю даже про рапортизацию и технологизацию этого процесса. И вовсюда и в психологию, и в социологию, и в медицину, и в гуманитарной науке пришли точные науки. Пришли физики, математики и это дало прогресс человечеству. Мы серьезно рванули за счет того, что в естественные гуманитарные науки пришли точные науки. А сейчас похоже настало время, когда у нас искусственный интеллект, биг дейта, роботизация, автоматизация процессов приведут к тому, что огромное количество людей останутся без работы, без деятельности человек будет деградировать. Чем занять этих людей? Это первое. А второе, совершенно другая роль человека. Если раньше нас всех, моего поколения, нас с Володей, с тобой, всех готовили к конвейерному производству. Поэтому очень важно было, чтобы мы думали одинаково. Чтобы мы одинаково относились к Дубровскому, Евгению Онегину, чтобы одинаково оценивали роль Павла I и Николая II в истории и Великую Октябрьскую социалистическую революцию, чтобы мы оценивали одинаково. И исторические персонажи, и литературные персонажи мы должны были одинаково оценивать, а задачи мы должны были одинаково решать. Для того, чтобы нас можно было просто заменить в конвейере без потери качества. А сейчас, судя по всему, все, что будет конвейерным, все, что можно автоматизировать и уже будут делать роботы и искусственный интеллект. А человеку-то что остается? Совершенно другое образование должно появиться, которое будет развивать междисциплинарные вот эти креативные способности у человека. Потом оказывается вдруг не интеллект, а эмоциональный интеллект является основой карьеры и развития человека. Это второе. А третье вдруг оказывается, что разрушаются институт семьи. Это мы видим в Северной Европе, в Южной Корее, 5 браков на 1000 человека. Должно быть 500. Уже никто, это уже секс-фри, фэмили-фри, чайлд-фри. Это первое. Во-вторых, достаточно интересные процессы происходят в гендерном соотношении. Уже в Великобритании 71 пол, например. И фантазии не хватает для того, чтобы пересислить. Когда задают вопрос, а вот это что? Я говорю, а у меня не хватает фантазии. Я не знаю, как вот этот гендер называется. Почти, как называется, знаю, но я не понимаю, чем он отличается от другого. И возникают еще процессы, что информации настолько много, но информация не становится автоматически знанием. Знанием становится информация, которую я положил в свою какую-то ячейку своей мировоззренческой картины мира или профессиональной картины мира. Если я просто найду любую формулу, фамилию или цитату в интернете или какие-то данные, то если у меня сложены системы внутри головы, то мне этот факт даже просто некуда положить. А если мне некуда это положить, то это не становится знанием. Это просто информация, которая прошла насквозь. Еще даже может быть случится, что я неправильно даже ее использую, то есть я ее неправильно интерпретирую, если у меня нет вот этой сложенной картины мира. И вот опять возвращаемся к тому, что необходимы мировоззрения. Давайте наберемся немножко терпения. У Алексея, видимо, там перебои со связью. Он, видимо, судя по всему, не в Москве. и мобильная связь дала некоторый сбой. Да, очень-очень компетентный и волнующий доклад и много новых данных, в том числе и для меня, конечно. Я каждый раз, когда слушаю Алексея, по-новому узнаю и свою дисциплину, и вот тот удивительный мир таких конкретных практических действий, которые он олицетворяет. Давайте сейчас немножечко еще подождем. И Алексей, наверное, вот, Алексей, ты снова с нами. Я очень рад. Я сказал, что это, видимо, загородная связь. Да, речь идет о том, что, судя по всему, появится новое место антропологии, психологии в мире. И прогресс человечества 21 веки как раз, судя по всему, стоит ожидать от того, что это мы как раз уже обогащенные холистическими подходами, в том числе и трансперсональными, войдем как консультанты и преподаватели тем, кто создает вот эти индустрии, искусственный интеллект. Иначе просто будет забыть человек. Так же, как в Фейсбуке, когда мы ставим там галочку за френдить. Действительно, айтишники серьезно думают, что это дружба. А это не так. Чтобы не получилось так, что вот эти правила вот этого технологического мира, искусственного интеллекта вдруг потеряют нас с вами, живых людей, живые эмоции, отношения между людьми, человеческое счастье. И следующее, вот холистические подходы, в том числе трансперсональные техники, это новый шаг в том, что называется лонгивити и биохакинг. Я очень много сейчас ездил на различного рода конференции по биохакингу и лонгивити и с удивлением обнаружил, что все говорят про ресвератрол, про теломеразу, про какие-то добавки, про диеты, но практически нет серьезных хороших разработок и докладов по поводу того, какая психика имеет отношение к лонгивити. А вот этот процесс антропоптоза, самоуничтожение, который включается в 28 лет в любом организме, он же серьезным образом связан с тем, как устроено бессознательное, как ставятся цели, как анализируется прошлое, как человек вообще относится к миру и какая у него мировоззренческая картина, позитивен, не позитивен ли он, как он сам относится к своему телу. Ведь вылечить человека, который считает себя больным практически невозможно, а человек, который негативно настроен по отношению к другим людям, он сам себя загоняет в этот антропоптоз. И в этом плане, вот сейчас у меня есть техника, называется перепрошивка, вот вчера был там пациент, за 14 часов полностью перепрошивают бессознательно и похоже это здорово продляет жизнь, ну судя по тому, что там проходит огромное количество заболеваний, которые сам организм начинает бороться. Вот, поэтому я считаю, что как раз вот это сращивание через подходы а-ля трансперсональной психологии и через подходы холистические, когда целостно воспринимается, бессознательное, сознательное организм человека, физиология человека, за ними будущее, и будущее не только психологии, будущее человечества. Алексей, спасибо громадно за то, что ты был нашим гидом в этот мир будущего, в мир реального, живого, настоящего, и за твою заботу о том, чтобы нам всем быть живыми, быть настоящими, да, и творить. Спасибо большое за организацию этого эфира, дорогой мой. Спасибо, дорогой. Наш следующий докладчик, известный доктор Римма Рафаэльевна Набиулина, она доктор, да, действительно, доктор медицины, доктор медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач Республики Татарстан, и очень известный психотерапевт, она руководит психотерапии, на кафедре психотерапии и наркологии Казанского Государственной медицинской академии. Римма многократно выступала на трансперсональных конференциях, всегда с очень интересными докладами, новаторскими, и она автор метода интегративной пневмокатарсис, который также работает с дыханием как инструментом здоровья, развития и решения проблем. Римма, пожалуйста. Тебя не слышно? Включи, пожалуйста, микрофон. Да. Римма, опять не слышно, опять не слышно. Ты включила и выключила. Вот сейчас, сейчас нормально. Дорогой Владимир, хочу тебя поблагодарить. Во-первых, за твое приглашение на эту интереснейшую конференцию, где я сидела с самого утра и просто впитывала каждое слово. И спасибо за то, что 20 лет назад ты открыл для меня мир трансперсональной психологии. Я была психиатром, таким очень, ну вот, настоящим психиатром, психотерапевтом я была достаточно рациональным в то время. И, конечно, для меня это было огромное потрясение, потому что вначале я была хитором. И вот это вот видеть все, что происходило, ну, это немножко даже мне напоминало ту больницу, в которой в то время я работала. Да, ну вот, а сейчас не слышно. Вот. И я хочу сказать о Володе, во-первых, всем коллегам, я хочу сказать слова приветствия, всем своим друзьям, учителям, потому что удивительный, яркий такой собрался здесь скворум необыкновенных людей, действительно, каждое слово которых, оно очень интересно и очень откликается. И особенно прекрасный повод. 90-летие Станислава Грофа. Это отдельное чудо, когда в 90-е лет человек творит, когда он активный, но остается нам только мечтать и учитывать все те вещи, которые нам сказали предыдущие ораторы и свои собственные какие-то, может быть, опытным путем найденные вещи для того, чтобы также сохраниться и в 90-е лет быть активным, как наш учитель Станислав Гроф. И я сердечные поздравления хочу передать Станиславу Грофу и пожелания дальнейшего процветания его дела и такого же активного долголетия. Наверное, только стоя на плечах таких гигантов мы можем творить, мы можем двигаться дальше в нашем прекрасном деле психотерапевтического созидания. и в своем докладе мне хотелось бы сегодня познакомить вас с методом интегративный пневмокатарсис, который мы разрабатываем с 2014 года и на сегодняшний день провели ровно сто сессий интегративного пневмокатарсиса и юбилейный проходил в городе Санкт-Петербург. Ну, это очень получилось памятно, нам интересно, приятно отметить вот такой небольшой юбилей. Дело в том, что за годы, ну, небольшие годы, конечно, с 2014 года мы этот метод развивали, совершенствовали, и он превратился в нечто совершенно другое, чем это было в самом начале. И вот мне хотелось бы включить сейчас слайды для того, чтобы быстро, не отвлекаясь на удивительные вещи, на которые мне хотелось бы, может быть, отвлечься. Но видно сейчас, да? Так, надо вот здесь вот. Нет, демонстрацию экрана. Демонстрация экрана. Вот это. Все? Отлично, да, прогрузилась. Все отлично, на полный экран. Спасибо. А моргать как нам надо быть? Этой клавиши, да? Нет? Так. Ага. Вот, я поискала. Все. Благодарю за ожидание. И вот мне хотелось бы поговорить сегодня об интегративном пневмокатарсисе, как о трансперсональном инструменте психотерапии травмы. дело в том, дело в том, что за эти семь лет мы работали с разными совершенно проблемами, с разными заболеваниями, психиатрическими, психосоматическими, и особенный интерес нам доставляет именно анализировать, работать, изучать то, как действует этот инструмент психотерапии травмы. Дело в том, что само понятие интегративный и самого названия предполагает, что это некий такой многоаспектный подход к психотерапии человека. Мы, по сути, любой психотерапии, мы любой психотерапии создаем условия для того, чтобы внутренний целитель человека, на уровне архетипов активизировался. И мне нравятся очень слова Станислава Грофа, он говорил, что мы создаем условия для работы внутренней исцеляющей разумности. Вот действительно это таким образом и работает психотерапия. Мы создаем некие условия воздействия на самые разные аспекты человеческого бытия. И в своем развитии интегративный пневмокатарсис, он опирается на некие базовые составляющие. Еще будут второстепенные, о них тоже я вам расскажу. Дело в том, что когда Екатерина Юрьевна рассказывала о своей любви и к трансперсональной психологии, и к НЛП, я подумала, как это мне созвучно. Дело в том, что мой интерес в психотерапии, он начинался изучение немного других направлений, в том числе и НЛП. И тогда у меня была встреча с Энни Энтус, которая очень завлекающе, увлекающе давала нам НЛП. Это была тоже Джудит Деладье. Обучение у Роберта Дилса и Стивена Гиллигена тоже, я их считаю своими учителями. И много еще разных направлений психотерапии, потому что я, как преподаватель медакадемии, преподающий врачам психотерапию, изучаю самые разные направления и сама того иногда не желаю, влюбляюсь в самые разные направления психотерапии. И, наверное, вот это желание использовать все самое лучшее, все самое яркое, все самое замечательное, что есть в тех методах, которые я глубоко изучала, наверное, и легло в основу создания этого метода. и, конечно же, трансперсональная психология Грофа и его открытие о холотропных состояниях сознания, картографии человеческой психики, о перинатальных матрицах, системе конденсированного опыта. Конечно же, все это легло в основу того, что мы называем работа в интегративном пневмокатарсе. И это первая составляющая. И мы также, как в холотропном дыхании, используем дыхание, на которое нанизываются все остальные методы психотерапии. И здесь также мы используем разные виды дыхания связанного, когда мы делаем акцент на вдох или на выдох с разной скоростью, с разной глубиной. И мне очень понравилось, когда Бронислав Брониславович сказал, что только тонкое, мягкое, легкое дыхание является здоровым. И, наверное, это действительно так, когда мы все остальное время дышим именно таким образом и даем только специально отведенное время, такое ритуальное психотерапевтическое время для того, чтобы организм мог сделать что-то в интенсивном режиме. Каждый сеанс интегративного пневмокатарса начинается с того, что мы изучаем истории людей, которые идут и в детские травмы, и в взрослые травмы, и в какие-то особенности психики. То есть каждый человек, который приходит к нам на сеанс, он уже является для меня в какой-то мере уже известным по своим целям, по тем задачам, которые он ставит, и по тому, какое детство было у этого человека, какую жизнь он прожил. и составляя сценарий интегративного пневмокатарсиса, а мы каждый раз подбираем новый сценарий в связи с теми запросами, с которыми приходят к нам люди. Уникальным образом подбирается поле. Люди, которые к нам приходят, они каким-то неуловимым образом собираются именно в то время, когда им нужно собраться вот именно на этот психотерапевтический сценарий. И поэтому музыку, которую мы подбираем для каждого сеанса, она бывает разной. Музыка используется та, которая есть, и мой супруг, который все это время участвует в создании этих сеансов, часть этой музыки он пишет сам. И мы, даже забегая вперед, скажу, что у нас около дюжины разных сценариев, направленных на работу с мужскими женскими архетипами, с так называемым великим драконом или гиперматеринским комплексом, либо это работа с целями, либо это работа исключительно с травами. И масса есть разных сценариев, которые за это время уже были нами созданы. Второй обязательный компонент, который в интегративном пневмокатарсе, это эриксоновский гипноз. Эриксоновский гипноз. И наверное, я сейчас только перечислю, потому что там еще у нас есть слайды, мы по ним пробежимся. Эриксоновский гипноз. А дело в том, что в холотропном дыхании здесь у нас на первом плане идет мудрость бессознательного, когда организм бессознательно само выбирает в таком направлении двигаться. Здесь, несмотря на то, что мы работаем с теми целями, задачами, с которыми приходит человек, и мы здесь имеем некое руководство процессом, которое осуществляется на всем протяжении. Хотя, конечно, мы делаем оговорку, что порой у человека могут запускаться какие-то свои собственные процессы, а иногда они так же, как в холотропном дыхании, касаются трансперсональных переживаний, исцеления по линии рода расплаченных родственников или тех, кто во время революции погиб. Такое тоже случается, и мы специально это оговариваем. Но в основном используются базовые техники репсоновского гипноза, такие как возрастная регрессия, возрастная прогрессия, всевозможные виды ресурсных трансов. Это обязательно, потому что невозможно идти в травму, если у человека нет ресурсов. А порой, изучая историю этого человека, я даже могу с ним встретиться индивидуально, или, если группа тяжелая, я перед тем, как начинать процесс интегративного гнева катарса, другими методами провожу накачку ресурсов, наполнение человека ресурсами. Это порой бывает очень важно для того, чтобы человек не боялся идти в травму, для того, чтобы у него были силы, возможности, ресурсы справляться. МДР. МДР – это отдельная моя любовь. Я называю этот метод хирургией, психотерапией, потому что действительно Всемирная Организация Здравоохранения признала этот метод одним из сильнейших для работы с посттравматическими стрессовыми расстройствами. И порой мы, когда проводим наши ретриты с интегративным пневмокатарсом, мы один или даже иногда два сеанса подготовительных проводим с использованием МДР. И, конечно же, телесно-ориентированная психотерапия, которая на протяжении всего процесса, особенно, когда уже люди дышат, особенно, когда идет работа с всевозможными блоками, с эмоциями, мы подключаем, и здесь у меня есть моя замечательная ученица, телесно-ориентированный психотерапевт, которая помогает нашим дышащим в интегративном пневмокатарси продвигаться более эффективно и легко. И вот посмотрите, пожалуйста, дорогие коллеги, если те составляющие базовые, то посмотрите, как много еще у нас присутствует направление психотерапии, которое в зависимости от запроса тех участников, которые приходят на каждый из пневмокатарсов, мы добавляем НЛП, которое порой бывает незаменимо, транзактный анализ, аналитическая психология Юнга, креативная визуализация и многие другие направления психотерапии. И я настолько воодушевлена нашей конференции, что я все те слайды, которые у меня есть, я вам уже и все пересказала на одном дыхании, вот это действительно те столпы, на которые опираются метод интегративный пневмокатарсис, который мы используем для работы с самыми разными человеческими проблемами. Вот здесь я перечисляю те методы, которые есть, нами используются из эриксоновского гипноза, рефрейминг, всегда метафорические истории, возрастная регрессия, нами всегда используется, уделяется ей достаточно длительное время, для поиска ресурсов мы используем возрастную регрессию и для исцеления травм. А мы МДА, этот метод, о котором я упоминала, мы его прямо вклетаем уже в сам сеанс, а перед этим люди успевают во время подготовительного сеанса усвоить уже на уровне автоматическом те моменты, которые они будут использовать уже в полу бессознательном измененном состоянии сознания, потому что идет видение голосом. И, как они говорят, голос дает им ощущение безопасности, голос дает им ощущение некоего заземления, и порой он позволяет им действительно прорабатывать сложнейшие травмы, горе, которое они не отгревали, которое компенсировалось и осталось в их теле блоками, и многие другие вещи. И, конечно же, возрастная прогрессия создания новых образов достижения, когда наши участники имеют возможность прожить свое будущее, те цели, которые они ставят для того, чтобы достичь того уровня здоровья, жизни, благополучия, с которым запросы, на которые они приходят. И вот та самая методика, которая на сегодняшний день, несмотря на то, что она не является новой, она 87-го года рождения эта методика, и, несмотря на это, я считаю, незаслуженно мало распространена и дает очень быстрые результаты, особенно, когда мы сочетаем это с дыханием. Дыхание, оно само по себе необыкновенно, целебно, как говорили все предыдущие ораторы. И вот действительно Серж Гингер в 2010 году опубликовал, посмотрите, какую статью, какой большой процент улучшений состояния. Посмотрите, пожалуйста, на эти цифры, дорогие мои коллеги. В телесно ориентированной психотерапии, то, как мы и говорили, работа с перинатальными матрицами, мы это включаем в самый сценарий, когда человек в прогрессии, в регрессии возрастной проживает от настоящего, он идет к самому периоду рождения, и даже мы наблюдаем, у людей меняются лица, мимика, то есть люди, которые проживают вот эти все перинатальные матрицы, находясь в первой, во второй, в третьей, мы видим прям по лицам, по мышечному тонусу, мы видим, какая матрица и как у человека, так как мы же ведь ведем голосом, и мы можем уже анализировать, на каком этапе и где человек испытывал какие-то сложности, и потом сопоставляет с анамнезом, удивительным образом обнаруживается, что действительно так оно и было, и мы добавляем ресурсы, мы ресурсируем те моменты в тех перинатальных матрицах, в которых были какие-то патологические или негативные переживания. И несмотря на то, что время, я думаю, нас ограничено, мне хотелось бы несколько слов сказать о психотравме, я не буду подробно рассказывать о том, я думаю, все, кто здесь присутствует, знают, что действительно в основном психотравмы это результат переживания сильных стрессов или длительных или очень таких выбивающихся из ряда вон и результат совершенного по отношению к человеку насилия. И мы знаем, что психотравмы могут нарушать психику на самых разных уровнях, вызывая неврозы, посттравматические стрессовые расстройства, вызывая всевозможные заболевания. И, конечно же, подробно мы изучаем детские травмы, потому что чаще всего жертвами психологического насилия, не только психологического, становятся дети, которые не могут себя защитить. психологии. И опираясь на картографию Станислава Грофа, я бы даже травмы разделила бы также по уровню. Травмы биографического уровня, травмы перинатального периода и травмы трансперсональные. Хотя, так как цели у людей, которые приходят с заявленными целями, с травмами, о которых они говорят, цели нету проработать какие-то травмы, которые родовые или какие-то еще более глубокого какого-то космического трансперсонального уровня, тем не менее, это происходит. Вот в Санкт-Петербурге был действительно очень интересный опыт, когда участница, она психолог, она исцелила, как она говорит, работая в МДР в процессе интегративного пневмогатарса, исцелила не только собственные травмы, которые, как она говорит, еще остались недоработанными, но и ушла по роду к тем своим родственникам, которые были раскулачены. Это удивительно, как ярко и красочно она описывала эту историю, и как, исцелив там, она двинулась дальше к родственникам, которые на уровне уже революции, там испытывали какие-то переживания, были там убиты ее родственники, и там тоже она провела свой процесс целебный. Я не буду, мои дорогие друзья, перечислять, какие травмы, какие ситуации, которые происходят в жизни людей, могут травмировать человека. Но здесь у меня есть такой короткий тест про детские травмы, потому что мы с вами говорили, что они запускаются большая часть травм, и вообще вся травматизация, она запускается, конечно же, в детском возрасте, и если брать вот такое, знаете, слои, гештальтерапии Фредерик Беллс называл это луковицу, в которой есть некие слои, такие вот как шелуха, луковица, невроза, мне у Станислава Грофа нравится система конденсированного опыта, когда одна ситуация схожая нанизывается на другую, на третью, и все это идет с самого порой перинатального, трансперсонального уровня, и может повторяться в течение всей жизни человека, если она не прорабатывается. И вот здесь, мои дорогие коллеги, посмотрите, пожалуйста, может быть, вы даже возьмете карандаш, ручку, и посмотрите, какие ситуации травмирующие были в вашем детстве, потому что мой опыт, более 25-летний опыт психотерапевта говорит о том, что самые благополучные семьи, казалось бы, где все хорошо, казалось бы, где, а не может быть ничего такого из ряда выходящего. Мой опыт говорит о том, что на первый взгляд в самых благополучных семьях очень часто травмируется психика ребенка. И вот анкета, она короткая, тут всего 10 вопросов, и вот если кратко, можно прям ставить себе галочки на каждый вопрос. Случалось ли так, что родитель или другой взрослый, проживающий с вами, бронил вас, оскорблял, притеснял, унижал? Иногда он действовал таким образом, что вы боялись физического насилия. Второй вопрос. Вы ставите просто галочку, если случалось в вашей жизни такое. Случалось ли так, что родитель или другой взрослый, проживающий с вами, шлепал вас, толкал, бросал вас что-нибудь или ударил так, что у вас остались следы? Третий вопрос касается темы сексуального насилия, которое на самом деле оказывается гораздо более распространенное, чем мы привыкли думать. И вот здесь вопрос трогал, ласкал или заставлял трогать ваше тело с намеком на секс либо взрослый, либо ребенок старше на пять или более лет. Ощущение, да, вот посмотрите, да, было ли у вас в детстве ощущение, что вас в семье никто не любит, не проявляет к вам интерес, или у вас было ощущение, что в вашей семье никто не заботится друг о друге и не чувствуется забота. И здесь, казалось бы, ничего не происходило, никто никого не бил, тем не менее, этот момент тоже является баллом, который идет в травматизацию. Пятый вопрос, он больше касается, конечно, семей, которые алкоголизировались, где есть родители, страдающие наркоманией, и здесь дети вообще не получали ни еды, ни заботы, не имели возможности обратиться к врачу. Это пятый вопрос. Шестой вопрос. Очень часто люди, семьи разрушаются, разводятся, и вот здесь тоже травматизация возникает, что если ребенок потерял родителей по причине развода, отказа от вас или по любой другой причине. Ребенок травмируется, даже если на глазах у него, допустим, папа обижает маму, или там у него на глазах обижают младшего брата или сестру. Если ребенок все это видит, он чувствует бессилие, беспомощность. Очень часто рассказывают дети, как они прячутся под столом, под кроватью, когда вот это насилие в семье происходит. И это откладывает очень мощный разрушительный след на человека, на всю его жизнь. Наличие в семье человека, склонного к злоупотреблению алкоголизмом или наркотиками, это тоже уже прибавляет бал. Девятый, когда есть в семье кто-то из домочадцев, которые страдают психическими заболеваниями, когда кто-то из родственников пытался покончить с собой, это тоже плюс один бал. И последний бал может добавить человек, если кто-то из домочадцев сидели, находились в тюрьме. И хотя, конечно же, это не все, что могло происходить с человеком, а здесь очень многие вещи еще не отражены, но тем не менее, вот эти 10 вопросов, они являются самыми распространенными, по которым по этому тесту ACV мы можем уже судить, проводить анализ людей, которые приходят к нам на пневмокатарсис, насколько у них травмировано детство. и мы знаем, что вот этот хронический негативный такой опыт, особенно в детстве, разрушает архитектуру мозга ребенка, и даже экспрессия генов патологическим образом меняется так, что у человека совсем по-другому происходит реакция на любые стрессовые ситуации. У этих людей возникают всевозможные психосоматические заболевания, аутоиммунные заболевания, заболевания, которые сложно лечатся, которые хронические, и если посмотреть литературу, то традиционная медицина добивается лишь снижения или убирает просто острую фазу. И хотя здесь вот цифры 64% взрослых сталкивались с негативным детским опытом, мой опыт работы психотерапевтом и общение с людьми говорит, что гораздо выше. И есть люди, которые приходят, и у них из 10 были 6 или даже 8 видов, которые могли травмировать их психику. И вот, мои дорогие друзья, как сделать так, чтобы травма осталась в прошлом и чтобы перестала влиять на настоящее? Конечно же, это только психотерапия. Других путей у нас нет, разные виды психотерапевтической помощи. И наша задача была собрать и объединить в едином таком комплексе методы, которые бы наиболее эффективно влияли бы, наиболее эффективно на все фазы, на все грани человеческого бытия, когда мы работаем и с телом, когда мы работаем и с мышлением, когда мы работаем и с эмоцией, мы используем дыхание, движение тела, движение глаз, вот эти билатеральные движения, которые используются в МДР, а в процессе уже вот этого дыхания связанного, когда мы используем воображение, голос, музыку, и при этом мы имеем нечто целое. И я хочу сказать в контексте заявленной темы, что интегративный пневмокатарсис это возможность быстро напитать человека ресурсами, повысить его самооценку, дать доступ к его сильным качествам и дать возможность человеку порой даже в рамках одного сеанса вот этой целой батареи гармонично таких интегрированных в единое целое инструментов помочь ему справиться. и на сегодняшний день уже более двух тысяч человек прошли работу и мы продолжаем это изучать мы продолжаем изучать катамнос более такие длительные результаты с людьми которые прошли от одного до двенадцати и даже двадцати в сеансах интегративного пневмокатарса и мы наблюдаем удивительные трансформации мы наблюдаем такие процессы когда человек реально раскрывается и становится самим собой настоящим настолько что он даже не узнает себя и как они говорят даже не думала что я могу быть такой люди замечают и мои родители замечают и я сама удивляюсь и вот мои дорогие коллеги я благодарю вас за внимание если есть какие-то вопросы с удовольствием отвечу я даже не заметила сколько минут пролетело потому что психотерапия это моя страсть это моя любовь это моя жизнь и наверное это то что меня вдохновляет и воодушевляет наряду с еще очень многими прекрасными вещами которые есть в нашей жизни я благодарю вас за внимание Владимир спасибо большое надеюсь я уложилась в свое время Римма спасибо за прекрасный доклад который стал нашей дорогой в мир замечательной трансперсональной психотерапии интегративной пневмокатарсис и кстати спасибо за то что ты была вот таким замечательным проводником которая помогла нам соединить вот эту научную часть нашей конференции с артистической которая вот прямо сразу за тобой и начинается красота изящества твоего изложения как раз настраивает нас и на художественную часть на два фильма о жизни и творчества Станислава Грофа можно убрать уже презентацию кстати я просто информирую тебя что в феврале в начале февраля 2022 года в Казани состоится политбюро ну президиум европейской трансперсональной ассоциации и будет одной а может быть даже двухдневный международный как называется это глобальный трансперсональный конгресс с участием лидеров Европы так что я надеюсь вы с Марсом также примете активное участие в организации и в программе со стороны Татарстана и мы сможем в очередной раз там познакомиться со всеми открытиями спасибо огромное спасибо ну и мы переходим к следующей завершающей художественной части нашей однодневной конференции и она начинается с фильма Эдуарда Сагалаева холотропное дыхание и тайна рождения Эдуард Михайлович я с ним беседовал он ему не здоровится поэтому он передал большой привет и наилучшие пожелания нашей конференции Станиславу и Бригитте Гров и попросил меня сказать вступительное слово к фильму ну я собственно член команды Эдуарда Сагалаева которая как раз и снимала этот фильм и пять других фильмов из его знакового проекта телевизионного мистические путешествия с Эдуардом Сагалаевым ну и в общем-то я имею даже некоторое отношение к началу этого проекта и фильма дело происходило следующим образом примерно лет 20 назад вышла наша книжка с профессором Козловым трансперсональная психология и одним из благодарных читателей этой книги и был великий телевизионщик Эдуард Михайлович Сагалаев создатель взгляда 12 этажа и многих пионерских программ на российском телевидении он нашел меня через нашего общего друга Якова Эммануиловича Маршака мы встретились начали общаться и очень быстро подружились было столько много общих интересов и вот через некоторое время этого общения Эдуард Михайлович сказал мне Володя давай мы об этом снимем фильмы это же интересно мне это интересно моей семье это интересно моим друзьям я убежден поверь у меня чутье внутреннее матерого телевизионщика это будет интересно стране ну вы наверное знаете что Эдуард Михайлович до сих пор очень активно работает на телевидении он президент национальной ассоциации телерадиовещателей объединяющих все телевизионные каналы он академик российской академии телевидения заслуженный журналист России лауреат государственной премии СССР лауреат премии ТЭФИ ну и так далее то есть очень заслуженный уважаемый великий артист телевизионщик мастер медийности практик и так далее журналист великолепнейший я очень многому у него научился в плане того как работать с людьми как снимать как брать интервью и вот мне честно говоря поначалу было страшно как так я снимать кино это казалось невозможным для него но но затем подвернулся в общем-то благоприятный случай в 2006 году весной я засобирался в Ирландию на семинар Станислава Грофа для того чтобы обсудить с ним возможность условий и начало программы международного тренинга по холотропному дыханию в России я чувствовал это необходимо я знал это нужно начать я договорился с Грофом о том что приеду в Ирландию на этот семинар который он вел и рассказал об этом Эдуарда Сагалаеву и Эдуард тут же мгновенно попросил меня слушай можно спроси Грофа можно ли нам поехать с командой и снять фильм о нем и о холотропном дыхании Гроф согласился и вот так мы оказались в Ирландии на семинаре Грофа там в фильме выйдет несколько замечательных сцен из этого фильма и я был свидетелем удивительного знакомства двух великих людей двух гигантов Станислава Грофа и Эдуарда Сагалаева и тому как быстро они нашли общий язык Гроф прекрасно понимал русский язык Сагалаев он прекрасно им владеет Дарв Михайлович когда ему требовался перевод на английский язык пользовался моей помощью и было снято много часов замечательных диалогов этих двух мастеров в которых было раскрыто все сущность трансперциональной психологии человека сознания холотропного дыхания картография Грофа и так началась вот эта великая дружба по возвращении в Россию в Россию команда Эдуарда Михайловича кстати там были великие профессионалы ну конечно же прежде всего это режиссер первоначальный режиссер этого проекта Александр Расторгуев из Ростова мы знаем он трагически погиб два года назад в Центральной Африканской Республике это вот тот самый Александр Расторгуев который ну снял целый ряд знаковых фильмов и он был режиссером этого проекта и мы досняли все необходимые части в России правда ну произошел некоторый такой забавный микс потому что кроме холотропного дыхания я проводил еще свой собственный процесс который называется мистерия или перформанс синестезия это интенсивное дыхание под живую музыку с симфонией с воздействием импровиционным на все органы чувств это абсолютно другой формат это не холотропное дыхание и впоследствии уже при монтаже фильма какие-то кусочки монтажеры и режиссеры монтажа вставили из процесса синестезии как будто бы это процесс холотропного дыхания вот такая некоторая непонятка вы увидите там люди с раскрашенными лицами например то есть это относится к процессу синестезии а не холотропного дыхания холотропного дыхания очень строгий процесс там большая забота о дыхании о безопасности всего пространства о комфорте и самое главное там осуществляется непрерывная поддержка для того чтобы люди участвующие в сессии на канале ТНТ и съемку вообще всего проекта поддерживал Роман Петренко генеральный директор этого канала который мы знаем сколько замечательных программ он инициировал и фильм имел большой успех это было первым таком громогласным широким посланием о грофе его открытиях о холотропном дыхании ну и Эдуард Михайлович не мог остановиться он придумывал сам сюжеты новых фильмов просил меня исследовать ситуацию в Индии учителя кого пригласить холотропное дыхание что-то еще и в итоге вышло шесть фильмов из серии мистические путешествия с Эдуардом Сагалаевым я горжусь что был членом команды я счастлив что судьба дала мне шанс работать в команде собранной Эдуардом Сагалаевым им самим и другими людьми удивительными профессионалами это собственно говоря стало моей школой кино моей школой интервью моей школой того как делать фильм итак дорогие участники я приглашаю вас на первый фильм в нашей вечерней программе сейчас одну минуточку я чуть-чуть чуть-чуть сдвину надо подстроиться так мистические путешествия с Эдуардом Сагалаевым фильм первый холотропное дыхание и тайна рождения холотропное дыхание Продолжение следует...